Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Андрей Левицкий. Выбор оружия. Читает Олег Шубин. Анотация. Вы готовы к новым испытаниям в зоне отчуждения? Хорошо вооруженная группа бывалых сталкеров отправляется на поиски легендарного поля артефактов и пропадает где-то под Чернобылем. Хабар, который должна добыть экспедиция, сулит гигантскую прибыль, поэтому два наемника, бывший десантник и лучший в зоне специалист по артефактам соглашаются отыскать пропавших. Им предстоит пересечь давно покинутый людьми Чернобыль, форсировать Припять и достичь источника новых необычных аномалий, чтобы спровоцировать новый, кажущийся невероятным катаклизм. Автор этой книги — один из сценаристов игры «Сталкер Клиер Скай», хорошо знаком со всеми тайнами зоны, с ее скрытой от непосвященных изнанкой, недоступной ни новичкам, ни опытным игрокам. Часть первая. Погони и перестрелки. Глава первая. Группа медведя пропала где-то в районе Чернобыля. А ведь экипированы они были хорошо. Взяли стволы, запасы и оборудование, да к тому же все семеро, парни тертые, в зоне не первый год. Но исчезли вместе с самим медведем, который считался чуть ли не лучшим сталкером по эту сторону Припяти. — А ну, проверь еще раз, — сказал я. Точно два сигнала идут. Мы лежали в кустах на склоне. Внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик и водонапорная башня. Дальше — Чернобыль. За ним — широкая гладь Припяти. Город стоял на крутом берегу. Противоположный, пологий, летом зарастал буйной зеленью, но сейчас там все коричневое, рыжее и желто-красное. Палые листва, земля да голые деревья. И синеют мелкие речушки, которые от Припяти начало берут. Песчанка, рачья, старик, камышовая. Жаль, отсюда баржа не видно. Хорошая там баржа. Большая, мощная. Я слышал, ее стали вместо парома использовать еще до второй аварии, когда понадобилось многотонные грузовики, части башенных кранов и броневики через реку перевозить. Пригоршня, мой напарник, вновь отдернул рукав. Я терпеть не могу таскать ПДА на запястье. Ведь портативный компьютер, включенный в систему местного позиционирования, ясное дело куда больше и тяжелее обычных часов. Это меня раздражает. Все время кажется, что-то прицепилось к кисти, поэтому я почти всегда ношу ПДА в кармане рюкзака. Напарник включил карту, пригляделся к небольшому прямоугольному экрану и сказал. Точно, двое внизу. И датчик движения молчит. Прямо там они, химик, под этим холмом лежат. Почему ты их не видишь? И вправду, почему? Никого у подножия холма нет. И тишина стоит, как ночью в морге. Глухая, мертвая. Приподнявшись, я повел биноклем из стороны в сторону. Водонапорная башня, почти целый одноэтажный домик, деревья, руины, старый военный грузовик, просевший на левый борт. Раньше в таких частенько солдат возили, но в последнее время что-то не видно их. На ходу, во всяком случае. Может, он еще работает? Вдруг даже бензин в баке есть? Хотя нет, вряд ли. Надо бы закурить. Я уже собрался расстегнуть клапан нагрудного кармана, но в последний момент передумал. Нет, позже. Слишком уж обстановка неопределенная. Закуривать следует не торопясь, с удовольствием, после того, как закончишь какое-нибудь важное дело. А сейчас оно только начинается. — Ну что, химик? — спросил пригоршня. — Как там? И тут взгляд поймал что-то необычное в траве. Точнее, для зоны как раз обычное, вернее, привычное. — Так, одного вижу, — сказал я. — Справа от башни. Шмотки на нем темно-зеленые, поэтому трудно заметить. Но что-то с ним не так. Оторвавшись от бинокля, покосился на пригоршню. Он безразлично кивнул. — Не так, мертвец, значит? — Ну да, метки это и показывают. Две неподвижные красные метки появились на экранах наших ПДА около 15 минут назад, когда мы уже подходили к холму. Район Чернобыля — один из самых пакостных. Сталкеры не любят сюда забредать, потому что тут компы работают ужасно. Создается впечатление, что вся область накрыта какой-то аномалией, принципиально других отличной. Для людей вроде и безвредная, но сбивающая работу электроники и глушащая связь. Не всегда и поймешь, что компьютер показывает. Цвет метки, который обозначает высшую органику вроде человека, может меняться с зеленого на красный и обратно, будто носитель ПДА беспрерывно то умирает, то воскресает. Или она вдруг погаснет, а через минуту возникнет вновь, но уже на километр в стороне. — Это не медведь, точно, — сказал напарник. Обычный сигнал, без всяких этих... добавок. Я кивнул. Курильщик, наш постоянный скупщик, снабдил медведя оборудованием для экспедиции и сосватал семерых своих парней. За это медведь пообещал половину добычи. Но курильщик не настолько сталкеру доверял, чтобы так просто отпустить, даже если его ребята будут медведя сопровождать. Приборы, оружие, припасы — все это денег стоит. Ведь медведь после того, как выбрался из той передряги с зомби, большая группа, по его словам, напала на него в центре Чернобыля, дополз до бара в одних штанах и рваной майке, израненный. Девки, которые в баре работают, его выходили, а это тоже затраты — кормежка, лекарства, бинты. Теперь получалась даже одежда, в которую медведь на дело отправился, и та скупщику принадлежит. В общем, курильщик был заинтересован в том, чтобы экспедиция, во-первых, вернулась, во-вторых, с хабаром. Помимо того, что он приличные средства вложил, тут еще и очень большой куш намечался. Ведь медведь собирался отыскать не что-нибудь, а поле артефактов, про которые в зоне давно слухи ходили. Клялся, божился, что видел его, когда от зомби спасался, что где-то там поле, возле Припяти, и он найдет его опять, обязательно. Курильщик, конечно, ухватил быка за рога и сторговал с медведя половину ожидаемого барыша, хотя сталкер поначалу предлагал лишь 10%. Мы с Пригоршней другим делом занимались, поэтому с ними не пошли. Артефакты — моя специальность. Я бы к медведю точно в попутчике навязался, отшив кого-нибудь из людей-курильщика. Ну и напарник за мной бы пошел. Куда же он денется? Но не вышло. Когда мы в баре оказались, скопщик уже извелся весь. Медведь на связь не выходит, парни его тоже. Идите, химик с Пригоршней, отыщите его непременно. Я вам доверяю. Вы свои в доску, бывалые. Пройдете там, где эти семеро не прошли. А как он стонал, как горевал, когда я сказал, что меньше чем за половину от его половины мы с места не сдвинемся. Потом ругаться начал. Обзывал нас нехорошими словами. Но делать нечего. Сдался. По самым скромным подсчетам, добытые с поля артефактов можно было продать за четверть миллиона. И потому в ПДА, который курильщик дал лично медведю, тайной от сталкера была добавлена особая микросхемка, маячок, который вводил в метку дополнительную гармонику. Обычный ПДА не сообщает окружающим о том, кто его владелец, лишь сигнализирует, что кто-то находится неподалеку. Плюс, если владелец погибнет, посылает соответствующий импульс. Но теперь по компьютеру медведя можно было определить, что это именно он. Хотя сигналов и его ПДА мы как раз и не видели. Зато видели два других. Сняв свою ковбойскую шляпу, Пригоршний перевернулся на спину и стал глядеть в низкое осеннее небо. Напарник белобрысый, на лбу у него шрам, оставшийся от плохо обработанной раны с шестью красноватыми точками, следами скобок. — Ну что? — в который раз спросил он. Но я не отреагировал. Он молодой еще и оттого суетливый, энергичный чересчур. А в зоне надо знать, когда нестись со всех ног, стреляя куда ни попадя, а когда окаменеть и не дышать, наблюдая за окружающим. Сейчас вот как раз второй случай. Есть там кто-то в развалинах или нет? В этих, мать их, руинах. — Труп один, а сигнала два. Значит, ищи второго. Я кивнул. Датчик движения молчал. Я тоже не видел, чтобы внизу кто-то перемещался. Надо встать и спуститься, наконец. Но что-то меня удерживало. — Идем уже, химик. Задолбался я тут лежать. — Ну, елки-палки, какой же ты беспокойный. В сердцах проворчал я. — Помолчи немного. Я рекогностировку произвожу. — Что? — заинтересовался он, приподнимая голову. — Что ты производишь? Я лишь поморщился в ответ. Образования ему явно не хватает. Я в зоне проще мыслить стал, да и речь изменилась, огрубела. Но все же я, так сказать, интеллект. На химфаке учился. А напарника сразу после школы в армию загребли, где он в десантники попал. Поднатаскали там, конечно. Говорил, даже в горячих точках бывал. С тех пор сноровка никуда не делась и уже не раз нам жизнь спасала. — Надо идти. Вроде спокойно. Хотя почему сигнала два, а тело одно? — Непонятно. — А это еще что такое? Я поднялся на колени, так резко, что пригоршня забеспокоился. — Что? Что там, химик? На полутораметровой высоте спиной к башне висел человек. Я бы не так удивился, если бы из его брюха торчал, скажем, лом, которым какой-то силач пробил и тело, и кирпичную кладку. Но нет. Он просто висел там, словно насекомое, прилипшее к мухоловке на люстре. Опустив бинокль, я глянул на пригоршню. Он уже стоял на коленях рядом, чуть подавшись вперед, склонив голову и уперев приклад в плечо. Ствол плавно двигался из стороны в сторону. У напарника не просто оружие, а целый автоматно-гранатометный комплекс под названием «Гроза», который можно и в штурмовой автомат, и в карабин, и в гранатомет превратить, причем из первого в последний всего лишь с помощью простого переключателя. На левом боку подмышкой висел компактный кипарис, правда, со сломанным лазерным целеуказателем, а на ремне справа беретта. — Что там? — напряженно спросил он, не опуская грозу. — Человек на башне висит, пояснил я. — Ох! — выдохнул пригоршню после паузы. — Вижу. Так это же мертвец. — Ну да, — согласился я. Мертвец, однако. — Тьфу! — ты сказал, висит. Я думал, висит, держится за что-то, а он... — Чем это его пригвоздили, не разберу. Он упустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на меня. — Трупы для зоны — обычное дело. Нет в этом ничего удивительного. Я понимал, почему напарник торопится. Не только из-за природной суетливости, но и потому, что надо бы осмотреть до темноты и валить отсюда побыстрее. — Так, ладно, — сказал я. — Хрен с тобой. Идем. Он тут же вскочил. Я тоже поднялся. Мы начали спускаться. Осторожно, не отрывая взгляда от дома, развалин и башни. Она пострадала не так сильно, как здание рядом, крышу только снесло. Видны покореженные балки. Но, в общем, почти целая, и двери закрыты, возможно, даже заперты. — Что ты такой нервный всю дорогу? — Сделал он еще несколько шагов, и ответил. — Дело гнилое какое-то. — Да почему вдруг? Попали люди в передрягу, надо помочь, ну и самим заработать слегка. — Слегка. Мы рассчитывали, если все сладится, поднять на этой операции тысяч сто. И по моим, и по напарникам меркам огромная сумма. В жизни мы такой не видели. Хватило бы на вездеход броневичок универсальный, о котором Пригоршня давно мечтал, и еще осталось бы. — Так что гнилого? — повторил он. Мы шли медленно, подняв оружие. У подножия холма по-прежнему ничего не шевелилось, вообще никакого движения не было. — С чего это медведь тогда к баруне со стороны Чернобыля вышел, а от свалки? — спросил я. — Ну, плутал, наверное. Он же едва на ногах стоял и соображал плохо из-за яда ржавых волос. — Плутал. — Ладно, а у тебя еще такой вопрос не возник? Почему медведь толком не запомнил, где поле артефактов расположено? — Возник. И у курильщика возник. Он мне говорил, что спрашивал у медведя. — Да что ты! Экий проницательный мужик, наш курильщик. — И что медведь ответил? — Сказал, в полубреду был, когда от зомби уходил. Они же медведя потрепать успели. А еще он в заросли ржавых волос попал, и те его искусали. Девчонки в баре мне сказали, он и вправду весь красный был, в сыпи и в волдырях. Это не считая ран и ссадин. Мучился очень первые дни. Потом только оклемался. Мы спустились до середины их склона. Я роста среднего, а пригоршня почти на голову меня выше, так что ему лучше было видно. Но и я никакой опасности не замечал. Ровный луг внизу, остатки сараев, башня с домиком и грузовик. И все. И никаких проблем. Однако, когда мы уже две трети расстояния до цели миновали, меня вдруг продрало. Будто невидимые пальцы с длинными когтями прошлись по телу сверху вниз. Я чуть не вскрикнул. — Ты чего? — прошептал пригоршня, когда я резко остановился, слепо водя перед собой стволом автомата. — Не чокай! — почти рявкнул я. — Там что-то есть. — Да ну брось! Нема ничего! Не спрашивая разрешения, он снял с моего пояса бинокль и осмотрелся. — Ага, пусто! — заключил пригоршня через некоторое время. У меня на поясе много сумок, да еще два контейнера, особых побольше и поменьше. Пока я доставал гайку с куском бинта на ней, бинокль поднялся выше. Напарник глядел поверх чернобыльских домов на Припять. — Баржа стоит, — пробормотал он. — А вот объясни мне, Андрюха, чего она там стоит? — Пригоршня — единственный в зоне, кто знает мое настоящее имя. Андрей Нечаев. Раньше еще Иван пистолет знал, да Витя сумасшедший кулак, скупщики из самых первых, кто здесь обосновался. Но давно нет их. Один застрелился, а второй сбрендил. — Стой! — Молчи, — велел я. Примерился и швырнул гайку к подножию башни. И потом левее, вторую, а после и третью, но уже правее, в сторону неподвижного тела в траве. — Нет, ничего там не было. Гайки упали нормально, и траектория тоже у них была обычная. — Так в чем дело? Я даже присел на корточки, потому что тошнить начало, внутренности скрутило. Изнобит, пальцы на автомате чуть дрожат. — Да что с тобой, химик? — спросил пригоршня, наконец, при исполнении серьезности. — Вправду прихватило. Но ведь пусто там, точно говорю. Трупы эти... Так что трупы? У курильщика вон в баре под люстрой скелет висит. Это не показатель. Я осторожно выпрямился, не сводя глаз с участка внизу. Бывало, предчувствия меня обманывали. Или заболеваю. Простудился, шастая по синему лесу, да ползая брюхом по голой земле. И все же я топтался на одном месте, продолжая рыскать взглядом по окрестностям, пока напарник не взмолился. — Слушай, химик, мы так три дня спускаться будем. Ну сколько можно? Мы бы уже нашли того медведя, или поле это, на нычке у курильщика сидели бы, и водку пили. Это он, конечно, загнул. До бара топать-топать, и к завтрашнему утру не успели бы. Не говоря о том, что где медведь, вообще-то до сих пор не ясно. Мы его, может, два дня тут разыскивать будем. Но, пожалуй, я все-таки чересчур осторожен. Надо идти. Тем более, что отпустило вроде. Не тошнит. И озноб прошел. Я сказал. — А знаешь, не верю я ни в какие артефактные поля. — Как? Как не веришь? — забеспокоился он. — Да нет их. Скорее всего, легенды это, понимаешь? Любое такое... такое место... я взмахнул рукой. Вот, типа зоны, легендами быстро обрастает, да суевериями всякими. Потому что жизнь наша зависит не только от умения и осторожности, но и от фарта. Отсюда и сказки всякие про поле артефактов, хозяев земли, черного сталкера, монолит. — Монолит не сказка, — возразил он обиженно. — Скажешь тоже. — Что, и доктор по-твоему сказочка? — И хозяева зоны, они точно есть. — Конечно, доктор не сказка, он оскольких вылечил. — Да я его и видел один раз. Но остальное... — Ах, ладно, что с тобой спорить с неучим. Грузовик стоял к нам задом, к разваленным передам. Зеленый тент, зеленая кабина. Краска облупилась, вся в трещинах и рыжих пятнах ржавчины, дверца водительская приоткрыта. Мы прошли мимо, на всякий случай заглянув внутрь. — Никого, ясное дело, хотя я не удивился бы, обнаружив зомби или просто скелет водилы, фуражки из кобурой на боку, сжимающий баранку костяными пальцами. Зато возле переднего колеса лежали человеческие кости и два черепа. Один смятый, почти раздавленный. Даже птицы здесь не чирикали и мухи не жужжали. Дойдя до башни, мы осмотрели висящее тело. — Кайот, — сказал Пригоршня. Это и вправду был он. Тощий, рыжеватый сталкер с веснушчатым лицом. Висел, как буратино, в комнате у Карабаса-Барабаса. Голова свесилась на грудь, конечности безвольно повисли. Лицо искажено, словно перед самой смертью что-то напугало Кайота. Напугало до смерти. На правом запястье виден ПДА, а на земле под телом мокрая лужа. Никита шагнул ближе, осторожно ухватил за ботинок и потянул. И тут же отскочил. С глухим чмоканьем Кайот отлепился от кладки и рухнул под башни. Напарник засопел и сплюнул в траву. Спина мертвеца потекла, будто сливочное масло на жаре. Там что-то поблескивало и булькало, мягко подрагивало. Мы быстро попятились от тела, потому что, как только оно упало, вокруг начал распространяться специфический сладковатый запах. — Ты раньше видел такое? — спросил Никита почему-то шепотом. Я мотнул головой. — Нет, но ткани так не должны разлагаться. Это бред. Все еще пятясь, мы прошли мимо закрытой двери постройки и только тогда повернулись к мертвецу спинами. Койота я почти не знал. Встречался несколько раз у курильщика. Сталкер как сталкер, обычный бродяга зоны. Но на душе все равно не по себе стало. Муторно как-то. Вот был человек и не стало, причем умер страшной смертью, судя по искаженному лицу. Его ПДА будет давать сигнал, пока не разрядится, а после метко погаснет вслед за человеческой жизнью. — Что-то мне на другого и смотреть теперь неохота, — признался напарник. Все же мы подошли ко второму телу и стали молча разглядывать труп. Тут уж нельзя было сказать, испытывал ли покойный перед смертью такой же ужас, как койот, или нет, потому что лицо его, как и все тело, было не то объедено, не то наполовину растворено какой-то кислотой. Кожа слезла лоскутами, клочья одежды въелись вплоть, будто смешавшись с нею. Целыми остались лишь ремень с пряжкой, которая блестела, словно только что начищенная, ботинки, кобура и ПДА на запястье, напоминавшим краснобурую палку. — Узнаешь его? — спросил Пригоршня. — Нет. — Наверное, тоже кто-то из ребят-курильщика. — Ладно, ты постой, а я в доме погляжу. Чуть пригнувшись, он отошел к одноэтажному домику. Движения напарника изменились, стали вкратчивыми, сдержанными и выверенными. Ноги в армейских ботинках бесшумно касались земли. И не верится, что этот здоровяк может так передвигаться. Грозу Никита повесил за спину, достал кипарис и выставил его перед собой, сжимая обеими руками. У меня самого только ПМ в кобуре, да еще калаш. Надо, наконец, что-то покруче приобрести. Хорошее же все же оружие, это гроза. И дорогое. Но я денег не жалел, потому что я теперь чувствую себя рядом с напарником в безопасности. Ну, относительно. Настолько, насколько это вообще возможно в зоне. Перед приоткрытой дверью он остановился, прислушиваясь, затем толкнул ее стволом, присев, качнулся вперед. Глядя на меня, махнул рукой и исчез внутри. Я ждал, отойдя от трупа, изучая руины и грузовик. Пригоршня появился вскоре. Кипарис под мышкой висит, длинные руки расслаблены вдоль тела, покачиваются. Улыбнулся краем губ. Ну и хорошо раз так. Пока он ко мне шел, я опустил ствол и присел на корточки. Все-таки, невзирая на его суетливость, лучшего напарника мне не сыскать. Мы с Пригоршней уже больше года по зоне ходим и за это время стали друзьями. Причем, дружба наша такого рода, когда я на него, а он на меня может положиться во всем. Я знаю, он прикроет. Он знает, я не кину, поделюсь барышом по-братски. Он стрелок, а я... я химик. Нет, стрелять я, конечно, тоже умею, но вообще-то из меня боец не самый крутой. У меня, слава, черному сталкеру другие достоинства имеются. Око там, сказал он, проходя мимо, а больше ничего нет. Я к нему боюсь подходить, но его, ты сам давай, я пока осмотрюсь еще. И направился вокруг башни, шелестя травой. А я растерянно спросил след. Око? Он не обернулся, должно быть, про себя наслаждался произведенным эффектом. Око. Редкая штуковина и дорогая очень, но я все равно продавать его не буду, для других дел пригодится. Стоп, не дели шкуру недобытого артефакта, плохая примета. Я вошел в дом. Наверное, здесь раньше какой-нибудь сторож жил, вроде смотрителя маяка, только этот заводонапорной башни приглядывал. Теперь, конечно, давно нет никого, места вокруг глухие, дикие, в одиночку тут только зомби да контролеры шастают. Комната пустая совсем, лишь в углу обломки стула и проржавевшее ведро. На стенах еще остались куски обоев, а штукатурка с потолка вся обвалилась, дранка видна. На середине комнаты, где-то в метре над полом, висел блеклый, зелено-синий овал размером с кулак, формой и вправду слегка на глаз похожий. Полупрозрачный, в центре густой, а по краям разреженный, так что сквозь него противоположная стена просвечивала. Состоял он из чего-то полуматериального, вроде и вещество там, а вроде и энергия. Я обошел его, почти касаясь плечом стен. Счетчик Гейгера молчал. Воздух чуть дрожал, артефакт был окружен шаром едва заметного мерцания, в котором иногда плясали искорки. Сощурившись, я присел на корточки. Но надо же! Окутавшее око пуховое облачко имело ножку, напоминая проросший из пола огромный одуванчик. Когда я приблизился к артефакту, услышал едва уловимое жужжание. Не жужжание даже, а зудение, как бы свист с тонким дребезжанием. Снимая с пояса контейнер, шагнул ближе, потом еще ближе и, наконец, оказался прямо возле ока. Оно висело на высоте поясницы. Я наклонился, заглядывая в центр, и увидел там вполне четко картину. Землянка в окружении густых зарослей, рядом костерок горит, перед ним сидит на корточках мужик в камуфляжной куртке, две короткие рогатины, железный пруд, котелок, и знакомец помешивал в нем палочкой. Я видел все это с высоты метра три. Голова вдруг поднялась, резко повернулась, влево, вправо, а после мужик уставился вверх, прямо на меня, так что я даже отпрянул, узнав Хемуля, известного в наших краях сталкера. Хемуль тоже отпрянул, повалился на спину, дрыгнув ногами и зацепив котелок. Дальше я плохо разобрал, но, кажется, один конец стержня вывернулся из рогатины и котелок опрокинулся в костер. Звуков слышно не было. Картинка внутри артефакта побледнела, будто ее заволокло серым паром. Последнее, что я увидел, высунувшись откуда-то сбоку Хемуль с пистолетом, из которого он принялся палить в небо. Я отшатнулся. На мгновение показалось, что сейчас он залепит мне прямо в лоб. Но ничего не произошло. Пули из ока в потолок не вылетели. Зато, когда я посмотрел вновь, картинка исчезла. Вот такие дела. Интересно, там над ним тоже око висело, которое Хемуль раньше не замечал? Ведь наверняка что-то было, не пустого же воздуха он испугался. Надо, когда встретимся, напомнить про этот случай и спросить, что он видел. Так или иначе, мне око ничем не угрожало, и я, став смелее, отстегнул от ремня фиксатор контейнера. Плотно пригнанная крышка тяжело сдвинулась в пазах, обнажив металлическое нутро. Я подвел контейнер под око и поднял, так что оно оказалось внутри. Придерживаясь снизу одной рукой, второй закрыл крышку, шагнул назад. Око проплыло сквозь стенку. — Черт! Я постоял, растерянно пялись на него. — Нет, на самом деле оно никуда не плыло, а висело себе по-прежнему на одном месте. Или все же сдвинулось немного. — Точно, сместилось слегка, и теперь вот обратно возвращается, качаясь, как головка цветка на стебле. — Что делать? — Немного отступив, я вновь присел на корточки. Сощурился. Вот он, стебель. Изогнулся, когда я контейнер сдвинул, но теперь распрямился. — А что, если кристалл использовать? Сможет он эту ножку перерубить, перерезать? — Да, пожалуй. Хотя он же и сам редкий, да дорогой очень. Стоит ли ради одного артефакта лишаться другого? И потом, если кристалл с оком как-то взаимодействовать начнут? Я же еще не пробовал их совместить, и не знаю, что может произойти. Но если подумать, око более ценно. Курильщик, к примеру, за него раза так в полтора больше денег отвалит, чем за кристалл. Я прижал ладонь к висящему на пояс второму, маленькому контейнеру, и тут вспомнил, что артефакт, который мы недавно добыли возле заброшенной фермы, предварительно распотрошив двух зомби, сейчас у пригоршни. — Где он, кстати? Почему так тихо снаружи? Забеспокоившись, я встал, попятился от ока, испытывая иррациональное нежелание поворачиваться к нему спиной, и вышел из домика, подняв автомат. И с облегчением опустил его, увидев напарника, который, должно быть, за это время успел обойти башню, и теперь пытался отпереть дверь. Он склонился, ковыряясь в щели армейским ножом, вымененным у одного вояки за ящик водки и пять банок сгущенки, которые мы прошлой зимой раздобыли на заброшенном складе неподалеку от агропрома. Я направился к пригоршне, а он тем временем, подвигав лезвием, рванул ручку и что-то с хрустом сломал, не то засов, не то язычок замка. Дверь открылась. Пригоршня сунулся внутрь и заорал. Крик был настолько диким, что в первый миг ошарашил. Никогда раньше я не слышал, чтобы человек так кричал. Напарник дернулся назад, поскользнувшись упал на спину и пополз, не прекращая вопить. А я растерялся. Состыл вместо того, чтобы схватить автомат и открыть огонь поверх пригоршни в темный дверной проем. Ведь сейчас оттуда что-то выскочит. И тут меня опять пробрало, да сильнее, чем на склоне. Словно невидимая рука просунулась в грудь, сдавила, сжала сердце. Я охнул, упал на колени, кажется, тоже завопил, хотя сам не слышал крика. Из башни лезло оно. А пригоршня уже карабкался на четвереньках, не оглядываясь, и кричала, разевая рот большой буквы О. Когда его и меня разделяло несколько метров, я, наконец, смог совладать с ужасом, затопившим, казалось, все тело. Руки ходили ходуном, ноги подгибались, но я кое-как встал, прижав калаш к левому боку, открыл огонь. Согрохотало, задребезжало все вокруг. Пригоршня вдруг оказался совсем близко. — Не пали! Без толку! — прорал он в самое ухо. — Ходу! Я прекратил стрелять. Он схватил меня за плечо, дернув так, что я чуть не упал, и помчался прочь. Мы бежали, то и дело оглядываясь, и ясно было, что убегать смысла нет. Оно двигалось куда быстрее, распространяясь от башни валом, набухая, догоняя. Ужас катился впереди, будто ударная волна, наполняя мозг слепой паникой. — Не успеем! — прорал я. — Нет! Стой! Куда ты? Но Никита уже запрыгнул в кабину, втягивая меня за собой, перекатился на соседнее с водительским место. — Ключ! Ключ есть! Ключ и вправду торчал из замка зажигания. Пока я усаживался, пригоршня его повернул. Мотор заурчал. — Значит, он на ходу, грузовик этот. Наше спасение! Потому что оно, вот уже совсем близко, уже накрыло мертвеца в траве, и тело того затрепетало, вспенилось красным, растворяясь, растекаясь по земле. Я затряс, забился на сиденье, топая ногами под рулем, не попадая по педалям. Наконец попал, дернул рукоять передачи, и втопил газ так, что грузовик рванулся с места в тот самый миг, когда оно подкатилось к задним колесам. Глава вторая. Пригоршню так прозвали, потому что он старые вестерны очень любил. И в былые времена, еще до того, как мы подружились, на вопрос, за сколько на дело подпишется, неизменно отвечал. За пригоршню долларов. А если предлагали конкретную сумму, которая его устраивала, говорил. — Ладно, но только если ты добавишь на несколько долларов больше. Теперь-то он уже так не говорит. Подрос. Хотя ковбойскую шляпу до сих пор носит. Несмотря на то, что полюсу неудобно в ней. Поля за ветки цепляют. Почему-то мне все это вспомнилось за мгновение до того, как он выкрикнул. — Поворот, химик! Я крутанул руль так, что показалось, сейчас машина развалится на части. Просев на левый бок и чуть не встав на два колеса, грузовик развернулся, следуя изгибу земляной дороги. Справа открылся вид на башню, и я различил шевеление среди развалин, беспорядочное движение, будто отовсюду из-под земли лезли огромные муравьи. Потом их скрыл сарай-развалюха. — Там что, крысы? — заорал я. Вместо ответа он сорвал с плеча грозу, высунулся наружу, стекло в дверце было разбито, но стрелять не стал. Я обеими руками сжимал руль, норовивший выпрыгнуть из пальцев. — Оно их перед собой погнало, — выдохнул напарник, плюхаясь обратно на сиденье. — Понимаешь, это как от выброса. Бросив взгляд в испещренные трещинами зеркало заднего вида, я невольно сморщился. Оно исчезло из виду, оставшись где-то позади, но ландшафт оживал. Из всех созданий зоны я больше всего не люблю крыс. Не переношу их. Это, наверное, фобия, да только здесь не водятся психиатры, чтобы от нее избавиться. Мерсость, мерсость, мерсость. И мерсость эта бежала от водонапорной башни, серый шевеляющийся вал преследовал нас. — Поворачивай! — заорал пригоршня, и я вновь крутанул руль, на этот раз влево. Впереди был большой сельский дом. Мы пронеслись мимо, своротив покосившуюся ограду, чуть не зацепили бортом колодец, но все же миновали и это препятствие и вылетели на огород. — Кабан! Я уже и сам увидел. Мутант размером с новорожденного теленка, черный и косматый, бежал по грядкам, взрывая землю острыми копытами. Грузовик вильнул, едва мы с ним не столкнувшись, снес другую ограду, перепрыгнув через выгребную яму, и мы очутились на площади. Чернобыль — городок небольшой, но центральная площадь у него приличная, с кинотеатром и памятником Ленину. Двигаясь от развалин, мы успели пару раз повернуть, теперь башня была не точно позади, а где-то слева. С той стороны на площадь накатывала волна крыс, среди которых мохнатыми холмами возвышались кабаны. Прав, Никита, это что-то вроде гона. Обезумевшее зверье несется со всех ног, и не только страх им владеет, но и кровожадная ярость, неистовство, поэтому оно бросается на все живое, что попадается на пути, сгрызает его и несется дальше, пока силы окончательно не иссякнут. Мотор заглох возле кинотеатра. Но я не сразу понял, что произошло. Пялился на бегущих к нам крыс, замерев, будто кролик перед удавом. — Все, встали! — прорал пригоршня мне в ухо и сильно пихнул в плечо, так что я чуть не вылетел из кабины. — Вылазь! Крысы приближались. Сотни существ, охваченных паникой, и волна их вот-вот должна была захлестнуть грузовик. Цунувшийся между мной и рулем пригоршня распахнул дверцу, выставил в нее грозу и шмальнул из-под ствольника. Сорока-миллиметровая граната ВОК-25 взорвалась, полетели ошметки плоти. Не только крысины, там были и псы, слепые чернобыльские мутанты, бегущие вместе с грызунами. Напарник второй раз толкнул меня и, наконец, выпихнул из кабины. В последний момент я машинально попытался ступить на подножку, но подошва ботинка соскользнула, и я рухнул на асфальт, сильно приложившись лбом. В голове будто что-то лопнуло. От удара на вождение прошло. Я встал на колени и рванул автомат с плеча. Страх все еще хлестал мозг шипящими ядовито-красными плетьми, но теперь я мог действовать. Крысы с псами были прямо передо мной. Всего несколько метров разделяло их и грузовик. В этот момент выбравшийся на капот пригоршня начал стрелять, и я последовал его примеру. Виск, хруст, вой. Когда я повел стволом в сторону, взметнулась красно-коричневая волна, состоящая из крови, мяса и раздробленных пулями костей. В сплошном крысином фронте образовалась полукруглая выемка. Они стали обтекать нас, но не окружать, потому что за грузовиком было здание кинотеатра. У меня автоматные рожки модифицированные, расширенные. В каждом не по тридцать, а по сорок пять патронов помещается. Рожков всего семь. Еще пистолет, но от него сейчас пользы немного. Патроны закончились. Я потянулся к сумке на ремне. Пригоршня сверху выкрикнул. — Назад! Отступай! Прикрою! Как только один из нас прекратил огонь, волна крыс нахлынула, выемка стала распрямляться, исчезая. — Назад! Давай! Он схватился за кипарис, широко расставив согнутые ноги и, наклонившись вперед, начал стрелять с двух рук, едва удерживая тяжелую грозу. Упав, я прокатился под грузовиком, ударился плечом о ступень, протиснулся над нею и вскочил. Теперь машина скрыла меня от крыс. Пригоршня все еще стояла на капоте, а я, успев перезарядить автомат, метнулся к дверям и с разбегу высадил их. Повернулся, заорал, стараясь перекрыть грохот автоматов. — Сюда! Сюда давай! И тут грузовик качнулся. Словно по другую сторону в него врезалось что-то большое. Или кто-то. Но не крысы ведь. Слепые псы тоже на такое не способны. Даже тысячи в панике убегающих грызунов, пусть это местные мутанты, не могут перевернуть машину. Но она вдруг перевернулась. Я все равно не увидел, кто именно опрокинул ее. Успел заметить лишь, как пригоршня падает с капота, а потом машина надвигается, скребя бортом по граниту, и я спиной влетел в холл кинотеатра, чтобы не раздавило. Стало темнее. Тент грузовика закрыл двери. — Никита! — выкрикнул я и побежал вдоль стены. Окон в ней не было. Висели выцветшие плакаты каких-то древних фильмов с названиями «Экипаж», «Пираты двадцатого века», «Безымянная звезда». Дальше были окошки касс и другие двери. Я повернулся, чтобы возвратиться к грузовику, одновременно раскрывая контейнер на поясе, собираясь пробить тент, ведь надо было как-то впустить напарника сюда, если, конечно, его не раздавило о ступени, что, скорее всего, и произошло. Но тут брезент прорвался сам собой, и поток зверя хлынул в холл. Сжав пальцы на том, что лежало в контейнере, я метнулся в обратном направлении. Администратор, кафе, ударившись всем телом о дверь с надписью «Вход в зал», влетел внутрь, поскользнулся, чуть не упал, выпрямился и замер, стоя спиной к экрану, глядя на ряды, ряды, ряды сидящих лицами ко мне фигур. Издали зомби не всегда отличишь от человека. В конце концов, они из людей и получаются. Из кого же еще? Хотя что с их мозгами происходит, лично я не знаю. Конечно, движения у них меняются, становятся дерганы, ломаны, но они даже разговаривают иногда. Бывает, чушь несут, а бывает, вполне связано. В первый миг у меня возникла мысль, что они смотрят фильм. В зале было полутемно, из квадратного окошка на противоположной стене лился белый свет, но именно белый, по нему не пробегали тени и волны. Зрители недовольно бормотали, заполняя помещение рокотом голосов и одновременно стучали ногами по полу. Раз, 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 будто выражая нетерпение. Я оглянулся. Экран за спиной был озарен, то есть старенький киноаппарат крутился, хотя пленка в нем отсутствовала. Когда я возник на фоне экрана, зомби заворчали громче и начали подниматься. Вот тогда-то я и понял, кто это. Несколько десятков их собралось в зале, они даже смогли запустить аппарат, повинуясь, должно быть, каким-то неявным воспоминанием из прошлой жизни. Ну и только. Сразу дюжина страшил, двинулась по проходам вниз и одновременно в дверь, через которую я проник сюда, влился поток крыс. Увидев, что в зале три двери, две внизу, по сторонам от экрана, и третью вверху, слева от последнего ряда, я бросился ко второму выходу. Заперто. Я обернулся. Виск, писк, топот лап. Крысы затопили уже треть зала. Зомби спускались, и вот первый из них вступил в поток грызунов. Сразу несколько крыс, подскочив, вцепились зубами в его икры и колени. К тому времени я достал из сумки артефакт под названием грави и мясистую, влажную лозу волчьего зева, растения редкого и необычного. Обмотал ее вокруг сплюснутого комка, состоящего из остатков растений, земли, корней и коры. Все это будто срослось под действием чудовищной гравитации, превратилось в сплошную стекленистую массу. Потому-то меня и называют химиком, хотя, пожалуй, больше подошла бы кличка алхимик. Я чувствую артефакты и могу сделать с ними такое, на что не способен никто. Как только лоза крест-накрест сдавила грави, тот стремительно нагрелся в моей руке. Еще немного и прожгло бы кожу, но я уже швырнул артефакт вперед. Бомба упала примерно на середине площадки, которая разделяла экран и первый ряд. По опыту, зная, что произойдет, я вцепился в массивную ручку двери. После удара о пол первая вспышка. Прозрачный фонтан бьет в потолок и все вокруг содрогается, извиваясь. Я повис, держась обеими руками параллельно полу. Когда вспышка погасла, упал, но тут же вскочил и побежал вдоль стены вверх, мимо неповоротливых зомби. А внизу образовалось то, что я называл гравитационной воронкой, хотя природу явления толком не понимал. Пол сломался, часть зала вместе с сиденьями провалилась, фундамент под кинотеатром просел с низким тяжелым скрипом. Я бежал, не оборачиваясь, не видя, что там происходит, но примерно представляя. Третья дверь оказалась не заперта. За нею короткий коридорчик и тускло освещенная будка киномеханика. Возле аппарата на корточках стоял древний, заросший пылью паутиной зомби и тоскливо стонал, то и дело ударяя кулаками о пол. Вокруг валялись искореженные круглые железные коробки, растерзанные кинопленки, будто он пытался зарядить хоть одну из них в киноаппарат и не сил их сделать это мягкими гнилыми пальцами, стал крушить, давить в ярости. Пол содрогался, артефакт еще работал, кинотеатр опускался, нижняя часть зала сжималась гармошкой, расплющивая крыс и зомби. Зловещий киномеханик не обращал внимания на происходящее, он стенал и выл, широко разевая без зуба черный рот. Грави штука не слишком мощная, даже когда входит в реакцию сволочей лозой, но здание было совсем старым. Того и гляди, вся постройка сложится карточным домиком. Поэтому я, даже не успев кинуть взгляд сквозь квадратное окошко, в которое был нацелен киноаппарат, выскочил наружу и метнулся к двери на другом конце коридора. И вовремя. Та часть крыс, которая сумела избежать гравитационной воронки, была уже совсем близко. За коридором оказалась короткая темная лестница, потом еще одна дверь, и, наконец, я вновь очутился на открытом пространстве. Позади кинотеатра был крутой земляной склон и тропинка, вьющаяся между деревьев. Дальше тянулись улицы. Грузовик остался на другой стороне кинотеатра, а где Никита, неизвестно. Размышлять об этом не было времени. Многоголосый писк, глухой лай и топот лап наполняли все вокруг. Действие гравит как раз должно было прекратиться. Звери, скорее всего, заполнили кинотеатр и вскоре будут здесь. Я побежал по дорожке, крепко сжимая автомат. Достигнув конца склона, где начинались первые дома, оглянулся и увидел, как сплошной вал грызунов переваливает через вершину, катится вниз все быстрее, быстрее. Уродливые твари! Чувствуя, что паника вновь охватывает меня, пытаясь сопротивляться ей, помчался по улице, вылетел на узкий бульвар и тут был вынужден остановиться. Навстречу неслась стая кабанов. Я полоснул их короткой очередью, оглянулся и бросился в сторону, влетел в распахнутую калитку. Справа бурьян, слева дом с раскрытыми дверями, впереди крысы. Пришлось нырять в двери, на ходу перезаряжая оружие. Миновав прихожую и коридор, я остановился. С подозрением посмотрел через плечо, повернулся из стороны в сторону. Никого. Что такое? Почему они следом не... Огляделся вновь, вводя стволом из стороны в сторону, готовый открыть огонь при малейшей опасности. Обычная кухня. Плита, рядом газовый баллон стоит, дальше комната с облезлым диваном и старыми коврами, даже с телевизором черно-белым на тумбочке. В стене проем занавешан тюлем, за ним, наверное, вторая комната. Прохладно, тихо и сумеречно. Спокойно вроде. Я медленно пересек помещение, не опуская автомат. Возле телевизора, большого, с треснувшим кинескопом, под которым была пластиковая панелька с надписью «Горизонт», стволом отвел занавес, заглянув во вторую комнату. Пошел туда. Здесь уже совсем темно было. Во всяком случае, мне так казалось, пока глаза не привыкли к извещению. На окнах занавески, а снаружи высокие лопухи шелестят, поэтому дневной свет внутрь почти не проникал. Под стеной стояла кровать, под другой, между окнами, книжный шкаф. Везде ковры. Давным-давно, еще во времена СССР, это круто считалось. Ковры. Не всякий достать мог. Да и стоили они, поэтому признаком зажиточности были. Вот ими стены и увешивали. А на пол класть все не решались. Жалко ведь дефицит топтать. Я чуть не подскочил, когда до меня дошло, что на кровати под одеялом кто-то лежит. Вскинул автомат, но стрелять не стал. Он не шевелился. И громко позвал. «Эй, ты!» Тишина. Я сделал осторожный шаг, потом второй, третий. Встав рядом, стволом приподнял одеяло, отбросил и сразу вскинул автомат. Там лежал пацан лет пятнадцати с виду. В спортивных штанах, футболке и брезентовой курточке поверх нее. Голова на подушке, ладонь под щеку подсунута, светлые вьющиеся волосы, тонкие, почти девичьи черты лица. «Эй!» Повторил я. «Нет, он не спал. Это был труп. Хотя я и не ощущал запаха разложения. И вроде повреждений никаких. Стволом я приподнял полу куртки, опустил, ткнул его в грудь, в живот. Твердый, будто каменный. Он что, мумифицировался тут каким-то образом? Или это вроде комы, и пацан жив на самом деле?» Я наклонился, перевернув оружие, осторожно постучал прикладом по его лбу. Сейчас, когда сердце перестало колотиться и дыхание успокоилось, я уже слышал шум, доносящийся с улицы, приглушенный треск и мягкий топот тысяч лапок по земле. Нельзя в доме надолго оставаться. Этот островок спокойствия в любую минуту захлестнет кипящее море зверья, разлившееся по Чернобылю. На запястье, вытянутый вдоль тела руки, поблескивал ПДА. Увидев его, я выпрямился, пошевелил плечами. Мой компьютер, по которому можно было определить место расположения Никиты, остался в рюкзаке. А рюкзак? Нет рюкзака. Я даже не помнил, когда скидывал с плеча его лямки. Когда от башни бежал? Или уже в грузовике, чтоб не мешал? Ведь сидеть в водительском кресле, да еще и править бешеном чащееся машиной с рюкзаком на спине очень уж неудобно. А может позже, в кинотеатре? Да нет, ведь перед этим прокатился под грузовиком. Как бы я там катался с объемистой ножей на спине? Так или иначе, избавился я от рюкзака совершенно машинально, и на сознательном уровне событие в памяти не отложилось. А ПДА нужен. Ох, нужен. Повесив автомат на плечо, я осторожно протянул руку. Двумя пальцами, ухватившись за грубый толстый ремешок, перевернул запястье пацана ладонью кверху, оно было холодным и твердым, как гранит. Вытянул вторую руку, расстегнул пряжку и, наконец, завладел компьютером. Немного отойдя, положил на ладонь. Включил. Мигнула лампочка. Едва слышно затрещал миниатюрный винчестер, и прямоугольный экран осветился. Под ним длинная панель переключения между различными утилитами, слева вверху два узких светодиода, красный и зеленый, а справа овальный сенсорный джойстик для перемещения карты по экрану. Вокруг джойстика четыре кнопки. На двух телефонной трубке нарисованы еще на одной конверт, а на последней какой-то неразборчивый значок. Почта и все остальное мне сейчас не нужны были. Мне бы пригоршню отыскать. Увеличив масштаб, я сдвинул карту. Она блеклая, серо-зеленая, со схематичными изображениями. Изогнутые ленты дорог, прямоугольники крыш. Ага, вот и Чернобыль. Теперь правее. Я чуть не присвистнул. Сразу шесть зеленых крестиков с кружками вокруг них. Пять сбились в кучу и находятся где-то позади, а шестой — это же наверняка пригоршня. Вот он перемещается по улице к западу от меня и быстро перемещается. Бежит, то есть. Надо к нему. Помочь, если... Кружок скакнул вбок, перепрыгнул на соседнюю улицу, потом вновь повернул. Метко погасло. Возникло опять. Погасло. Вновь загорелось, но теперь красным. Это означало, что Никита мертв. И тут же она стала зеленой, потом на мгновение исчезла, чтобы объявиться чуть в стороне. После этого кружок потускнел, секунд через тридцать посерел. Я вообще раньше не видел, чтобы метки принимали такой цвет и понятия не имел, что он означает, если вообще означает что-нибудь. И пропал окончательно. Некоторое время я стоял в полной растерянности, пялись на карту. Неужели Никита погиб? Или это глюки системы? Нет. Так мне напарника не найти. Хорошо, но вот эти пятеро, а не кто? С медведем пошло семь человек. Двое остались возле водонапорной башни, убитые тем, что скрывалось в ней. Так что, я вижу остальных сталкеров-курильщика? Но медведь выходит не с ними, потому что его особой метки среди них нет. И вдруг она возникла, на самом краю экрана, где-то за рекой. Крякнув, я резко уменьшил масштаб, раздвинув края карты во все стороны. Метка фиолетового цвета, именно такой делала ее особая микросхема, добавленная в ПДА бородой, помощником курильщика, который хорошо в электронике шарил, мигнула на берегу Припяти возле того места, где река поворачивала. Разгорелась, стала очень яркой. Пропала. Я недоуменно потер лоб, пытаясь сообразить, что бы это значило. Поглядел на пять кружков, что расположились рядом друг с другом. Что-то с ними не так. Почему они посреди реки? — Йо-моё, — тихо сказал я. Они находились на барже-пароме, той самой, которая уже много лет стояла на одном месте. И они почти не двигались. Ну, конечно, баржа хоть и большая, все равно это совсем другой масштаб. Если сталкеры по палубе перемещаются, ПДА улавливает движение лишь как дрожь меток. Значит, сталкеры живы еще. И даже если медведь не с ними, все равно надо немедленно туда идти. Они расскажут, что в этих местах с зомби-побери вообще происходит. Надевать ПДА на запястье я не стал. Сунул в карман. Пожалуй, стоит глянуть в окно, выходящее на бульвар, и сквозь заросли лопухов попытаться рассмотреть, что там происходит. Шагнул вперед, и тут между ног что-то резко сдвинулось. Отскочив, я споткнулся о половик и уселся на него задом, спиной прижимаясь к шкафу. В полу появилось темное отверстие. Прикрывающие его куски половиц отлетели в стороны. Палец сам собой сжал курок, автомат выпустил две пули и смолк, опустил рожок. Надо было перезарядить, но на меня, как и в грузовике, нашло оцепенение. Я завороженно пялился на отверстие, из которого показалась острая морда, а после и голова. Крысиный волк. Крупная зверюга. Если он здесь, то и вся стая поблизости. Он полез наружу. Сбоку возникли морды помельче. Множество морд. Звери пытались выбраться одновременно, но отверстие не позволяло. Я вскинул руки, ухватил то, что уступало из-за края полки прямо над головой и рванул. Это оказалась стопка каких-то журналов. Мгновением позже я разглядел надпись «Вокруг света», прошитых веревочкой. Годовая, судя по толщине и весу. Со всей силы я обрушил ее на голову у крысиного волка, уже до половины высунувшегося из отверстия. Башку я ему не размозжил, но зато вбил зверя обратно в подполье. Снизу донесся глухой звук, писк, скрежет когтей, и все крысиные морды разом исчезли. Пол подо мной уже поскрипывал, половицы дрожали. Множество существ тыкались в них, стараясь приподнять, взломать, чтобы выбраться наружу. Встав на колени, я стал швырять в отверстие другие журнальные подшивки, потом книги. В темноту полетели тома Уэллса, Диккенса, Жюль Верна, Лондона. Опомнившись, перезарядил, наконец, автомат, сунув ствол в отверстие, заглянул. Там что-то шевелилось, сновало из стороны в сторону, горели глаза, крысы вновь пытались вылезти в комнату. Потом хрустнуло, и вдруг из мрака взлетело большое продолговатое тело. Крысиный волк, подпрыгнув, вцепился зубами в ствол. Чуть не заорав от неожиданности, я открыл огонь. Мгновение зверь висел на автомате, сползая, мучительно царапая клыками металл, а затем голова его взорвалась, и тело упало обратно. Я стрелял, то водя автоматом из стороны в сторону, то, описывая им восьмерки, спирали и петли, поливал огнем темноту подпола, пока не опустил и этот рожок. Распахнув сумку, выдрал оттуда бензиновый баллончик, которым заправлял свою зиппу, зубами сломал пластиковый клапан и перевернул. Жидкость потекла вниз, где шевелилась, сопела, хрустела и хлюпала. Когда баллончик опустел, достал зажигалку, не жалко, у меня еще две есть, чиркнул и разжал пальцы, позволив упасть. Вспыхнул огонь. Сначала синий, потом красный. В огне засновали гибкие тени. Я перескочил через дыру, побежал к двери и выпрыгнул наружу, на ходу перезаряжая автомат. Куда теперь? Приподнялся на цыпочках, чтобы видеть поверх лопухов. Бульвар был забит крысами, псами и кабанами. Настоящий гон. Такое бывает только после больших выбросов из центра зоны. Но тогда твари атакуют кордон, то есть внешний периметр, доставляя хлопоты военным. А тут? Это сила, полезшая из башни. Что это было? Ни я, ни пригоршни так и не сумели толком разобрать. Слишком большой ужас оно внушало. Должно быть, не обошлось без телепатического воздействия. От запрудившего бульвар потока зверья то и дело отделялись рукава, вливаясь во дворы окрестных зданий, поворачивали в переулки и боковые улочки. А тем временем из дома, возле которого я стоял, пахнуло гарью, изнутри доносился треск горящего дерева, писк, за окном клубился дым. Пора сматываться. Крысиного волка-то я завалил, но всю стаю не перестрелял. Еще немного, и они повалят наружу. Пятясь, не оторвая взгляд от бульвара, я достиг небольшого огорода, миновал будку сортира и уже потом, развернувшись, рванул дальше. Впереди оказалось несколько домиков, так что пришлось перебираться через разделяющие дворы заборчики. Потом начался склон, поросший деревьями, между которыми тянулась кривая деревянная лестница со ступеньками-бревнышками. Я сбежал по ней, чуть не падая, перемахивая через пять ступеней за раз, и когда был уже на дне оврага, оглянувшись, увидел, как вверху появились звери. Под склоном полоса земли и понтонный мосток, ведущий к узкому островку всего в нескольких метрах от берега. На острове, я знал, были пляж, разваленный кафе и лодочная станция. Доски заходили ходуном, того и гляди, какая-нибудь провалится, и окажусь я в воде между полыми жестяными бочонками, поддерживающими мост на плаву. Все же я благополучно набрался до острова. Вздымая фонтаны песка, пересек пляж и остановился возле лодочной станции. Вот она река, широкая в этом месте, метров восемьдесят до противоположного берега. И куда правее острова, почти на середине стоит баржа, похожая на приземистый длинный утес, мохнатый и темный. Я лихорадочно огляделся. На песке валялось несколько разбитых водяных велосипедов и дырявые лодки. А что это там, за будкой лодочника? Сделав несколько шагов, я увидел небольшую пробковую посудину, когда-то красного цвета, а теперь коричнево-розовую, всю в мелких трещинах. Схватил ее за борт, легко приподнял, бросил днищем на песок, а бежал, приглядываясь. Нет, не дырявая, кажется. А весла где? Тем временем зверье затопило берег. На краю реки живая лавина слегка задержалась, но задние напирали, и среди волн уже мелькали крысиные головы, ну а по мосту, который я только что пересек, бежали псы. Толкнув лодку ближе к воде, я бросился к будке, вломился в нее, но того, что мне было нужно, не нашел. Выглянул сквозь широкое окно в другой стене. Вот оно. Прямо из песка торчало весло. Я выпрыгнул в окно, едва коснувшись ногами подоконника, схватил весло и, видя, что крысы и псы уже добрались до острова, метнулся в обход дома. Лодочка была совсем легкой. Спихнув ее в воду, бросил автомат под скамейку, налег, отталкиваясь ногами от дна, пока вода не дошла до середины бедер и перевалился через корму. Течение тут же подхватило нас. В Припяти оно сильное, куда быстрее, чем в Днепре. Лодка сразу начала поворачиваться, но я, встав коленями на носовой доске, схватил весло и погреб. Цевье в моих руках сломалось. Твою мать! Лишь в последний миг я успел схватить нижнюю часть, а верхушка будто хнулась в воду и поплыла, обгоняя лодку. Теперь в моем распоряжении осталась овальная лопасть с рукоятью длиной сантиметров сорок. Что за день такой? С утра не задался. Как при помощи этого управляться с лодкой? И все же я стал грести, потому что звери уже плыли через Припять. Сотни их течения уносило прочь, но другие сотни, скатываясь с холма, падали в реку и постепенно расстояние между ними и мной сокращалось. Стало темнее, солнце исчезло за холмами, приближался вечер. Я греб, что было сил, от берега удалялся медленно, течение сносило лодку куда быстрее. Кроме того, я устал, орудовать обломком было гораздо тяжелее, чем нормальным веслом. Сердце колотилось, грудь тяжело вздымалась, руки ныли. Оглянулся, между волнами мелькали головы. До парома дотяну как-нибудь. Даже для зоны он был очень уж странным, этот несоразмерно огромный паром, поросший мхом и мелкими кустиками, со свисающими в воду лохматыми тросами, с кривым деревцем на крыше рубки. Он много лет стоял здесь посреди Припяти, не двигаясь с места. А ведь никаких якорей там не было. Стоял, постепенно зарастая, плесневея, напитываясь влагой, и говорили, что по ночам сквозь щели между досками рубки пробивается тусклый мертвенный свет. Сколько себя помню, на барже никогда никто не бывал. Никто не пытался приблизиться к ней, даже посреди яркого дня. Про ночь или вечер речи не шло. Я вновь стал грести, потом отложил весло, перекинул ремень автомата через голову, чтобы оружие оказалось за спиной, и когда течение понесло лодку мимо парома, ухватился за свисающий с борта ржавый металлический трос. Глава третья Отбежав, я присел за бортом и выставил перед ним автомат. Смеркалось, но звериные головы среди волн были еще хорошо видны. По нависающему над рекой берегу гуляла зарева. В городе начался пожар. Я перегнулся через борт, щурясь в полутьме, вглядываясь. Ага, они не приближались к барже. Те звери, которым хватало сил противостоять течению и добраться сюда, проплывали мимо, не пытаясь вскарабкаться. Псы не смогли бы, но крысы запросто. Что же это за место такое заколдованное, раз они боятся, даже рискую утонуть? Облившись холодным потом, я резко обернулся, подумав вдруг, что все это время находился спиной к опасности, что именно сейчас нечто приближается ко мне сзади. Обернулся, двигая стволом из стороны в сторону, готовый стрелять. Никого там не было. На середине палубы возвышалась рубка с деревцом на крыше, вокруг стояли ржавые машины. Ни одной иномарки, сплошь «Жигули», «Москвичи» до «Запорожцы», а еще «Белая Волга» и пара грузовичков. Паром остановился здесь, посреди реки, когда совершал очередной рейс, самый обычный. По широкому дощатому пандусу на него заезжали машины и заходили люди, желающие переправиться через Припять. С человека должно быть двадцать пять копеек, за автомобиль рубль. Он плыл, у противоположного берега прижимался к отвесному бетонному скосу бортом, обвешанным для амортизации старыми шинами. На нем не было даже якорей, насколько я мог судить, только причальные канаты. Я вновь посмотрел на воду. Псов почти не осталось, хотя крысы еще мелькали среди волн, впрочем, теперь едва различимые. Приближаться они по-прежнему не пытались. Достал ПДА из кармана, глянул. Пять меток были прямо передо мной. «Витек! Стечкин!» громко позвал я, припоминая имена и клички тех, кого курильщик отправил с медведем. «Копытыч! Эй! Горбун! Серый! Дроля! Это химик! Слышите? Нас пригоршный курильщик за вами отправил!» Тишина. Не опуская автомата, я в полуприсядку засеменил через палубу, миновал проржавевший запорожец, добравшись до небольшого микроавтобуса у вазика кое-как на него вскарабкался, выпрямился и огляделся. Пара десятков машин стояли вокруг, из щелей между досками палубы росла трава. Ближе к носу находился грузовик с землей. Задний борт проломлен, кузов приподнят, так что значительная часть содержимого высыпалась наружу. Там проросла трава и несколько кустов. И никого вокруг, ни единого движения не угадывалось в полутьме, разве что ветви иногда покачивались на легком ветерке. Я сел, сложив ноги по-турецки, достал из сумки кусок шоколадной плитки, все, что у меня оставалось из съестных припасов, и принялся жевать. Со стороны кормы донесся приглушенный треск, и я упал набок, чтобы не подстрелили из-за какой-нибудь машины. Чуть шоколадом не подавился. Черт, надо было обойти всю баржу, прежде чем залезать сюда и торчать на виду у... У кого? Кто мог обитать здесь? К тому же очень уж я устал после всей этой беготни, глаза слепаются. Но спать нельзя еще. Хотя, скорее всего, это просто палуба скрипнула, или ветка того дерева, что на крыше рубки росло. Откуда оно там взялось, кстати? Ветер, что ли, за все эти годы земли туда нанес? Да нет, что-то не верится. Скорее уж чернозем специально кто-то притащил на крышу. Только зачем? Я достал ПДА и обомлел. Опять эти штучки. Ни одной метки. Все исчезли. Но тут же на краю экрана за широкой полосой Припяти возник фиолетовый кружок. Мигнул и погас. И что толку от всей этой техники, если ничего понять невозможно? Дьявольский район. Век бы сюда не заходил. На животе я сполз с уазика, приседая, обогнул его, перебежал к темно-зеленым жигулям, стоящим ближе к борту. Оттуда, выглядывая и вновь прячась, к яве с коляской. И увидел позади мотоцикла еще один грузовичок со спущенными шинами и откинутым бортом. Внутри были разломанные ящики. К тому времени уже совсем стемнело, но от берега лился свет пожара, так что я сумел разглядеть среди досок консервные и стеклянные банки. Еще там солома была до бумажной обрывки, остатки упаковки, должно быть, в которую стекло заворачивали. Ага, это он продукты перевозил, но потом кто-то содержимым кузова занялся. Я выпрямился, быстро осмотрелся, вновь перегнувшись, побежал дальше к корме. Перебираясь от машины к машине, обошел весь паром, а под конец заглянул в рубку. Никого здесь не было, ни внутри, ни снаружи. Пусто и тихо. И предчувствия меня никакие не посещали, дурно не становилось, как тогда, на холме возле водонапорной башни. Вот тебе и таинственное место. Ничего загадочного, ничего зловещего. Но ведь стоит паром на одном месте давно уже. Значит, что-то держит его, какая-то сила. Стоп, а если... Я бросился к борту. Ну, точно, когда я с лодки перебирался, то не обратил на это внимания. Только сейчас вспомнил. Не все тросы просто свешивались в воду, один был туго натянут, уходя в реку под углом. Да он привязан к чему-то на дне, или к нему прицепили какое-то подобие якоря. И к этому тросу, и к другому, который свешивался, наверное, со второго борта. Вот тебе и тайна. Я аж махнул рукой разочарованно. Конечно, с берегов их и в бинокль не заметишь, а подплывать люди боялись. Подумав обо всем этом, я даже осмелел. Узкие проходы между машинами казались теперь не такими опасными, и все окружающее меня темное безмолвие посреди тихо плещущейся реки будто предстало в другом истинном свете. Но все же. Почему-то ведь люди не плавают сюда. Откуда-то дурная слава у баржи взялась? Или кто-то намеренно все эти слухи распустил, чтобы отпугнуть народ? Но зачем? Еще раз осмотрев палубу, я так и не нашел люка, ведущего в трюм, и забрался в рубку. Ведь у такой дуры обязательно трюм должен быть, и вместительный. Выпив минералки из фляги, я уселся в углу под стеной, положил автомат на колени, прикрыл глаза. Зачем кому-то создавать вокруг парома ореол зловещей таинственности? Чтобы устроить схрон, ясное дело, склад. То есть это работа скупщика, вроде моего курильщика. Ладно, но где склад? В трюме. Так почему я люк, а не... Или он в борту? Где-то там, сбоку, немного выше поверхности воды. Может, через него четверо внутрь забрались? Может, они все это время подо мной находятся? Хотя ведь исчезли метки. Если сейчас кроме меня на пароме никого нет, значит, склад запертый стоит. То ли пустой, то ли с товаром. Утром надо пошарить. Вдруг ценный, что найдется. Это здравая мысль. Если скупщик зажиточный, то будет чем поживиться. Я зевнул. Спать хотелось ужасно. Эх, Никита! Жалко парня. Молодой еще? Или все же жив? Я ведь выжил, а напарник боец получше меня. Надо утром вернуться в город, если там все успокоилось, и попробовать Никиту найти. Хотя пожар все еще бушевал. Сквозь разбитое окно вместе с ночным ветерком в рубку проникали отблески пламени. Мне даже чудилось, что я слышу гудение огня, доносящиеся с берега. Конец Чернобылю, да. Где ж там теперь Никиту искать? Тем более его, может, крыса загрызли с псами? Нет, надо за ним. Утром. Надо. Что-то дернуло меня за ногу, потянуло и тут же ударило по голове, да так, что темное пространство вокруг взорвалось искрами и поплыло, поплыло, поплыло. Я еще смог заметить, что меня проволокли мимо мотоцикла с коляской и втащили под грузовик с обломками ящиков в кузове. Увидеть там пролом. Вот тебе и люк в трюм. А после сознание окончательно оставило меня. Не знаю, сколько времени прошло, может, минут десять, а может и пару часов. Главное, что меня даже не связали. Я понял это, двинув ногами, а после пошевелив рукой. Вскоре стало ясно, что я лежу лицом в холодный шершавый металл, что здесь полутемно, но все же не полный мрак. Голова болела, особенно ныл лоб, должно быть, по нему стукнули в рубки. Выходит, размышляя о Никите, я незаметно для себя заснул, чем и воспользовались те, кто скрытно наблюдал за мной все то время, пока я находился на пароме. Сталкер называется, бывалый обитатель зоны, осторожный и хитрый. Я сморщился, приподнявшись на локти, коснулся пальцами лба, услышал позади сопение и резко обернулся. Передо мной сидел, вытянув широко расставленные короткие толстые ножки, странный человечек. В первый миг я даже решил, что это псевдоплоть, таким он казался расплывчатым, аморфным, но потом в тусклом свете, льющемся из-за поворота коридора, смог получше разглядеть незнакомца. Снизу до поясницы почти нормальный, разве что ноги короткие совсем, а выше тело было покрыто пузырями, жаровыми буграми, висели складки бледной кожи. Казалось, еще немного и оно потечет, пузырясь и пенис сползет с ног и разольется по полу, как жидкое тесто. У существа были руки, пухлые, с толстыми пальцами без ногтей и бесполое лоснящееся лицо, лишенное бровей и ресниц. Человечек сжимал сломанный черенок из-под лопаты с узким ржавым наконечником. Копье, то есть. Боже мой, что за создание! Я приподнялся, когда его увидал, а карлик, коротко взвизгнув, отпрянул. Вскочив на ноги, пригнулся и стал тыкать в мою сторону копьем, настороженно похрюкивая. — Ты кто? — брякнул я, пытаясь нашарить на поясе пистолет, одновременно скользя взглядом по полу и не находя автомата. — Кто? — Ты кто? — Хрю! — Хрю! — Ты кто? — Кто? — Хрю! Монстр, как попугай, пытался повторить мои слова, коверкая их на свой лад. И он явно боялся меня, во всяком случае опасался. Я встал на колени, поглядывая то на него, то вокруг, коридор с низким покатым потолком, со сводом, выложенным крупными железными плитками. Под ним тянулись трубы. Если выпрямлюсь, легко до них рукой дотянусь. Стены тоже железные. И пол. Коридор плавно изгибался, так что я его видел метров на пять-семь всего, а что дальше, не ясно, хотя свет лился именно оттуда. — И свет этот? Я моргнул. — Ну да, он будто от факелов. Куда это я попал? Откуда факелы в трюме старого парома? Откуда коридор этот? И карлик? После обморока раздражители из окружающего мира доходили до сознания медленно, постепенно. Воздух теплый и влажный. Голова болит. Пахнет плесенью. Взад упирается что-то острое. Я привстал, оглянулся, там лежала какая-то ржавая железяка. Отодвинув ее, вновь посмотрел на существо. Убедившись, что я не пытаюсь напасть, человечек опустил копье и присел на корточки. Он все еще тихо похрюкивал и посапывал, шевеля несимметричными ноздрями дырами. Какой-то мутант неизвестный. Как же так? В зоне бывают всякие существа, много среди них и крайне необычных, фантастических. Но почему я никогда не слышал про этих созданий? Новые мутации появляются не так часто, и о каждой слухи тут же распространяются. Сталкеры начинают обсуждать повадки монстров, чем-то питаются и прочее, ведь от этого зависят наши жизни. Тебя как звать? спросил я. Мягкие уши по бокам лысой башки шевельнулись. Хрять! Как хрю? Тебя хря... хрять! Забавно, да дрожи. Вдруг мне показалось, что это сон. Все вокруг сделалось нереальным, призрачным, словно я не спал двое суток. В ушах звенит, коридор подрагивает, чуть колышется. Сморщившись, я пару раз хлопнул себя по лбу, повращал зрачками. Ощущение прошло, хотя звон остался. Едва слышный, он доносился, будто из-за экрана, на котором прокручивалось изображение окружающего мира. Я попробовал выпрямиться. Хря! Он вскочил, скали клыки, яростно тыча в меня копьем. Наконечник был хоть и ржавый, но с виду острый, и зазубренный. Ржавчина, если в рану попадет, столбняк или гангрена обеспечены. Тем более аптечку с меня сняли вместе с контейнерами и всеми поясными сумками. Я опять сел. Слушай, где мы находимся? Нахрюдимся! Вновь принялся обезьяничать он, опустил копье, и тогда я, резко подавшись вперед, почти без замаха, сильно саданул его острым концом железяки в лоб над правым глазом. Карлик, с хрипом вдохнув, повалился на спину, брыкнув короткими ножками и выпустив оружие, а я уселся на него верхом и дважды съездил ему по башке. Череп не пробил, зато рассек шкуру и на какое-то время вышиб из него дух. Прикосновение к липкой мягкой кожи было неприятно. Я словно сунул руку в кастрюлю, полную сгнивших слив. Карлик застыл, приоткрыв клыкастую пасть, я же поспешно слез с него, взял копье и, наконец, выпрямился в полный рост. Потолок и вправду был невысоким, метр два всего от пола. Пригнувшись, крепко сжимая копье, я пошел вдоль стены. Коридор плавно повернул, затем еще раз, под прямым углом и в другую сторону. В трубах над головой что-то едва слышно булькало. Не дойдя до поворота, я присел под стеной, уставившись перед собой. Что-то очень странное присутствовало во всем. Нет, ясное дело, странным было уже само наличие подобного коридора в трюме речного парома и карлика в этом коридоре. Но мне казалось, что пространство, в котором я нахожусь, стены и свод, пол и вот этот поворот, из-за которого я все никак не решался выглянуть, все это состоит из звона. Он накатывал волнами, и каждый раз, когда становился громче, окружающее начинало чуть дрожать, расплываться, а когда стихал, оно как бы стабилизировалось, уплотнялось. От звона ныли уши, и что-то в моей голове, какой-то участок мозга, отзывался на него мелким болезненным дребезжанием. Я сидел неподвижно около минуты, и в конце концов звон стих. Из-за поворота доносились приглушенные звуки. Они мне совсем не нравились, но делать было нечего, так что я, вытерев рукавом пот с олба, осторожно выглянул. В первый миг показалось это видение, глюк. Не может такого быть. Откуда здесь взялся этот зал? Пусть даже с низким потолком, но все равно он не мог поместиться в трюме парома. К тому же, как и коридор, он состоял из железа. Паром бы просто не выдержал такого количества металла. Но затем пришло понимание. Я давно не на пароме. После того, как меня оглушили в рубке, дальнейшее было лишь галлюцинацией. Никто не утаскивал меня сквозь пролом в палубе. Нет, мое тело сбросили в лодку, которое поджидало возле борта, и увезли куда-то. Вглубь зоны? Не знаю, что это за место. Может быть, катакомбы под агропромом или что-то еще. Не важно. Главное, я теперь далеко от Припяти. Это объясняло многое. Железный зал, перекрытый узорчатой решеткой проем в противоположной стене, сквозь которой был виден другой коридор, все это больше не изумляло, не казалось бредом. Но не объясняло, откуда взялись все те странные существа, которых я видел перед собой. Жирный человек, голову которого на манер падишахской челмы обматывало грязное полотенце, босоногий и в драном халате, сидел в колченогом кресле, таком низком, что пухлые коленки его находились где-то на высоте плеч. Позади, в углу, сжался кто-то в драном пальто, неподвижный и какой-то блеклый, почти невидимый на фоне остального. Этим остальным были четверо грязных людей в рванье, которые стояли на коленях перед здоровяком в кресле и кланялись, повизгивая, стеная, бормочая, кудахча, как взволнованные курицы. Я в первый момент принял их за зомби, но потом понял, нет, обычные люди, хотят такие тощие, будто из концлагеря сбежали. На шее их были веревки. Рабы, что ли? Слева от кресла выселась аккуратная горка черепов, а на середине пещеры стояла круглая чугунная болванка. Что это у них? Алтарь? В центре торчал большой крест, то есть две толстые сваренные трубы, и на них висел полуголый мертвец. Руки с ногами не только привязаны, но и... Я пригляделся. Но да, их прибили заточенными электродами, пронзив лодыжки и запястья, которые из-за этого превратились в окровавленные мешочки, набитые дробленными косточками и раздавленными сухожилиями. Наверное, в соответствующих местах в трубах были дырки, куда входили концы электродов. На голове мертвеца был венок из колючей проволоки, с олба и висков стекали стройки крови. А по другую сторону алтаря, возле третьего выхода из зала, на полу лежали мои контейнеры, сумки, оружие и ПДА. Это что же такое, а? Куда я попал? В голове пронес сорой обрывочных мыслей, надсадно жужжащих, будто обезумевшие пчелы. Тайные лаборатории сумасшедшего ученого, обосновавшегося в центре зоны, подземные капища культа мутантов, бывшая секретная база военных, где монстры, над которыми проводили опыты, вышли из-под контроля. Толстяк что-то рявкнул, подняв руку бревно, ткнул в алтарь. Четверо рабов в ответ застонали, стали биться головами о пол и неразборчиво тараторить. Сквозь ракотание их голосов я услышал сопение над самым ухом, и тут же что-то острое уперлось мне в спину. Чуть не вскрикнув, я развернулся, наотмашь ударив карлика кулаком, разбив ему морду. Он взвизгнул и опрокинулся на спину, задрав ноги, но не выпустив копье. Ощущая, как по копчику течет кровь, я вырвал оружие из его рук, обернулся, увидел, что находящиеся в зале заметили меня, вскочил и прыгнул к своим вещам. На ходу, широко размахнувшись, метнул копье, и хотя до сих пор не проделывал этого ни разу, все же попал, правда, не туда, куда хотел. Оно вонзилось в жирную ляжку толстяка, вместо того, чтобы пробить его грудь или отвисшее брюхо. Тот взревел, полуголые мужики заверещали на весь зал и бросились ко мне. Упав на колени возле вещей, я схватил автомат, развернулся, моля всех богов и демонов зоны, чтобы он оказался заряженным, нажал на курок. Мне повезло и не повезло одновременно. Они не разрядили оружие, но один из рабов, сжимавший в руки заточенный кусок арматуры, оказался проворнее остальных. В рожке оставалось патронов шесть, и все пули вонзились в тело смельчака, вместо того, чтобы поразить троих или четверых. И только теперь я понял, у всех них были одинаковые лица, темные и узкие, с блестящими глазами. — Это что, близнецы? Аж четверо? — А тот, что на кресте? Мужчина повалился навзничь, обдавая все вокруг брызгами крови. Перезаряжать времени не было. Швырнув автомат в морду ближайшего раба, я побежал прочь. Нырнув в проем, помчался по коридору, похожему на тот, по которому я достиг зала, хотя и без всяких изгибов. Он тянулся вдаль, прямой, как стрела, тускло освещенный. Я не мог разглядеть, что находится дальше пары десятков, метров. Хорошо я успел съесть шоколад, попить воды и немного поспать, а то бы свалился без сил. Слишком много событий пришлось на вчерашний день и вечер. Я и сейчас чувствовал себя неважно, сердце опять принялось колотиться, как сумасшедшее, ноги дрожали. Но все же я бежал, не падал, пока не увидел, что впереди тусклый свет становится ярче. И одновременно до сознания дошло. Сзади не доносится топот ног, звук тяжелого дыхания, ничего. Меня не преследуют. Я оглянулся на ходу. Так и есть. Пусто. Повернул голову вперед и увидел конец коридора, проем, зал, алтарь, кресло с толстяком. Я опять попал сюда? Но как? Ведь коридор шел прямо. Размышлять не было времени. В то время, как один раб из решеченной пулями подыхал, царапая ногтями пол, содрогаясь всем телом, остальные встали слева и справа от проема, поджидая меня. Они знали, что я вернусь, но схватить не успели. В последний момент, сообразив, что происходит, я нападал и пронесся мимо них, увернувшись от протянутых рук, хотя две или три заточенные арматурины царапнули по плетям. Времени, чтобы остановиться и вытащить из груды вещей пистолет, не было. Увидев прямо перед собой распятого мужчину, лицо было точно таким же, как у остальных, я чуть не налетел с животом на алтарь, оттолкнулся от него и прыгнул к другому проему, тому, через который впервые попал в зал. Под ноги метнулся громко хрюкающий карлик, покатился, размахивая короткими толстыми ручками и ударил по лодыжкам, так, что я споткнувшись, рухнул на пол. И через мгновение сверху вереща навалились рабы. Глава четвертая Второй раз за эти сутки меня стукнули по голове. Не знаю, чем били тогда в рубке, а сейчас куском арматуры. Звон заглушил остальные звуки, превратившись в надсадное дребезжание, от которого содрогалось все вокруг. Сознание то погружалось в беспамятство, то выныривало из него. Иногда окружающее темнело, а иногда багровый свет разгорался вновь. Бормоча и толкаясь, мужчины подтащили меня к толстяку, бросили на спину. Один сел мне на колени, прижав ноги к полу, второй схватил за руки, а третий куда-то ушел. Как во сне, мутном ночном кошмаре, я видел человека в кресле, который выдернул из бедра копье, скалясь, сопя и гримасничая. Он что-то повелительно рявкнул. Я лежал боком к нему, и для того, чтобы видеть кресло, должен был скосить глаза влево, а теперь, разглядев движение с другой стороны, скосил их вправо. Раб пытался стащить крест с чугунного алтаря. Тот накренился, чуть не упав, мужчина что-то залопотал, закряхтел, но все же удержал его. Перевернул горизонтально и принялся выдирать электроды, которыми мертвец был пригвожден к трубам. Потом сорвал веревки с его запястья и лодыжек, тело плашмя упало на пол. Только тут я понял, что они собираются сделать со мной, и, дернувшись, сбросил того, что сидел на моих коленях. Раб тут же вскочил, но я согнул ногу и сразу резко распредмил, легнув его пяткой во впалую грудь с выступающими ребрами. Раздался приглушенный хруст, мужчина полетел на пол. Высвободив правую руку, я приподнялся, вцепился в грязные волосы на затылке второго раба, что было сил, дернул и опрокинул, со стуком припечатав затылком о пол. Извернувшись, схватил выроненный кем-то кусок арматуры, сел и попытался вонзить в шею третьего, как раз подскочившего ко мне от алтаря, но промахнулся, попал в плечо. Толстяк в кресле заухал, забасил что-то, и все трое одновременно набросились на меня. Размахивая арматурой, я прикрыл лицо, отворачивая голову. Удары сыпались градом по голове, плечам, груди. Потом кто-то вмазал мне в живот, и я чуть не задохнулся. Воздух улетучился из легких, как из пробитого надувного шарика. Бросив арматуру, я согнулся, поджав ноги к груди, чтобы умерить боль. Они потащили меня к кресту. Я, наконец, смог вдохнуть и вновь начал отбиваться, но на этот раз вырваться не сумел. Меня уложили на спаянные трубы, руки развели в стороны и вместе с ногами стали привязывать лохматыми промасленными веревками. — Вы что делаете? — засипел я, все еще ощущая ноющую тяжесть в животе и не в силах кричать. — Отпустите, уроды! Конечно, ни к чему мы и стоны не привели. После того, как конечности оказались прикрученными к трубам, рабы подняли крест. Двое забрались на алтарь, третий стал подтолкивать его снизу. Наконец, его приподняли и вставили основанием в отверстие на середине алтаря. Я повис, извиваясь и дергаясь. Привязали меня неумело, освободиться не проблема, но на это требовалось время, а его как раз и не было. Крест был повернут так, что жирного в кресле я видел лишь краем глаза. Помахав копьем, он ткнул наконечником в мою сторону. Двое встали перед алтарем. Сквозь бормотание донесся звук шагов, я извернулся, глядя за правое плечо, третий приближался ко мне с пучком заточенных электродов и большим молотком. Звон, звучащий все это время приглушенно, всколыхнулся и будто разросся, набух, заполнив все вокруг. Я пытался вырваться, выпученными глазами, глядя на приближающегося человека, чувствуя, что веревки уже ослабли, еще немного и сумею освободить правую руку. Но времени не осталось совсем. Мужчина положил электроды на край алтаря и стал залезать. Остальные опустились на колени, а этот, взяв один электрод, выпрямился. Скрипнув зубами, я, что было сил, дернул плечом. Веревка треснула, будто надломленная палка, прогнившие волокна уже готовы были порваться, но тут заточенный, как игла, конец электрода уперся в рука в куртке на левом запястье. Бледная худая рожа, лишенная и подобия мысли с затянутыми пеленой зенками, оказалась прямо передо мной. Крепко сжимая электрод за середину, раб поднял молоток высоко над головой, примериваясь. Я дернулся вновь, да так, чтобы предплечье пронзило боль. Молоток резко опустился, ударил по электроду, и тут стена зала за спиной внутрь хлынула вода. И одновременно веревка на правой руке лопнула. Локтем я оттолкнулся от трубы, резко подавшись вперед, нагнул голову, словно бык, в ярости бросившийся на врага. Лоб врезался в лицо мужчины, одновременно молоток ударил по тупому концу электрода, второй, заточенный, со скрежетом пробил мои наручные часы, в которые упирался, соскользнул, пробороздил ржавую поверхность трубы, оставив на ней серебристый зигзаг. Получив удар по носу, мужчина вверх тормашками полетел с алтаря. Он упал, опрокинув двоих коленно-преклоненных рабов, но я лишь краем глаза видел, что там происходит, потому что был занят, рвал освободившейся рукой веревки. Бьющая сквозь пролом вода омывала алтарь, быстро наполняя зал. В широкое отверстие, сквозь которое она вливалась, просунулся железный нос катера, украшенный станиной с гранатометом. Рядом возникло лицо пригоршни. Стоя на палубе, он наклонился вперед, заглядывая. «Никита!» — загорал я и, высвободив наконец правую руку, нагнулся. Надсадный звон будто разросся, заполнив собой окружающее пространство, сам стал этим пространством, каждым предметом в нем, стенами зала, сводом и полом, а после лопнул. Будто пелена спала с моих глаз. Я увидел, что нахожусь в помещении с низким потолком, вокруг дерева, а не железа. Я был в трюме баржи. Толстяк в кресле обернулся зомби, необычайно жирным, распухшим, с отечной серой рожей и мертвыми глазами. Лица рабов поплыли, смазались. Я увидел Витька, Стечкина и Серова. Крест так и остался крестом из сваренных труб, зато чугунный алтарь превратился в большой, сбитый из бревнышек поддон. Сорвав веревки с ног, я сделал шаг, и правая ступня провалилась в щель между досками. Вода пребывала, плескалась вокруг, покачивая тело мертвеца, раньше распятого на кресте, где чуть было не распяли и меня. Это был Копатыч. Я узнал «Вроде он носил обувь 56-го, если не 58-го размера, потому-то его и прозвали Копатычем». И лишь затем разглядел знакомые черты в грязном заросшем щетиной лице. Раздался крик, мимо плеча пролетел кусок арматуры. Пригоршня, упав на одно колено, поднял беретту и выстрелил несколько раз подряд. Высвободив ногу, я спрыгнул с поддона в воду, обернулся. Всех сталкеров из группы медведя первая волна отнесла к стене. Теперь Серый неуверенно топтался там, пялись перед собой пустыми глазами, а Стечкин с Витьком шли ко мне. Очередная пуля из пистолета попала в зомби, но это не произвело на страшилу особого впечатления. Кряхтя, он уперся в подлокотники кресла широкими лапищами, встал и сделал шаг. Пригоршня повернул гранатомет, я выкрикнул «Не в него!» но было поздно. Никита выстрелил. Граната ударила в распухшую грудь и взорвалась. Массивное тело раскрылось, как чашечка цветка, распустилось дрожащими темно-красными лепестками, брызнув во все стороны кровавым нектаром. Зомби отбросило назад, а прокинув кресло, он влезался в серого. «Не в него!» прорал я, с трудом пробираясь вперед, навстречу потоку. «В контролера стреляй! Вон он! Под стеной!» Никита заморгал, прищурился и наконец увидел того, кого я сумел разглядеть лишь за пару мгновений до взрыва гранаты. Контролер. Спутанные темные волосы, пухлые морда, поросячьи глазки. Сильная тварь. Расмогла столько времени удерживать под пси-контролем четверых, заставила их распять товарища, навела иллюзию железного подземелья, а после сумела подчинить и меня. Да так, что я не только с самого начала ничего не заметил, но и потом, на протяжении всего времени, пока находился под ментальным колпаком, даже не подумал о контролере, о вероятности того, что окружающее галлюцинация. Он был тем серым кардиналом, кто направлял действия безумного спектакля и создавал декорации. Но когда выстрел из гранатомета разрушил борт парома, даже эта тварь не смогла противостоять нахлынувшей реальности. Однако и теперь он еще мог управлять тремя мужчинами и при этом прятаться от нас, наводя морок. Серую фигуру, притаившуюся в дальнем углу трюма, скрывала блеклая пелена, тени клубились вокруг нее, наползали, то густели, то становились разреженнее. Сталкеры из группы медведей были уже все равно, что мертвы. Слишком долго находились под псих-контролем, мозги их теперь превратились в труху. Стараясь не думать о здоровых мужиках, чья жизнь закончилась или вот-вот закончится так ужасно, я поспешил к напарнику. Уровень воды быстро увеличивался, баржа опускалась и катер начал вплывать в трюм. Чтобы удержать его на одном месте, пригоршня ухватилась за край пролома. «Быстрее давай!» крикнул он, сжимая пистолет свободной рукой и целясь мне за спину. На ходу я оглянулся. Зомби плавал брюхом кверху в потемневшей от крови воде. Двое сталкеров, которых тварь перестала контролировать, неподвижно стояли под стеной, будто манекены, не замечая воду, доходившую им до груди. А Стечкин брел за мной. Контролер до сих пор управлял им. Серые тени вокруг замерзшей в углу фигуры на мгновение разошлись, и я увидел бездонные темные глаза, в которых тускло светился нечеловеческий, безжалостный и очень странный разум. Все поплыло, закачалось, звон, стихший после того, как появился катер, зазвучал вновь. Я остановился. Глаза увеличились, стали размером с блюдца, а затем превратились в солнце. Два черных светила, горящие мертвенным светом, которые беззвучно говорили «Иди сюда, ко мне, возвращайся». Покачнувшись, я начал поворачиваться, медленно, помимо воли, переставляя ноги. Громыхнула беретта, и глаза моргнули. Два черных солнца исчезли, наваждение прошло. Пригоршня попал тварью в брюхо. С одного пистолетного выстрела их не убить, но он заставил мутанта ослабить псих-контроль, сломал иллюзию. Преследовавший меня Стечкин остановился, остальных течения уже опрокинуло и закружило под стеной. Я был в метре от катера и потянулся к нему, собираясь ухватиться за борт, когда над головой что-то тяжело заскрипело, переборки издали низкий стон и баржа стала крениться, дальним бортом уходя в глубину. Пол под ногами сдвинулся, вода заклокотала, стремительно вливаясь внутрь, меня потянуло назад. Катер боком внесло в трюм, а я с головой ушел под воду. Забился, отталкиваясь от скользких досок, пытаясь всплыть, и тут сильная рука ухватила воротник куртки. Никита выволок меня на борт, одновременно дергая рукоять подвесного мотора на корме. Тот забулькал, закряхтел и включился, выплюнув струю сизого газа, остро пахнущего бензином. Перевалившись через борт, я рухнул на дно, хрипя и фыркая. Встал на четвереньки, помотал головой, выпрямился. Катер плыл прочь от быстро уходящего под воду сильно накренившегося парома. Позади все клокотало и шипело, над бушующей рекой вспухали огромные мыслянистые пузыри, между которыми водовороты выносили доски, какой-то мусор, обрывки ткани и палки. Пригнувшийся возле мотора Никита повернулся ко мне и ухмыльнулся. Я сказал, там еще карлик был, на самом деле это, наверное... Позади катера из воды вынурнула псевдоплоть. Тварь эта жутенькая, но не слишком опасная, хотя иногда может доставить неприятности. Я уверен, что псевдоплоть не просто мутант, потому что никакая радиация не способна привести к появлению подобного создания. Неповоротливая свиная туша на четырех крабьих ногах, морда, сочетающая звериные и человеческие черты. Подняв фонтан брызг и разевая узкий безгубый ротик, псевдоплоть высоко выпрыгнула из воды, перемахнув через мотор, упала на пригоршню. Он успел вскинуть пистолет, но выстрела не последовало, скорее всего закончились патроны. Псевдоплоть попыталась вонзить в бок Никиты свои костяные ноги, но напарник повалился на спину и вытянул руки, сумев удержать тварь. Клешни щелкнули в сантиметре от его груди. — Сука! — выкрикнул он, и она неразборчиво залопотала в ответ кривя ротовой отверстия. — Жука! Хука! Хука! Хрюка! Поднятые так встал, сделал шаг к пригоршне, чтобы скинуть с него псевдоплоть, но он уже справился сам. Согнув ноги, уперся ей в брюхо и толкнул. Выкрикнув напоследок какую-то бессмыслицу и щелкнув клешнями, тварь рухнула на мотор мягкой спиной и загнулась, суча в воздухе костяными ногами и скатилась с другой стороны. Прямо на опущенный в темную воду винт. Мотор взревел, потом заурчал, как огромный кот, вода взбурлила, словно за кормой началось извержение небольшого вулкана. Добравшись до пригоршни, я помог ему встать. Придерживаясь друг за друга, мы одновременно потянулись к мотору, чтобы выключить его. Поздно. И вместе с фонтаном воды во все стороны взлетели ошметки мяса, а затем мотор заглох, и после его рева разлившаяся над Припятью тишина показалась оглушающей. Светлело. Осенний день расползался по зоне. Течение несло катер посередине реки, немного ближе к левому, пологому берегу. «Вот же уродство!» — с чувством сказал пригоршня, переворачивая мотор на палубу и разглядывая его. «Так все удачно шло! Тут на тебе! Плоть это откуда-то выскочила!» Он пнул ни в чем не повинную железяку и сел у кормы, свесив руки между колен. Я устроился на ящике возле носа, снял порванную куртку, через голову стянул рубаху, обмотал ею торс, рана на спине была неглубокой, но все еще кровоточила, затем надел куртку. «Попить есть чего?» «На!» Он бросил мне флягу. Отвинтив крышку, я приник горлышку и принялся жадно глотать тепловатую воду. Потом вытер губы. «Ну, рассказывай!» «Да что рассказывать?» Пригоршня махнул рукой. «Грузовик тот, помнишь, как перевернулся? Это в него два кабана разом врезались. Причем необычные какие-то. Я раньше не видал таких. Здоровенные очень. Мне аж поплохело, когда они из-за памятника выбежали. Такие ну, по плечи нам и ноги, как балки. Они грузовик и своротили». «Ты же на нем стоял. Как тебя не раздавило?» спросил я. «Или по ступеням не размазало?» Он пожал широкими плечами. «Да я спрыгнуть успел». Сиганул оттуда со страху, как все равно заяц какой, и грозу свою при этом упустил. По ступенькам покатился, локоть расшиб. Но ничего, вскочил и деру дал, потому что один кабан за мной побежал. Думал я в окно запрыгнуть, так там в стене окон не было вообще. Я за угол завернул, встал на колено и давай зверюгу эту поливать. «У меня уже гранат не было, понимаешь? Я же тебе говорил, в баре больше надо брать, а ты не надо, тяжелый, идти далеко». Я хмуро посмотрел на него. «Ну ладно, ладно». В общем, целый рожок потратил, но таки свалил его, башку, понимаешь, разворотил, а он все бежал и бежал, но прям возле угла упал все же, ногами своими брыкнул и сдох. А за ним уже крысы, ну и псы там были, потому я дальше от них. Обогнул весь кинотеатр, думал, может, ты с другой стороны выскочишь, но ты так и не появился. Потом, в общем, долго рассказывать. «Но почему ты к парому приплыл?» «Так за тобой же», удивился он. «Это я понял, но откуда ты знал, что я там? ПДА? Ха, ПДА, он у меня вообще ни черта не показывал». «Что, и ребят курильщика тоже? Я, когда по Чернобылю бегал, нашел одну машинку, так включил, и она показала, что они на пароме, потому туда и поплыл». Напарник помотал головой. «Не, не знаю, мой молчал, как партизан, пусто по всему району. То есть Чернобыль вижу на карте, Припять вижу, но ни одной метки во всей округе». Вот он привычным движением отдернул рукав, посмотрел и коротко выругался. «Что?» Встав, я шагнул к напарнику. «Тут! Е!» «Исчез!» «Медведь?» Никита показал мне пустую карту на экране. «Фиолетовая метка, да, только что возникла, там, возле поворота, и...» Метка появилась опять. Она пульсировала в быстром темпе. «Что это значит?» изумился Пригоршни. «Не знаю. Что-то похожее и я видел». Метка не перемещалась, лишь мигала, оставаясь на месте. Еще почти минуту мы пялились на нее, после чего я вернулся к носу катера. «Ладно, дальше рассказывай. Как ты меня увидел?» «Ну как? В бинокль. Уже темнеть стало. Я на берегу залег, на пристани паромной бывшей. Там такой домик, то есть не домик, а будка железная с крыши, на ней и устроился. Крысы туда залезть не могли с собаками, вокруг только бегали. К тому времени я уже экипари сбросил. Вернее, когда патроны закончились, я им башку крысиному волку раскроил, но он и зацепился скобой за дыру в черепе. В общем, и его я вслед за грозой упустил. «Ну вот, лежу, значит, на этой будке, а в городе пожар начался. Делать-то нечего. Вроде и страшно, а вроде и скуплю. Так я в бинокль стал глядеть. Туда, сюда. Вдруг вижу — ты. Как ты к парому подплыл, это я пропустил. Но гляжу, ты по палубе шастаешь, между машин пробираешься, осторожно так, по сторонам зыркаешь. Но далеко, кричи-не-кричи, ясно, что не услышишь. В рубку залез, а потом уж совсем темно стало, ни хрена не видно. О, я и подумал, ты там дрыхнуть устроишься в рубке, а утром раненько я, значит, лодку раздобуду и тебя оттуда вытащу. Хотя как-то мне не по себе было, потому что паром этот, ну, сам знаешь, что о нем говорят. Стремное, в общем, место. К тому времени зверя вокруг поубавилось, тише стало. Хотя наверху, на холмах, огонь везде, трещало там, дошипело. Но я задремал помаленьку, потому что ведь устал сильно, пока бегал, прыгал. Вот. А через пару часов будто толкнул что-то. Проснулся. Да не просто проснулся, аж подскочил. Что такое? Вроде тихо, зверей уже совсем нет. Достал бинокль, стал опять глядеть. И вдруг понимаю, паром светится. Ну, йод, точно как говорили, будто внутри у него свет такой, таинственный, понимаешь, загадочный. Да уж, кивнул я, понимаю. Ну вот, видно все равно плохо, но из щелей этот свет наружу выходит. И что? Пригоршня сделал большие глаза, поднял руки и пошевелил растопыренными пальцами. Гляжу, тебя тащат. Нет, на самом деле толком я не мог увидеть, только разобрал, что двое каких-то таких согнувшихся, таких, сгорбленных, тянут чего-то по палубе, не то мешок, не то тело. В общем, я решил, что это, наверное, ты, и надо тебя спасать. А перед тем, как заснуть, я, понимаешь, со скуки, когда в бинокль пялился, то ведь не только на реку, но и по сторонам, на город горящий, на берега. И увидел, в стороне от пристани, среди кустов, стоит этот, как его, лодочный сарай, во, ну, ангар такой, хотя и не ангар все же, потому что приземистый очень, крыша ниже моей головы, и одной стороной прямо в воде он. Я и подумал, если это дело на отшибе стоит, да среди кустов густых, так что я его только с будки углядеть и смог, то, может, внутри осталось что-то, не успели разграбить, не заметили? Потому что, если к парому мне плыть, то на чем? Надо лодку искать. В общем, слез я и пошел туда. Автоматов, говорю, уже не было у меня, только вот пистолет, он похлопал по лежащей рядом беретте. Ох, и страшно идти было. Но зато в ангаре катер оказался, еще канистра с бензином, да к тому же и гранатомет у него на носу, и две гранаты в ящике лежали, в том самом, на котором ты вон сидишь. Ну и вот, а к парому, перебил я, к парому не страшно было плыть? Он ухмыльнулся. Страшно, Андрюха, честно скажу, чуть штаны не наклал. Ага. Я повернулся к гранатомету за спиной и стал его рассматривать, медленно поворачивая. А дальше что? Это оказался Марк-19, то есть американский МК, с электроспуском, чтобы на всякую технику его ставить. Оружие мощное, но эта модель ненадежная. Можно сказать, нам повезло, что он два раза подряд без всяких сбоев выстрелил. Ну что, подплыл, залез на палубу, сунулся к той дыре под автобусом, куда тебя, как я видел, утащили. И чувствую, не так что-то. Такое это ощущение, понимаешь? Ну точно, думаю, там внизу контролер сидит. Эх, я же их, как все равно ты крыс, боюсь я их зверски просто. Лег животом на палубу, не только башку в дыру свесил, сразу звон, в голове пасмурно стало. Сильный контролер, значит. Может, меня и не почуял еще, но все равно, вокруг него такое как бы поле, которое уже действует, мысли туманит. Но все же кое-как я разглядел, что внизу. Часть поддона увидел здорового, крест на нем из труб, и чувака какого-то, который висел. Это копыточ был, вновь перебил я, и Никита удивленно смог, уставившись на меня. А ты не узнал его там? Не, еще темновато было, я только Стечкина в конце узнал. А те другие? Витек, Серый, Дроля. Только я его из автомата до того успел. Они же копыточи и распяли, их контролер принудил. Забавлялся он так, наверное. Хотя не разберешь ведь, что у контролеров в голове. Слишком у них того, нечеловеческий ум. Это да, согласился он. Выходит, второе тело возле башни, это горбун? Ну, слушай дальше. В общем, все, что там внизу было, я рассмотреть не мог, но увидел, как они тебя к трубам этим подтащили и стали приматывать. Что мне делать было? Непонятно ж, сколько там всего народу прячется, а я без автомата. Я в катер обратно прыгнул, отплыл немного и гранатой по борту саданул. Так очумел, думай, что вот сейчас прямо тебя к кресту присобачат, что не соображал особо, чего делаю, на удачу пальнул. Но паром дряхлый совсем, железо ржавое, дерево сгнило. В общем, вышло у меня, а, химик? И он самодовольно ухмыльнулся. Но тут же улыбка с его лица спала, взгляд пригоршня обратился поверх меня, в сторону, куда течение несло катер. Я к тому времени, осмотрев гранатомет, вновь сидел лицом к корме. И поворачиваться мне не хотелось. — Что? — спросил я. — Только не говори, что водопад. Нет на Припяти водопадов. Он помотал головой. — Не-не, поворот там. — Поворот. Чего у тебя рожа сморщилась? Пристаем к нему сейчас. Вон весло под бортом валяется под гребем. Медведь, судя по метке, там рядом. Он быстро глянул на ПДА. — Она исчезла уже, метко-то. — Ну и хрен с ней, — сказал я. — Все равно, черт-те, что с ними тут происходит. — Хрен так хрен. Я не о том. Там развалины какие-то на берегу, где поворот. — Что? Опять руины? — забеспокоился я. — Слушай, ну хоть без водонапорной башни. — Какая башня, Андрюха? Да что ты на мне пялишься? Возьми и сам погляди, елки-палки. Я нехотя обернулся, предварительно отдернув рука в куртке и глянув на часы. Забыл, что они разбиты. — Эх, жалко. Они со мной уже столько лет. Это отца часы. Мне их его старый друг принес, бывший военный, когда батя пропал. — Но теперь не починить, конечно, после такого-то удара. Нечего там чинить. Циферблат пробит вместе со стеклянной крышкой, стрелки сломаны, от механизма только железная кашица осталась. Я снял их и бросил в воду, после чего, выпрямившись во весь рост и придерживаясь за пулемет, стал смотреть вперед. Река там действительно делала крутой поворот. В этом месте она разлилась, образовав обширное болото. Из него торчали кирпичные стены, покосившаяся кладка, стояли торчком бетонной плиты, и за всем этим виднелась тарелка радара. — Это что? — База какая-то, — недоуменно спросил я. — Военная? — Вроде того, — ответил Никита. Катер качнулся, когда он тяжело прошел от кормы и встал рядом со мной. — Да откуда она взялась? Ведь нет тут никакой базы. — Откуда, знаешь? Ты разве бывал раньше в этих местах? — Только проходом. Давно. Но я бы знал все равно. И ты бы знал. — Что, скажешь нет? — Слыханное дело. База вояк прямо возле Припяти, а мы про нее никогда ничего. — Да, может, это связисты. Кому какое дело до них? Видишь тарелка? — Нет, вообще ты прав, конечно, — согласился он. — Почему мы ничего про нее не знаем? Как такое может быть? Катер вынесло со стремнины, течение замедлилось, но он продолжал плыть, приближаясь к топкой излучения, над которой возвышалась покосившаяся бетонная ограда, вся в трещинах и проломах. — Такое может быть, только если ее раньше тут не было, — произнес я наконец. — Чего? — спросил он. — Как это? Ты про что? Что значит не было, если оно, видишь, покоцанное и все? Я поморщился. — Но что за жарганизмы, Никита? Покоцанное. Ты, конечно же, хотел сказать, обветшалое? Он почесал коротко стриженный, белобрысый затылок. — Ага, оно самое, обветшалое. — Ну так как это, химик? Что значит, раньше тут не было, если видно, что это все не вчера построено, а уже много лет стоит? Я покачал головой. — Не знаю, напарник. — А медведь выходит где-то там, на этой базе прячется. — Блин, какой вообще толк от этих пыда, если они тут ни черта нормально не показывают? — И нет, подожди. Твоя метка по Чернобылю моталась туда-сюда, цвет меняла, а потом совсем исчезла. Но она таки была, и ты в Чернобыле тоже в тот момент был. И метки тех, кто под водонапорной башней находился, и на пароме. То, что здесь вся система позиционирования из рук вон плохо работает, правда, но какую-то информацию она все же дает. Медведь впереди, Никита, причем недалеко. Глава пятая Мы бросили катер после того, как он окончательно застрял, погрузившийся в мягкое и листое дно. Ограда из бетонных плит была совсем близко. Я вооружился веслом, пригоршню в одну руку взял нож, во вторую беретту, которую сжал за ствол, чтобы в случае чего наносить удары рукоятью. База казалась пустой и давно заброшенной. Черт, как голым себя чувствую, пожаловался напарник, заглядывая в пролом, а после осторожно шагая вперед. Тут я был вынужден с ним согласиться. Кажется, впервые мы находились вне лагеря сталкеров или другого относительно безопасного места без нормального оружия. А в зоне без оружия ты все равно, что мертвец. У нас же только нож, правда, хороший, и Никита им владеет прилично. Весло да разряженный пистолет. А в сумке у тебя, спросил я, то, что ты на поясе носишь. Уж я тебя знаю, ты всегда боеприпасы всякие рассовываешь по карманам. Неужели пусто? Обойма лишней, к примеру. Он покачал головой. Не, нету ничего такого сейчас. Шли медленно, осторожно осматриваясь. Вскоре миновали сильно накренившийся бетонный столб, с которого свисали обрывки проводов, украшенные разбитым фонарем. Как за медведем-то сходили, а? Продолжал жаловаться напарник, осторожно ступая по заболоченной земле. Ведь с самого начала ясно было. Что-то не так тут. Это мне было ясно, что не так, перебил я. А ты все твердил. Бедный медведь попал в передрягу, надо его спасать. Ну так и попал. А что, разве нет? Вон все мужики, которых курильщик с ним отправил, полегли. Да вот что-то меня сомнение берут, что они случайно там полегли. В смысле? Не понял он. Я помолчал, пытаясь сформулировать обрывочные мысли во что-то более связное. Медведь с чего-то взял, что поле артефактов именно в этом районе. Все здесь облазал вместе с Рваном и Турком. Помнишь, тогда он без них как-то вернулся и сказал, что сгинули. Вон там, возле башни, они и сгинули. Ну и откуда ты это понял? Спросил он. Оттуда, что я грузовик вспомнил. Какой? Тот что? А! Чуть не выкрикнул напарник. Медведь на военном грузовике разъезжал. Ну точно, еще когда с теми двумя был. Вот. Я уже потом это сообразил. Значит, допустим, они к башне приехали, оттуда полезла эта штука и Турка с Рваном съела, растворила, то есть. Возле колес там кости лежали, правильно? А медведь спасся. Он же всегда везучий, сукин сын был. Видно, им такая же паника владела, как и нами. И он с перепугу грузовик бросил, пешком убежал. Наверное, напарники его рядом с машиной были, а он отошел куда-то. Получается, их сожрало, его нет. Грузовика лишился, но узнал про башню, секрет ее. Как про контролера узнал на пароме, а сам ему при этом не попался. Ну точно, вдруг понял я, кристальные колючки. Никита секунду глядел на меня, потом и до него дошло. Это когда медведь у нас две штуки купил? Правильно, те, что мы возле темной долины добыли. Колючки на поясе и помогли ему не попасть под влияние контролера. Вот в чем дело. Почему он контролера не убил, не знаю, но, в общем, оставил тварь живой. Ну ладно, и к чему ты это все ведешь? Сам пока не знаю. Надо подумать еще. Ты не лупай на меня глазами, а под ноги гляди. Что-то оно ненормально здесь. Ничего ненормального, спросил он, оборачиваясь. Ну ты сам не видишь? Болото от берега начинается, от воды. Там оно должно быть более топкое, нет? Дальше суши становиться, а тут что? Наоборот. Вправду, согласился он, сообразив наконец, о чем я говорю. Странное дело. Если поначалу земля под нами просто прогибалась, то теперь остающиеся позади следы тут же заполнялись грязной жижей. Дойдя до бетонных плит, уложенных лесенкой почти в человеческий рост высотой, мы остановились. Впереди высилась башня необычной формы, на верхушке виднелась радарная тарелка, по сторонам были угрюмые строения, не то бараки, не то склады армейские, между ними росли черные безлистые деревья. И все это посреди натурального болота, не чета тому, по которому мы сейчас шли, с тенистыми заводями между кочек и бочешков, с низкой осокой, растущей прямо из воды, со островками блеклой зелени. — Ух! — пригоршня поежила, соглядывая все это. — Тускло как, а? — Пожрать нам, что ли? — А у тебя есть? — обрадовался я. — А то! — Да что ж ты молчишь? — Да где тут разложиться? — Потом медведь близко. — Поесть все равно надо. — Давай наверх залезем и спрячемся там, — предложил я. — Поедим быстро, а заодно местность осмотрим. С этими словами я стал взбираться на неровно уложенные плиты, шагая по ним как по ступеням, и Никита полез следом. Мы улеглись на животы, чтобы не маячить, так что снизу нас было не разглядеть. Напарник расстегнул куртку, я увидел небольшой контейнер на его ремне справа и сумочку кенгуру слева. Дзинкнув молнией, он достал запаянный в пленку малый спецпайок ограниченного миротворческого контингента. — Вот что у меня вместо боеприпасов, пояснил он по привычке ножом вскрывая пакет, хотя я его учил, что там сбоку есть специальные полоски серебристые, которые надорвать надо. Это был европейский сухой паек. Аккуратно нарезанный хлеб, брикетики с прессованной мясной стружки, крабовые палочки, четыре пакета фруктового желе, пара банок саморазогревающегося куриного бульона, что-то еще в цветастых обертках и упаковка жвачки. Я аж губами причмокнул. — Хорошо. В зону чаще попадали украинские наборы, которые были гораздо хуже. То хлеб в них заплесневелый, то сушеная рыба позеленела от старости. А такое, как Пригоршня достал, выдавали солдатам ООНовских войск. Вообще украинских военных на кордоне было немного, все больше российские да европейские. Хотя последние никуда старались не лезть, сидели по своим базам и лагерям, обнесенным будто тюрьма колючей проволокой и оградой с пулеметными гнездами через каждые двадцать метров. Пригоршню позже меня в эти места попал. И когда я ему объяснял, что здесь по периметру в основном западные, да еще российские вояки, удивлялся очень. Спросил, а что, украинцев совсем нет? — Почти. — Откуда им взяться? — ответил я тогда. — Ну какая тут армия? Три генерала да рядовой, которые им дачи строят. — Потому что наши все больше... — Наши, предразнил он. — Москаль, хренов. Тот теперь все наши. И все мы наши. Я отрезал. — А ты молчи, хохол. От тебя вообще пользы никакой. Только сало на печи жрать умеешь. Но в действительности у нас с ним на национальной почве трений не возникало, потому что Никита тогда правду сказал. — Зона иначе равняет. По твоим истинным достоинствам и недостаткам, а не по тому какого-то роду племени. Тем паче обычно и не разберешь, кто украинец, а кто нет, потому что все на русском говорят одинаково, разве что у местных иногда легкий акцент бывает. Шокают они и гыкают. В общем, хорошо, что у него заграничный паек оказался. Съели мы его быстро, после чего напарник открыл упаковку жвачки. — Слушай, химик, а ты разглядел, что это тогда из башни поперло? — спросил он. — Нет. — Ну, хоть думаешь что-нибудь? — Думаю, это аномалия была, — сказал я. — Чего? Какая аномалия? Ты что несешь? Она же двигалась и нас преследовала. — Откуда ты знаешь, что преследовала? Может, ты ее просто включил, когда ту дверь открыл, и она сработала, расширяться стала, а после назад втянулась. Ну, или проснулась. Ну, живая она. Он застыл, не донеся до рта пакетик с Желия. — Да как же живая? Аномалии не живые. Они... Это... Я насмешливо глядел на него. — Они такие... — Какие? Ну, такой феномен. Неопределенно закончил пригоршня. — Ага. И вдруг та, что в башне пряталась, живой феномен. Такой энергетический организм. — Разумные аномалии, не поверил он. — Не обязательно разумные. А мебы, если в микроскоп смотреть, тоже разумными кажутся. Может, что-то вроде псевдоплоти? Во время еды мы по очереди приподнимались, глядели по сторонам, но никакого движения ни разу не засекли. Лишь вдалеке птицы иногда перелетали с дерева на дерево. Стояла тишина, только ворона каркала где-то. Равномерно, тоскливо. Утро, а солнца не видно. Свинцовая пелена затянула небо. За строениями висел густой пепельный туман. Зябко, влажно. Дух от болота шел тяжелый и какой-то осенний, холодный. Доев, я взял весло и полез вниз, но на середине остановился и спросил, «Посмотри еще раз, ничего интересного не видно?» Он достал бинокль, осмотрелся и тоже стал спускаться, глянув на ПДА. «Не, тихо, как тогда, возле башни. Давай радар обойдем и посмотрим в бараках. И за ними. Отсюда я не вижу, что там дальше. Может, конец этой базы, а может, еще у них что-то построено. Надо медведя наконец найти». «Надо», согласился я. Обойдя башню, мы встали под ней. «Не, не радар это», объявил напарник. «Ясное дело. Ты глянь, тут у них четыре тарелки эти в разные стороны направлено. И потом, они же решетчатые, вон, на радарах не такие. Странная какая-то штука. Я таких никогда не видел. И ты послушай, она же работает». Вслед за ним я прижался ухом к железной стенке башни и различил гудение. Возможно, где-то в глубине постройки работал трансформатор. Я предположил. «От кабеля каких-то подпиты на подземных». «Ну и что это, химик? Ты же ученый у нас. Вот и объясняй». Я пожал плечами. «Понятия не имею. Хотя постройка интересная, конечно». «Ладно, идем». Дальше тянулось настоящее болото, и я решил, что пойду первым, поскольку у меня было весло, которое можно тыкать перед собой, чтобы не уйти ненароком в трясину по уши. Через некоторое время я сказал. «Слушай, куда мы вообще после этого дела собирались? К курильщику назад, так? А ну, посмотри, в каком он отсюда направлении». Часы при горшне, в отличие от моих, оказались целы, а там, кроме обычного циферблата со стрелками, еще и компас. Он поглядел и нахмурился. «О, это еще что за чертовщина? Что там?» спросил я, делая шаг к нему. Напарник показал часы. Слева на циферблате был небольшой ободок с тонкой стрелкой компаса, и она равномерно кружилась, будто кто-то медленно водил вокруг запястья магнитом. «Тааак…» Это мне окончательно не понравилось, и я замер, прислушиваясь к ощущениям, но не чувствую ничего особенного. Ни холодка под ложечкой или мелкой внутренней дрожи, ни озноба, испарины, ничего, что обычно сопровождало приближение аномалии или начало каких-то бурных событий. Этой способностью меня, как я думаю, наградил отец. Он сам из Вологды, потом попал в этот район, женился на местной, живущей неподалеку от кордона, с другой стороны, конечно, но все равно в довольно опасном районе, когда-то попавшем под радиоактивное заражение. И вскоре после этого я родился. Матери почти совсем не помню, она рано очень умерла, а была, по словам отца, женщиной странной, молчаливой и отрешенной. Я не совсем уверен, может, это мне привиделось по малолетству, а может и правда, но с детства в памяти осталась одна картина. Мать, еще совсем молодая, почти девчонка, коротко стриженная и с запавшими глазами, сидит на стуле перед столом без клеенки, уставившись на стакан, который стоит на середине столешницы. Не моргая, глядит на него, и вдруг он начинает ползти. Медленно, чуть дрожа, сдвигается сам собой, пока не доползает до края, и тогда падает, разбивается, а мать сидит в той же позе, будто ничего этого не замечая. Когда она умерла, за мной приглядывала старуха-соседка, а отец то появлялся, то вновь надолго исчезал в зоне. С детства меня окружали разряженные артефакты. Может, отсюда мои способности? Или от матери? В конце концов, меня в интернат сдали, а после отец оплатил учебу в институте, потому что у меня интерес к химии проснулся. Ну, а потом сгинул он, я тогда на последнем курсе учился. Выбирай жизнь, выбирай будущее, выбирай карьеру, выбирай семью, стиральную машину, удобный диван и друзей. Я выбрал другое. Зону. Узнав, что произошло, институт бросил и пришел сюда. Собирался его найти, хотя мне и говорили, что нереально это, но главная причина была в другом. Тянула меня зона к себе, звала. Не слышно, но настойчиво. И как тебе это? Спросил Пригоршин. Как? Хреново до невозможности, что компас ничего не показывает. Блин, куда же мы забрели, а? Не знаю. Что-то мне не по себе, откликнулся он, поежившись. С кроны дерева, растущего между бараками, шумно взлетела ворона и каркнула. Громко, пронзительно, будто выругалась в сердцах. Никита склонился, схватил камень и швырнул в нее, но, естественно, не добросил. «Чеши отсюда!» выкрикнул он. «Ты не психой!» посоветовал я. «В зоне это до добра никого еще не доводило». Он покачал головой, насуплено глядя перед собой, потом сказал. «Ладно, идем дальше. Может, в бараках оружием разживемся каким?» «А то с этим...» Напарник помахал разряженным пистолетом. «Я не чувствовал себя таким голым с тех пор, как в последний раз мылся». Я пошел, цвьем весла проверяя путь, широко шагая с кочек на травяные островки и опять на кочки. Пригоршня, типа сопя, топла сзади. Он чуть не налетел на меня, когда я резко остановился. «Ты чего?» «Гляди!» Я присел на корточке. Впереди было подобие кратера, конус с бетонными стенками, метров на двадцать утопленный в землю. Вода здесь становилась прозрачней, и я видел уходящую в глубину лестницу, тоже бетонную, поначалу вполне отчетливо, а дальше она исчезала из виду скрытой островками пены, неподвижной взвесью крупных грязевых хлопьев и какими-то желто-зелеными травянистыми сгустками, висящими в толще воды на разной глубине. Примерно в десятке шагов под ногами на широкой ступени лежало тело в военной форме, рядом каска. Лица мы не разглядели, но заметили чуть ниже оружие, которое мертвец держал за ремешок. Не то ружье, не то автомат, мне такое не встречалось. А дальше, едва различимая в наполнявшей нижнюю часть амфитеатра полутьме, просматривалась лежащая на боку массивная прямоугольная платформа с узкими гусеницами, необычной формы башней, откуда торчал короткий ствол. — Слушай, да это же пушка, — сказал пригоршня. — Ну точно, пушка на гусеницах, самоходная. Никогда раньше такого оружия не видел. А солдатик того, может, медведь и завалил, — предположил напарник. — Может быть. Надо это дело обойти как-то. Но мы продолжали стоять, глядя в бетонный амфитеатр. Вода была неподвижна, тело внизу тоже. Травяные комья висели, будто странные дохлые рыбы, ступени уходили во мрак. Картина эта завораживала. Казалось, что в застывшей болотной глубине помимо пушки и мертвеца притаилось что-то еще, какая-то сокровенная тайна зоны. — Неужто медведь таки высмотрел здесь где-то поле артефактов? — пробормотал Никита. — Это ж какие деньжищи! — Надо, надо, если не медведя найти, то поле это. Обязательно. Правда? Вездеход себе броневой оборудуем с радаром да с пушечкой да с электроникой всякой. И большой, чтобы в нем спать можно было. Борода мне говорил, что может систему обнаружения такую смонтировать, что никакая сука втихаря не подберется, если мы не захотим ее подпустить. — Слышь, Андрюха, это ж песня, а не машина будет. Только деньги нужны на это, на все немалые. — Я бы тоже не отказался от подобной машины, но для Пригоршни универсальный вездеход-броневичок был особой страстью, голубой мечтой, ради которой он и жил все последние месяцы, после того, как я однажды рассказал, что было бы неплохо заделать себе такую штуковину. Он сразу разгорелся, стал расспрашивать, что я имею в виду, и в результате впечатлился этой идеей куда больше меня и ее автора. — Идем, решил я наконец, а то будем до вечера туда пялиться, да мечтать. — Хотя, чувствуешь, тут вроде как время не двигается. Внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не оступиться и не соскользнуть вдоль бетонного откоса, я стал огибать препятствия, и, поспешившись следом, напарник спросил, — Что это ты про время? Как не двигается? Что это значит? — А ты помнишь, сколько мы уже здесь? Он помолчал, соображая. — Больше часа, наверное. — А освещение, видишь, такое же, как было. Я махнул рукой вверх. — Светлее не становится, хотя мы ранним утром катер бросили. — Ну так что? Осень ведь сейчас. Осенью так бывает, что целый день будто сумерки. Пасмурно, потому что и солнца не видно. Это само собой. Но меня такое ощущение не оставляет, будто тут все замерло. И время тоже. Понимаешь? Я не видел, но ясно понял, что он за моей спиной пригоршня пожал плечами. — Не, решительно сказал он. Этого не понимаю. Но все же мои слова заранили в его душу сомнение. Потому что, когда мы, оскальзываясь и приступая по кочкам, миновали уже половину кратера, напарник объявил. — Ну вот, врешь ты! Я сейчас на стрелке глядел. Идут себе, как всегда. Почти две минуты мы уже вокруг этой фигни бредем. Ясно тебе? А стала моя очередь пожать плечами. — Это не показатель, Никита. Часы могут и тикать, а время остановилось. Хотя ты прав. Вру я, конечно. Время не может встать. Просто атмосфера тут такая. — А ПДА твой как? Он посмотрел и сказал. — Нет, пусто. — Слушай, а помнишь историю про потерянный взвод? — Это ты всякие сказки зоновские собираешь по барам да лагерям, а я не очень-то ими интересуюсь. — Ну так я расскажу. — Вот слушай. — Не надо, — перебил я. Не хочу я твои бредни слушать. — А ты все-таки послушай, — настаивал Пригоршня. — Очень мне эта история нравится. Однажды из НАТО прибыла делегация во главе с каким-то очень важным генералом. Чуть ли не самым главным там у них. Тут, конечно, подсуетились, сталкеров-бродяг поразогнали, чтобы на глаза не лезли. Скупщиков втихаря предупредили. Никаких, мол, крупных партий товаров из зоны наружу не пытаться в это время вывести, а то накроется медным тазом весь ваш бизнес. Подмели все, розы красной краской покрасили. Ну вот, проехалась, значит, эта делегация вдоль периметра, по кордону прошлась, а потом главному буржуинскому генералу взбрело в его генеральскую голову дальше углубиться, чтобы, значит, заценить обстановку по полной программе. И он об этом в своем желании всех оповестил. Тут, конечно, мельтешение началось, потому что очень ведь важная персона. И отрядили уоновцы свой взвод самых опытных вояк. 15 автоматчиков до трех пулеметчиков до двух гранатометчиков до одного связиста с самой мощной навороченной рацией и еще и интенданта с бочкой варенья и корзиной печенья. В делегации, конечно, у всех мобильники имелись, но ты же знаешь, здесь они почти нигде не работают. Сели они в вездеходы-броневики и поехали. Экскурсия всего день должна была продлиться. Собирались вдоль кордона по внешней стороне прошвырнуться, вглубь немного заехать, ну, немного совсем и назад. И не вернулись, предположил я. Ну, сказал Пригоршня, откуда знал? Так история твоя так называется. А, ну да. В общем, пропал взвод вместе с главным генералом. Они связь с кордоном чуть не постоянно поддерживали, а потом вдруг как отрезало. Замолкли и на вызов не отвечают. Но перед тем на какую-то странную дорогу выехали, потому что у вояк проводник был сталкер по имени Злой, который тогда считался лучшим специалистом по тому району зоны. Каждую тропку в нем знал, каждый деревце. На него вояки как-то вышли и заплатить ему пообещали очень прилично. Он и подписался сопроводить их. Но, конечно, не как сталкер. Его для этого дела обрядили в военную форму и перед лицом высокого начальства он должен был сержанта изображать. Так вот, он в рацию сказал, что, мол, экспедиция ихняя на какую-то странную дорогу выехала. Говорит, сколько лет тут брожу, а дороги такой не видел ни разу. Нет здесь этой дороги, не может ее быть, потому что раньше не было. А вот же есть. Широкая, земляная, прямая, посреди леса тянется и деревья срубленные по краям лежат. Аккуратно так. Но давно срубленные, потому что уже сухие совсем. Очень говорили у злого, голос изумленный был. И он испугался, сказал воякам, что надо с той дороги линять. Но генерал, должно быть, устал по ухабам трястись и захотел дорогу проинспектировать и приказал по ней ехать. И поехали. Последние слова злого были. Дорога ровная, едем, что впереди не видно, потому что солнце яркое и там туман такой желтый клубится. И все. Потом тишина. Пригоршня замолчала. Я перепрыгнул на земляной островок, торчащий из жижи, потыкал веслом перед собой, шагнул дальше и сказал. Что? И все? Дрянная история. Без морали и без финала. Морали в ней нет, согласился напарник. А финал еще будет. Погоди, я не дорассказал. В общем, шум поднялся неимоверный. Слыханно ли дело, такое начальство сгинуло. Полковника, который был ответственен за организацию экспедиции, под трибунал. И еще буржуины два спецзвода молниеносно прислали на супервертолетах. Те полетали, полетали над районом, где злой в последний раз на связь выходил. Тихо. Нет никого. И главной дороги широкой земляной тоже никакой нет. Они тогда сели, лес прочесали, окрестности. Пусто. Ни тебе следов побоища, ни трупов, ничего. Делать нечего, пришлось им возвращаться. Ну и потихоньку улеглось, все, забылось это дело. Мало ли в зоне странных вещей приключается. Как вдруг в лагерь к толстому прибегает взволнованный сталкер Бажан, который со злым дружил, и говорит, злой на связь вышел, я с ним разговаривал. Тут такие рации, которые могут в этих местах работать, не у многих есть. Но вот у Бажана была, потому что он здоровый лось и мог ее за собой таскать. Но, говорит, злого слышно, только если возле домика лесника покойного стать в третьем юго-восточном квадрате, а чуть отойдешь, помехи, и он замолкает. Бажану, конечно, не поверили, но он заложился на тысячу евро, что правду говорит. И тогда подручный толстого и еще двое сталкеров пошли вместе с ним. Возвращаются на следующий день в лагерь, затылки чешут. Говорят, да, как встали возле той сторожки, покрутил Бажан на стройку, и голос злого прорезался. Он так монотонно повторял, «Бажан, где ты, это злой, выходи на связь. Эй, ну где же ты?» Мы с ним заговорили, так он чуть с ума не сошел от радости, принялся кричать, смеяться, плакать. Мы спрашиваем, «Где вы находитесь, гражданин злой?» Он говорит, «Тут долина какая-то, между гор. Дорога нас сюда привела, а дальше нет ходу. Мы назад, а она пропала уже куда-то. Не можем ее среди скал найти. Здесь водопадик, речка, два озерца и рощицы, остатки колхоза еще, звери всякие. А в горах живут. Тут шипение пошло, вой, треск в эфире. Злой кричит, «Выведите меня отсюда, братцы! Найдите меня! Заберите! Помогите!» И все. И тишина. Потом уже злой ни с кем не разговаривал, не слышал, когда ему пытались отвечать. Хотя иногда отдельные сталкеры или вояки его слышали. В разных местах вдруг голос в рациях, а то и в радиоприемниках всплывал. Он должно быть со скуки или в надежде, что запеленгуют его и вытащить смогут, рассказывал, как там оно у них, что здесь и другие люди живут и как военные с ними сцепились, так как экспедицию в горы отрядили. Последнее вроде бы от него сообщение было про то, что они на небо залезли. Но это так, иносказательно. То есть они до вершин добрались, а потом он выкрикнул, «Братцы! Оно бесконечное! Шары-то, наверное, без конца и края!» И все. Больше уже не слыхал никто злого. Наверное, рация сломалась. «А-а, так вот откуда у легенды про пузыри ноги растут», кивнул я. «А ты в них не веришь, значит?» «Нет, конечно. В зоне много необычного, но пространственные искривления — это уже физика, понимаешь?» Пригоршню помотал головой. «Не понимаю. Это нарушение физических законов». «Да ну! Аномалии, карусель, к примеру, это тебе не нарушение, что ли?» «Это локальный феномен гравитационный, а пространственные пузыри всякие слишком что-то глобальное. Не бывает такого». «Ладно, стоп, пришли мы». «Нет, болото не закончилось, но мы, наконец, добрались до первого барака — длинного приземистого здания с покатой рифленой крышей и дверью в торце». «Давай внутрь, что ли?» — предложил напарник. «Надоело мне по этой топе прыгать». Я налег плечом на дверь, открыл, увидел стоящего прямо передо мной мужчину и ударил его веслом по голове. Никита сипло крякнул от неожиданности. Незнакомец, босой, в поровном камуфляжном комбезе прямо на гулое тело, в синем берете, качнулся. С плеч его свисали ремни. Справа было необычное ружье с очень тонким стволом, слева — ингрэм, легкий пистолет-пулемет, который я не сразу узнал, потому что это была редкая, карабинная модель с удлиненным стволом и выдвижным прикладом. Висел он там без скобуры, петля из более узкого ремешка продета прямо в предохранительную скобу. Я врезал ему лопастью по голове. Нормальный человек от такого удара свалился бы и вырубился минимум на минуту, но этот лишь упал на колени, схватившись за ружье. Цевье весла после удара сломалось. Как в замедленной съемке видел я движение незнакомца. Вот правый локоть ушел назад и вверх, будто у ковбоя, выхватывающего револьвер. Вот пальцы сомкнулись на рукояти, напряглась обнаженная рука, поднимая тонкий ствол, из которого сейчас вырвется и вопьется в мое тело смерть. Никита что-то орал сзади, но я не слышал, вернее, не понимал, о чем он, потому что во все глаза смотрел на то, как странное ружье поворачивается и ствол нацеливается в меня. Подмышкой у меня просунулась рука. Она вцепилась в пистолет-пулемет на левом боку незнакомца и рывком повернула его так, что ствол обратился назад. Безымянный палец, согнувшись крючком, лег на курок и нажал. Ингрэм выстрелил. Пули впились в бок мужчины, вошли ему под ребра. Ремень скрипнул, от датча качнуло оружие, но пригоршня, тяжело дышавший над самым моим ухом, еще сильнее подался вперед и разжал пальцы лишь после того, как левый бок мужчины стал напоминать кашу, а сам он повалился на спину. — Темный! — выкрикнул Никита, и я оглох, потому что его рот все еще находился в непосредственной близости от моего уха. — Это один из них! Слышишь, химик! — Слышу, слышу, не ори! Оказывается, еще только замахиваясь веслом, я затаил дыхание и лишь теперь ощутил это. В груди начало сжечь. Я выдохнул, вдохнул опять, присев, стал поспешно расстегивать ремни, краем глаз в виде койки вдоль стен, большой железный ящик в конце прохода между ними, двери. — Вон, сюда бегут! — Кто бежит? Не оборачиваясь, я сунул ружье ему в руки, схватил пистолет-пулемет и сорвал с пояса мужчины небольшую сумку. — Темные! Они услышали! — Андрюха, это база под темной группировкой! Здесь бродяги, слышишь? Психи из центра зоны! — Так запри дверь! Быстро! — велел я, наконец поворачиваясь с автоматом на изготовку. Глава шестая Изнутри на двери и стене рядом с ней были железные ушки, но засов отсутствовал. Напарник схватил брошенное мною весло и вставил в них. — Сломают быстро! — крикнул я уже на бегу. — Больше нечем! В помещении было полутемно. Слева неподвижно лежал еще один человек в комбезе, лицом кверху и с глубокой раны на груди, а рядом, зажимая большой нож, стал кергорбун, весь в крови. Вдоль стен тянулись двухэтажные койки, между ними стояли тумбочки. Возле противоположного конца барака виднелся большой металлический ящик, напоминающий старинный сундук с покатой крышкой. Мы успели пересечь большую часть помещения, когда позади лязгнуло. Я и пригоршник, как по команде, упали, откатившись в разные стороны. Он за койку, я за сундук. Тот стоял в конце прохода между двумя рядами коек. Напарник оказался ближе к двери, от которой мы бежали. Встав на колени, я увидел его сгорбленную спину впереди, справа. Боком я положил пистолет-пулемет на железную крышку, направив ствол на дверь. Наклонил голову к левому плечу, чтобы точным выстрелом мне не снесли макушку, вновь приподнялся, выглядывая одним глазом. По сторонам от двери было два узких окошка, и как только в одном из них мелькнула чья-то голова, я выстрелил. Ингрэмы легкие, поэтому разброс у них сильный, хотя этот, длинноствольный, бил точнее. Первые пули попали в стену рядом, но потом стекло в окне взорвалось. Одновременно что-то мелькнуло во втором окошке, и тут же Никита, улегшись плашмя на койку и, уперев локти в ее край, выстрелил из своего диковинного ружья. Лучше бы он этого не делал. Сначала оружие громко загудело, а потом оглушительно взвыло. Из тонкого ствола вырвалась молния, но не такая, как нам привычно видеть в небе, а прямой, как стрела, световой стержень ярко-белого цвета. Это был не лазерный луч, почему-то я сразу решил, что оружие стреляет электроразрядами, и сейчас разряд впился в окно. Пространство лопнуло, наступила пронзительно звенящая тишина. Я оглох. Будто в немом кинофильме увидел, как вокруг лишившегося стекла оконного проема по рифленому железу зигзагами пробежала трещина и стремительно описала неровный круг метрового диаметра, после чего оплавленный, почерневший участок стены выпал наружу. В дыре сначала виднелись небо и край башни с решетчатыми тарелками, а затем возник силуэт. Постепенно звуки начали проникать сквозь ватный заслон в ушах. Я уловил приглушенные шумы и неразборчивые крики. Выпрямившись на коленях, направил ствол в сторону пролома. Человек за ним поднял ружье, такое же, как у пригоршни, но я нажал на курок первым. Ингрэм затрясся в руке. Выстрелы я услышал, как отдаленный стук молотка. Пули прошили темного сталкера, он отпрянул, не успев открыть огонь, и пропал из виду. Патроны в рожке закончились. Я вновь услышал отдаленные крики, перевел взгляд вправо и увидел пригоршню. Он спрятался за кроватью, полуобернувшись, махал рукой и разевал рот. Пригнись, угадал я по движению его губ. Вниз, химик, подстрелят! Тут из ушей будто вынули ватные тампоны. Все звуки окружающего мира ворвались в голову, и в это же мгновение до меня дошел смысл происходящего. Да я же стою, подставив лоб и грудь любому стрелку, который вознамерится пальнуть из окон. Я нырнул вниз, повернулся и сел, прижавшись спиной к сундуку. Вовремя над головой взвизгнуло. Но потом все стихло. Должно быть, там за дверью оценивали диспозицию и прикидывали, что делать дальше. «Андрюха, как ты?» — крикнул пригоршня. «Не зацепила?» Я поднял пистолет-пулемет стволом к потолку, вытащил пустой рожок и ответил «Нет, но я оглох совсем после того, как ты...» «Что это было? У тебя уши не свернулись?» «Я рот разъянул перед этим», ответил он, будто чувствовал. «Все равно тряхануло сильно, но теперь уже лучше. Тут на этой штуке верниер есть». Ногой я за ремень подтягивал к себе сумку, которую сорвал с пояса убитого под дверями сталкера. «И для чего он?» «На нем Макси, Норма и Мини написано. Так я перед тем, как пальнуть, с перепугу на Макси поставил. Ну и...» «Так на Мини переведи, у меня чуть голова не лопнула». «Это электрическое ружье какое-то, оно лезет!» перебил он. На другом конце барака загрохотал автомат. Я к тому времени успел раскрыть сумку и как следует рассмотреть свое оружие. Приклад был телескопический, выдвижной, с плечевым упором из стальной проволоки, а в сумке оказалось два запасных магазина. Всего два. Это значит 64 патрона. Маловато будет. Я перезарядил, повернул рычажок на ствольной коробке, меняя режим стрельбы. В передней части с нее свисал короткий узкий ремешок, чтобы можно было удерживать оружие второй рукой. Я уже собрался открыть огонь, но пригоршня опередил меня. Должно быть, он последовал моему совету, переведя верниер в положение мини, потому что теперь никакой молнии не было, лишь тончайшая, едва заметная нить прочертила воздух наискось от койки до окна. Все-таки Никита классный стрелок. Он попал точно в голову того, кто поливал нас автоматным огнем. Оружие мгновенно смолкло, фигура за окном исчезла и стало тихо. — Ты видел? — громко спросил он. — У них стерлинги. А еще чего? Я не оторвал взгляда от противоположного конца барака, но пока в окнах никто не возникал. — Это еще что за киберпанковское оружие? — Какое? — Я говорю, стерлинг, английские стволы, девятимиллиметровые. Они так себе, но у того, кто вот сейчас стрелял, у него, кажись, FNP-90. Вот это хреново, Андрюха. — Почему? — спросил я. — Это бельгийский пистолет-пулемет, а бельгийцы оружие всегда суперское делали. Тут, видишь, темновато, но FNP при плохом освещении подсвечивает. Там этот тритеевый источник. — Какой? — начал я и не договорил. В обоих окнах возникли фигуры. Нам просто повезло. Я выстрелил в окно слева, а Никита в правое, и оба мы попали. Эти ребята решили накрыть нас залпом одновременно из-за электрооружия и пистолета-автомата. Уж не знаю, что они там использовали сейчас «Стерлинг» или этот контрстрайковский FNP-90, но автомат послал короткую очередь, после чего смолк, так как по меньшей мере три пули из моего «Ингрэма» попали в темного сталкера. Электрооружье успело выплюнуть молнию перед тем, как заряд Никиты отбросил второго от окна. Противник не попал. Должно быть, верниер на его оружие был установлен в среднем положении. Громыхнуло не очень сильно, но и не тихо. От окна, почти перекрестившись, с вылетевшей из ружья напарника световой спицей, протянулся длинный белый пруд и уперся в койку над пригоршней. И она будто взорвалась. Горящие обрывки простыни взметнулись вместе с пухом из разлетевшейся в клочья подушки, после чего вся конструкция из железных труб, рамы и пружинистой сетки со скрежетом рухнула на напарника. Поднявшись на коленях и переключив рычажок, я пустил длинную очередь, которая пересекла оба окна, дверь описала крутую дугу и вернулась обратно. Никита выпрямился, расставив руки, поднял над собой гору железных обломков и еще тлеющих тряпок, напоминая медведя, который, проснувшись по весне, восстает из берлоги, как какой-то языческий хозяин леса. Выхватив из груды обломков ружье, напарник упал плашмя и пополз, в то время как пули из моего автомата летели прямо над ним. Добравшись до другого ряда коек, расположенного там. Как только Никита вновь укрылся, я прекратил стрелять и сел за сундуком, прижавшись к нему спиной. Крикнул. — Ты как? — Ой, хреново! — Задело? — Не, щеку поцарапал и лоб ушиб. — Слушай, химик, теперь совсем плохи наши дела. — Ага, — сказал я, проверяя магазин. Патронов осталось три, ну и плюс второй рожок. И все. Видел того мужика, который под стеной возле двери лежит подстреленный и горбун рядом. — Видел, а что? — Что, что? А то, что второе тело возле водонапорной башни, которой мы тогда не признали, не горбун. — Ну да, и как ты догадался? — Вот так вот. Значит, под башней там просто какой-то сталкер-бродяга лежал, а горбун вместе с медведем сюда дошел, последний из ребят курильщика, кто выжил. И темные его тут положили. Но не медведя, потому что не видно его трупа пока. — Ну да, так и есть, согласился напарник, помолчал и добавил. — Если они сейчас сообразят из своего ружья пальнуть в этом в положении Макси, то... — Конец нам, заключил я. Мой ящик снесет к чертовой матери, да и от койки твоей. Надо в те окна нырять. Я выглянул слева от сундука. Пригоршня, стоя на коленях позади койки, сгорбившись и уперев в нее локти, целился в сторону двери. — Те, что за нами, добавил он, не оборачиваясь. — Или в дверь. Не видишь, заперта она? Рассмотри, я пока окна контролирую. — Заперта, — ответил я, приглядываясь. — Замок там навесной, большой. — Значит, в окна. Там стекла целые. Разбей. Я поднял ингрэм и дважды выстрелил. — Готово. — Так. Он быстро оглянулся, вновь уставился в другой конец барака и сказал. — Так, значит, ты первый беги. Я скомандую сразу ноги в руки и туда. Прыгай в окно, там поворачивайся, выставляй в него ствол и целься. Как будешь готов, кричи. Я тогда тоже побегу, а ты стреляй по ним. Все понял? — Только имей в виду, Никита, эти окна не наружу ведут. Там сразу второй барак, предупредил я. Сейчас вот разглядел, когда стекло разбил. Мои слова заглушил грохот и тут же вой Никитиного ружья. Я развернулся, вскидывая автомат, но все уже смолкло. Напарник выкрикнул. Еще одного срубил. Эти темные психи совсем без страха лезут прям под заряды мои. Что ты сказал, химик? Я сказал, эта стенка перегородка на самом деле. Она барак на две половины делит. И за ней вторая половина. Он помолчал. — Ладно, неважно сейчас. Ты приготовься. — Готов? Я к тому времени успел вставить в НГРМ последний рожок и ответил. — Готов. — Так. — Ну, давай. Я вскочил. Пригоршня заорал. — Стой! Ложись обратно! Но было поздно. Глядя на разбитое окно слева от запертой двери, я бросился вперед. Хорошо, что я его не послушался. Сзади раздался грохот. Темные, должно быть, взорвали дверь, после чего сразу несколько их всунулись внутрь. Напарник выстрелил и одновременно тоже сделал один из сталкеров, установивший свое ружье в режим Макси. Он попал точно в сундук, за которым я прятался мгновение назад. Тот взорвался. Волна раскаленного воздуха и капель расплавленного металла ударила меня в спину, швырнула вперед, а я как раз оттолкнулся от пола, чтобы прыгнуть. Наверное, я поставил мировой рекорд. Сзади меня будто стукнули кувалды размером с броневик. Тело взлетело наискось от пола, как стрела пронеслось в воздухе и будто в центр мишени влетело точно в середину квадратного окна. Торчащий из железной рамы осколок стекла взрезал кожу на бедре. Ревя, как раненый зверь, я свалился на пол, ударившись грудью. Ребра хрустнули, воздух с шипением вышел сквозь сжатые зубы. Из глаз полетели искры, все вокруг вспыхнуло, задрожало, перемигиваясь крошечными и слепящими огоньками. Никита, он же еще там, за дверью. Мысль эта пришла будто откуда-то издалека. Я во все глаза смотрел на то, что было прямо передо мной, всего в полуметре, занимая большую часть этой половины барака и скрывая от взгляда его противоположный конец. Спину жгло, кажется, куртка там еще все еще тлела. Зад болел, будто мне отвесили сильного пинка. Но пригоршня. Он остался за перегородкой, с другой стороны, где куча сталкеров из темной группировки, почему-то вознамерившись убить нас. Я встал на колени. В позвоночнике хрустнуло. Выпрямился, развернувшись на каблуках, глянул в окно и увидел, что напарник, не дождавшись моего сигнала, бежит наискось от койки, а с другого конца барака по нему палят в два ствола и третий сталкер целится из-за электро-ружья, ведя стволом вслед за перемещающейся целью. Скинув ингрэм, я нажал на курок. Автомат выстрелил и смолк. Заклинило. Койка, за которой раньше прятался Никита, взорвалась. Должно быть, пока я не смотрел туда, они кинули гранату. Вот почему он сорвался с места. Пригоршня свалился под стеной, приподнял голову. Ружья в его руках не было. От противоположной стороны барака к нему бежали человек пять и следом в развороченный проем лезли еще несколько. Он поднялся, выхватив нож. Пули визжали, выбивая искры из железной стены слева и справа от него. Стоял в полоборота ко мне, и я увидел растерянность на его лице. Это был конец. Их около десятка, а с ножом не полезешь на стволы. Враги уже рядом, четверо или пятеро одновременно целятся в него. «Кристалл!» заорал я так, что перекрыл грохот оружия. «Кристалл, Никита!» «Давай!» Мой голос сорвался, по горлу, будто наждаком резанули. Ряд искристых фонтанчиков прошил стену, стремительно подбираясь к напарнику. Он сорвал контейнер с карабина на ремне, распахнул крышку и поднял перед грудью. Пуля свизгом ударила в металлическую стенку. Закричав, Никита швырнул контейнер перед собой и метнулся к перегородке. Я увидел, как его плечо словно взрывается, когда в него попадает пуля, как в то место, где напарник только что стоял, впивается разряд из электро-ружья, а он прыгает в окно по другую сторону от запертой двери. И тут, выпавший из контейнера кристалл, сработал. Артефакт бесшумно вспыхнул, выбросив во все стороны ртутные, с виду мягкие, а на самом деле острые, как бритва лучи. Органику они мгновенно пронзают и останавливаются не раньше, чем заполнят все пространство вокруг, лишь достигнув чего-то твердого, вроде бетонных, железных или деревянных стен. Никита уже лежал, ткнувшись лицом в пол и прикрыв голову руками. А на меня нашла моя обычная завороженность, чтобы не сказать заторможенность. Будто в замедленной съемке я видел сквозь окно, как в соседнем помещении расцветает кристалл, как в его лучах извиваются тела, как их разносит в разные стороны, поднимает над полом. Потом один луч дотянулся до окна и вонзился в квадрат пустого воздуха. Я машинально откинулся назад, кренясь, будто дерево на ветру, видя ртутные переливы прямо перед глазами. Откинул голову и начал падать, а луч прошел над лицом почти вскользь, чуть не задев нос, наискось вверх. Я упал на спину, луч уперся в потолок барака. — Мать! 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 Я повернул голову. Никита приподнялся, держась за развороченное левое плечо. Между пальцами текла кровь. Безумными глазами, глянув на меня, он облизнулся, затем, нервно позевывая и кривя рот, привстал. В пространстве за перегородкой наступила тишина. Кристалл перестал расти. Донесся приглушенный стон и быстро смолк. Со стуком что-то упало на пол. Никита неподвижно смотрел в окно. Я перевернулся на живот и медленно сел, прижимаясь спиной к стене. Во второй половине барака, где мы находились, дул теплый ветер и раздавалось приглушенное гудение. — Все, — хрипло, — сказал напарник, — последнего оно к потолку пригвоздило. Ты видел, какие у них у всех рожи? Вроде тарабы какие-то. Андрюха, сколько кристалл там еще будет? Дня три примерно, — равнодушным голосом ответил я. — А потом что? Ты сам его видел раньше в действии? — Видел. Потом ртуть эта растворится, стечет, как сосульки на пол. Потом исчезнет. Трупы к этому времени разъезд сильно. — Слышь, Никита, — жалко кристалла, — перебил он. Он же почти как око стоит. Попробуй его найди. — Никита, — я говорю. — Тыщи две, а то и три. — Эх, забудь о кристалле, — сказал я. Тут у нас такая штука, из-за которой мы оба в скорости сдохнем. — Прикалываешься, Андрюха? Давай оставим эти шутки. — Это не шутки, а карусель, Никита. Он повернулся и надолго замолчал. Перекрывая помещение от одной стены до другой, в сумерках барака струилась, мерцая тусклыми искрами, закручивалась спиралью огромная аномалия. Глава седьмая Давно замечено. Почти в любой хреновой ситуации всегда бывает какой-нибудь незначительный, но светлый момент. В данном случае им оказалась аптечка, висящая на перегородке ближе к стене. Видев полуметрия от себя струящиеся из вивы карусели, ощущая кожей лица ток теплого воздуха, насыщенного электричеством и озоном, я прошел вдоль перегородки, прижимаясь к ней спиной, раскрыл аптечку, достал посеревший от времени бинт и бутылек с перекисью водорода. Еще там была зеленка, несколько упаковок каких-то таблеток и три пластиковых шприца, полных мутной жидкости. Зеленку я оставил, а таблетки и шприцы сунул в карман. Когда вернулся, пригоршня сидел под дверью, расставив согнутые в колени ноги. Куртку он успел снять, от рубахи оторвал левый рукав и теперь качался взад-вперед со страдальческим выражением на лице. У меня самого жгло в спине и ныли мышцы, но все же я первым делом перевязал мученика, залив рану перекисью водорода. Пуля не вошла в мясо, лишь прошила материю и взбороздила кожу, поэтому у ней показалось, что плечо взорвалось. Во время медицинской процедуры он морщился, кряхтел и ойкал, как ребенок. — Что, сильно болит? — спросил я, снимая с себя куртку. Оказалось, что сзади она теперь напоминает прожженное решето. — Сильно! Не было в той аптечке, ничего такого! Я достал один шприц, посмотрел название и сказал. — Ого! Это ж промедол! — Что? — простонал он. — Опят такой, синтетический, сильная вещь. — Давай! — И вредная, да. Кроме прочего, может рвота быть, голова кружится. — Да и целиться трудно будет. А еще он боль снимет. При беременности его нельзя применять. — Ты не беременный, пригоршня? — Химик! — взмолился он. — Ладно, ладно. Я свернул колпачок, вонзил иголку в предплечье и ввел лекарство. Потом снял с себя изуродованную рубашку, повернулся к напарнику спиной, спросил. — Что там у меня? — Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ — Никакие не украинизмы, а тутжечки у тебя там такие черные пятнышки и красные вокруг них. Ну, ожоги, короче, ну мелкие совсем, хотя их много. Еще синяки, и ссадины, и царапины, и шрамы, но это старые. — Акали на меня обожгло, которое с того сундука полетело, — пояснил я, раздумывая, не вколоть ли промедул и себе, но потом решил не делать этого. Ну его, слишком сильный, в голове совсем весело станет, лучше таблетку какую-нибудь. Я полез в карман, а пригоршня спросил, разглядывая меня затуманенными болью глазами. — Химик, что у тебя с этим... с торсом? — А что с ним? — спросил я, присаживаясь рядом на корточке. — Ну, раньше я тебя без рубахи ни разу не... Ты на вроде того Фредди Крюгер был такой старый фильм. Только какая у него рожа, такое у тебя все тело. Я склонил голову, разглядывая свои шрамы. Один, самый длинный, извилисто тянулся от правого плеча, пересекал грудь и доходил почти до пупка, разделяя надвое татуировку в области диафрагмы. — Откуда они все? — продолжал удивляться пригоршня. — Выращиваю, — пояснил я, вертя в руках упаковки таблеток, и ткнул пальцем в длинный шрам. — Это мой старшенький. Любимый. — Не, у меня тоже есть, ну... Да ты ж считай новичок в зоне. А я чуть ли не ветеран уже. Тертый. — Вот меня и того. — я провел ладонью по груди. Потерло. Среди таблеток нашелся пенталгин, и я бросил в рот две штуки. Воды не осталось, пришлось проглотить так. Положив куртку, сел на нее, после чего мы с напарником уставились на карусель. Ее спираль-ядро с тихим гудением раскручивалось примерно в метре над полом, а выше, до самого потолка, воздух вибрировал. Сквозь наполняющее пространство муть почти ничего невозможно было разглядеть. А я ПДА разбил. Вдруг объявил напарника и стал расстегивать ремешок. Даже и не помню, когда. Экран совсем треснул. Не работает. — Так выбрось. — Уже. Он бросил девайс под перегородкой и добавил. — Слушай, мне кажется, или эта хрень необычная какая-то? — Не кажется. Я поначалу и не понял даже, что это карусель. Да и сейчас не очень-то уверен. Структуру вроде как у нее. Обычно карусели не разглядишь. Но мы как-то изучали одну, шашку дымовую рядом положили, и когда она дым стала вращать, засасывать, рассмотрели как следует. Так что вроде она. Хотя... А разве нормально, что там огоньки эти? В том-то и дело, что ненормально. Это мясорубки искрят и озоном пышут, а карусели нет. Так что же оно тогда такое? Я помолчал. — По-моему, все же карусель. Ну, необычной, ну, модификации, разновидности. Или, может, она срослась с мясорубкой. Разве такое бывает? Выходит, что да. Или нет. Ну, не знаю я, Пригоршня. Но ведь кровь камня вокруг карусели обычно вырастает. — Где ты кровь камня увидел? — удивился я. — Да вон! — он махнул рукой. — И не только. Там еще что-то. Должно быть, после всех приключений у меня с головой не совсем в порядке было, раз я первым их не заметил, уступив беспокойному тугодуму Никите. Но теперь я поднялся, по-прежнему прижимаясь к стене, впервел взгляд туда, куда он показал, и присвистнул. На стене слева, метрах в трех-четырех от перегородки, росли грозди артефактов под названием кровь камня. Довольно безобразненькая красноватая штуковина, которая, насколько я понимал, состояла из всяких природных ингредиентов вроде остатков растений, земли, иногда костей и мяса. Все это сжималось, слипалось в общую массу, полимеризировалось. Это когда низкомолекулярные вещества сраздаются в макромолекулы полимера. Откуда же оно здесь взялось? Я присел на корточке, потом лег, прижавшись щекой к полу. В клубящейся вокруг аномалии полутьме лежал скелет с жалкими остатками мяса и сухожилий на костях. Вот откуда карусель ингредиенты взяла. А вместо земли что-то другое использовала, к примеру, верхний слой железа со стены. Использовала. Я в который раз поймал себя на том, что думаю об аномалии как о живом существе, обладающем пусть примитивными и отличными от человеческих, но все же оформленными устремлениями и волей. Когда приходилось непосредственно работать с артефактами, я тоже воспринимал их как организмы. Да и вся зона зачастую представала перед мысленным взором в виде огромного разума, чье прозрачное аморфное тело располазлось по ограниченному району на поверхности планеты, слилось с ландшафтом и само стало ландшафтом, всеми его холмами, горами, руслами рек, лугами, долинами, брошенными базами, разграбленными поселками и всем прочим, из чего состояла зона. — И не достать их никак, а, химик? Вот беда! — спросил знающий мою страсть, пригоршный чуть ли не издевательский. Постаравшись сделать равнодушное лицо, я ответил. — Да, он дешевый. Курильщик за одну кровь не больше червонца дает. — Хотя тебе артефакт не помешал бы сейчас, конечно. — Почему? — Он, понимаешь, раны заживляет хорошо. Облучает их чем-то, и они очень быстро срастаются. Кровь останавливается. — Твоя бы дыра на плече уже к вечеру стала бы затягиваться, если бы к ней бинтом кровь камня прижать. — Но не достать их никак, а, пригоршня? Вот беда. Я подмигнул ему. Страдальческое выражение уже покинуло небритое лицо напарника. Оно разгладилось, и в глазах даже появился блеск. Пробрался вдоль перегородки и стал разглядывать другую стену. — Ну что? — спросил он вскоре. Я ответил. — Шутки шутками, а там на стене целая гроздь мясных ломтей висит. Они, правда, тоже дешевые. Но вон выше... — Эх! Что, эх! Там почти под потолком душа прилипла. Он помолчал, вспоминая, должно быть, мои рассказы. Потом воскликнул. — А! Мы же ее видели один раз. Химуль показывал, да? Такое красно-желтое такое, вроде кровь с желтком яичным смешали. Оно, да? Ты тогда говорил, от него бодряк накатывает, правильно? — Если б тебе душу на пояс, Никита, ты бы тут скакал, как кенгуру, до потолка, а темных голыми руками бы всех растерзал и стволы их узлами позавязывал. Правда, потом сутки пластом лежал бы и биологически постарел года на два-три. Но это потом, часов через семь-восемь. — Это круто! — откликнулся он, и что-то в голосе напарника заставило меня поглядеть на него. Он как раз повернулся ко мне, так что я увидел искрящиеся, будто пьяные глаза. — Ага, поплыл Никита. Нет, его не тошнило, и голова не кружилась, на него промедол иначе подействовал. Главное, чтобы он теперь голову не потерял и не полез бы на эту карусель кататься. — Ты как себя чувствуешь? — на всякий случай спросил я, возвращаясь к двери. Пригоршня неуверенно поднял руку, коснулся лба, сказал... — Ну, нормально, в общем. Плечо не болит. И вообще ничего не болит. Будто онемело все. Хотя вроде конечностями свободно двигаю. — А в голове что? — В голове? — Радостно в голове, — признался он. — И какой-то бред на ум всю дорогу лезет. — Ты, главное, его контролируй. — В смысле? — В смысле не поддавайся безумным мыслям. Ты должен понимать, что это бред, что он лекарством вызван, обезболивающим. Пока ты это помнишь, осознаешь, до тех пор ты его контролируешь. Пусть тебе лезут всякие мысли. Нужно не забывать, откуда они. Тогда нормально будет. — А, понял. — Нет, я не забываю. В порядке все. — Ну и хорошо. — Я знаю, где мы, — объявил вдруг напарник. — Серьезно? И где? — Это бродячая база. — Я поморщился. — Типа пропавшего взвода, что ли? Опять сказочки твои. — Не сказочки, — возразил он с вызовом. — Про базу не такая история интересная, как про взвод, но... Вернее, тут и истории-то нет особой. Так просто. Есть база, которую вояки в зоне секретно отстроили для каких-то хитрых экспериментов. Не то они на ней свое глубоко-вакуумное оружие собирались усовершенствовать, не то еще чего. И в какой-то момент она у них пропала. Ну, то есть исчезла вся начисто. Связь оборвалась. А когда туда вертолеты послали, так только складку такую трещину в земле увидели. Узкую, но длинную. И прямую, необычайно. А потом, значит, база в другом месте объявилась. Через год сталкеры на нее случайно наткнулись. Недавно, может, несколько месяцев назад. Но уже брошенные. Людей нет. И это... обветшало я все. Как-то весть до бояк дошла, и они туда быстро опять вертолеты прислали. Высадилась команда десантников, весь десяти человек. Осмотрели все. Пусто. По рации все разобъяснили. Им сказали, что сейчас спецов каких-то с кордона пришлют с приборами, чтобы там все измерить. Прилетают спецы. Нет базы. Исчезла вместе с десантниками, будто ее кто-то взял и в другое место перенес. Ну и так она потом то пропадала, то возникала в разных местах. Но появлялась все реже. А темные эти, значит, те самые десантники, которые до сих пор здесь бродят? Отечалые? Спросил я. Пригорш не помотал головой. Не, не похожи. Хотя кто их знает? Может, и они. На одном вон берет был десантный. Ну тогда их темными сталкерами называть нельзя. Причем тут темные группировки? Да какая разница, как мы их называем? Похожи на темных, и ладно. Хорошо. Значит, следует нам отсюда выбираться. А как? Не знаю. На той стороне барака вроде дверь открытая. Кажется, свет сквозь нее падает. Но как туда попасть? Вдоль стен никак, да? Я покачал головой. Нет. Затянет тут же. А до потолка не долезть? Нету там лестниц нигде? Нет. Нету лестниц. Хреново это. Ага. Мы помолчали. А я однажды видел, как мужика каруселью закрутило, объявил напарник. Неподалеку от бара курильщика, кстати. Не знаю, кто это был. Раньше не видел. То ли он там в карты проигрался совсем и начал буянить, а ему накостыляли. То ли еще чего. Без понятия. Я, в общем, сзаду к ним подходил как раз, через рощу. Откуда там эта карусель взялась, ума не приложу. Место-то вроде чистое, всем знакомое. Ну, проросла, короче, за ночь. Я и не заметил, сам бы в нее попал. Но тут этот полоумный выскакивает с ревом, почти голый, в ссадинах, лицо в крови, орет чего-то. Выбежал, в общем, из бара и деру через рощу дал, будто за ним кровосос гонится. Сзади кривой появился и пару парней, подручных его. А этот прям на меня бежит. Вижу кривой, и за спины его мне маячит, мол, задержи гаврика, у нас с ним разговор не закончен. Я как раз успел подумать, помогать им или нет. Не очень-то я кривого люблю. Когда бабах, и мужик этот прям в карусель влетает. Она его в воздух сразу вздернула, закрутила, поворащала чуток, а потом... Хорошо ты мне уже тогда рассказывал, как карусель работает, и я на землю упал. Потому что мужика того на части... Ну как, все равно, если по ореху молотком со всей силой. Или нет, это... Должно быть, мозги пригоршни работали все же слегка наперекосяк под действием обезболивающего, потому что он вдруг разродился поэтическим сравнением, к которым отродясь таланта не имел. Короче, развалился мужик на части, как мокрый батон. Надо мной так и свистнуло. Хорошо я плашмя лежал, а то пришлось куртку новую менять. Могло и глаз выбить его почкой или там ребром. Ребра-то как бумеранги разлетелись, понимаешь? А вот еще мозги его... Ладно, ладно, хватит, перебил я. Вот это самое нас и ждет, если мы вдоль стены попробуем пройти. А назад никак. С этими словами напарник поднялся и выглянул в окно. Я посмотрел во второе. Нашим взглядом предстала живописная картина того, что может сотворить кристалл с человеческими телами в замкнутом пространстве. Тела эти... Их там было с десяток, если не больше. Висели теперь по всему помещению на разной высоте, а некоторые вообще прижаты к потолку, нанизанные на лучи артефакта, как куриные окорока на шампуры. Руки и ноги безвольно свисали к полу, обильно забрызганному кровью. Стены тоже были в крови. Неприятное зрелище. Меня даже замутило слегка, потому что там виднелись не только конечности, но и внутренности. Отвернувшись, я ткнул пальцем в ртутный луч, просунувшийся сквозь окно на эту половину барака. Имею в виду, эти штуки хуже, чем плавники у акул. А какие плавники у акул? Я не щупал, но, говорят, наждачные очень. А еще поверхность у лучей ядовитая. Чуть коснешься, сразу ожог, как от серной кислоты. Да и так ясно, что не пройти, заключил пригоршня. Той стороны, где дверь, даже и не видно теперь. Что делать, Андрюха? Или тут пересидим? Сколько ты говорил? Трое суток? Не, не годится. Трое суток тут куковать под стеной. И жрать нечего, и пить. К тому же карусели имеют свойство иногда спонтанно увеличиваться в размерах. Спонтанно? Своим ходом, что ли? Эк ты меня подбодрил. Ну, тогда, может... Или... Ёлки-палки! Так что же нам теперь делать? До него, наконец, начало доходить то, что я понял уже некоторое время назад. Положение стало чуть не хуже, чем когда мы прятались от темных в другой части барака. Угроза иная. А так, по-прежнему, ничего хорошего. Пока напарник что-то бормотал, я вновь присел, размышляю. Когда он, наконец, заткнулся, сказал... Один выход только вижу. Какой? Он уставился на аномалию, потом перевел взгляд на меня. Ты что? Как? Ползком. Как ты еще ползти собираешься? Хотя можешь попробовать вприпрыжку, а я тебе хлопать буду. Не до шуток сейчас. Ты что, всерьез предлагаешь? До потолка не добраться никак. Вдоль стен справа тоже никак вообще. А слева, видишь, треть примерно до того конца барака пройдем, а дальше нет ходу. Значит, что остается? По полу ползти. Да чем же полз стен лучше? На моих глазах, как-то давным-давно, когда ты еще тут не появился, сумасшедший кулак под каруселью прополз. Десять ящиков Смирновской особой на спор выиграл. Кулак, он же толстый был, весил много. Вот и... А при чем тут, сколько он весил? При том, что если под ней ползти, то она тебя будет пытаться в воздух вздернуть, правильно? Чем-то тяжелее, тем ей труднее. Если все же поднимет, то начнет сначала крутить-вертеть, а потом уж, когда к центру подтянет, разорвет на части. Так вот, нам нужно будет друг за друга держаться, чтобы вес увеличить. Еще лучше привязаться друг к другу. Ремнем там. Ну да, поясные ремни сцепить и опять надеть. Ползти неудобно, конечно, бок к боку, и будем на двух педиков похожи. Но выхода нет. Мы вновь замолчали, оглядывая аномалию и пытаясь представить себе, как проползем под ее стремительно вращающейся, тихо гудящей воронкой. Пригорш не поежился. Чем карусель мощнее, тем, значит, тяжелее надо быть, чтобы она тебя не вздернула, — спросил он. Точно. Ну так, может, нас еще как-то того... утяжелить? Как? Это ружье взять. Не заметил? Вон, гляди, где я его упустил. Мы опять уставились в окна, и напарник ткнул пальцем. Ближе к перегородке лучей было меньше, вернее, здесь они расходились шире, расстояние между ними увеличивалось, оставляя немного свободного пространства. Стараясь не коснуться ртутной поверхности, я наклонился вбок, прижавшись правым ухом к краю окна, просунул в него голову. Под стеной слева среди остатков койки лежало электроружье. — Оно тяжелое, понимаешь? — сказал Пригоршний. Я когда стрелял, так с напрягом им ворочил. А я ж здоровый вообще-то, на хилость не жалуюсь. — Наверное, это испытательная модель какая-то, — предположил я. — Может быть, не знаю. — Ну так что, если его к спине ремнем примотать, поможет это нам? — Нам теперь все поможет, что вес увеличит. Но как ты ружье собираешься достать? — Пролезть туда за ним надо. — Опасно. — Чего? — удивился он. — А то, что мы тут рядом со здоровенной каруселью торчим, это не опасно? А зона вокруг не опасна? — Жизнь вообще не опасная штука? — Ладно, ладно. Хорошо. Схожу за ним. — Не, давай я схожу. — У тебя ж плечо. И я тебе наркотик вколол, Никита. Под промедолом за руль садиться нельзя. И между лучами кристалла врачи тоже лазать не рекомендуют. Порезаться можно до смерти. Или кожу соскоблить. Со всего тела. — Да я себя нормально чувствую, — заверил он. Плечо не болит, то есть наркота твоя действует еще. Но в голове посветлело. — Не, серьезно, химик, я в порядке теперь. — Да ты же сам две таблетки заглотил. Разве оно на тебя не действует? — То таблетки, а то внутри мышечно. — Друг мой. Он взглянул на меня, и я повернулся к напарнику. Люди делятся на два типа. Одни могут пролезть между лучами кристалла, а другие — нет. Ты в жизни не пролезешь. Я же не Брюс Шварценеггер и не Арнольд Уиллис какой. Ты что думаешь, мне погеройствовать вдруг припекло? Если бы я в натуре себя хреново чувствовал, я б так и сказал. Не могу. Лезь сам, партнер. Но мне нормально сейчас. А раз так, ну ты понимаешь, я ловче тебя все же буду. Согласен? Потому мне сподручнее между этими наждаками этими пробраться. Помолчав, я гивнул. У Пригоршни, как у десантников в недалеком прошлом, координация была, конечно, более исправная, и вестибулярный аппарат у него четче отлажен. Я тоже не рохля какой, но он все-таки лучше меня телом владеет, несмотря на то, что оно у него массивнее. — Ладно, — сказал я. — Забейлись, ты туда иди. Но тогда нечего ждать. Прямо сейчас двигайся. Правильно? — Правильно, — ответил он и полез в окно. Я встал возле того проема, через который Пригоршни перебрался в другую часть барака, и, ощущая обнаженное спиной в цяточках движение воздуха, создаваемое аномалией, следил за действиями напарника. Он сначала остановился под перегородкой возле окна, разглядывая протянувшиеся во все стороны лучи, будто отлитые из застывшей твердой ртути. Карусель едва слышно гудела, а иногда принималось потрескивать, но во второй половине здания висела тишина, только где-то в глубине что-то капало. То есть не что-то, а кровь, ясное дело. — Темновато тут, — пожаловался напарник. — Ладно, пошел я. — Только ты каждый шаг продумывай вначале, понимаешь? Не спеши и не суетись, медленно все делай, с толком. Не занудничай. Электроружье было частично скрыто тремя лучами разной толщины и степени наклона, которые напарнику нужно было миновать. Все они тянулись от так называемого гнезда, то есть ядра артефакта, но многие изогнулись, поэтому определить, где это ядро, я не мог. Хотя, скорее всего, оно лежало где-то на середине прохода между рядами коек. Никита сделал шаг от перегородки, потом второй, присел, вглядываясь, после чего согнулся буквой Г. — На карачках давай! — шепотом посоветовал я. Он раздраженно мотнул головой, мол, не мешай, но все же уперся в пол кулаками и стал перемещаться, как обезьяна. — Ниже! — чуть не заорал я, когда его спина почти коснулась первого луча. Он лег, преодолел пару метров ползком, затем глянул вверх. Встал. Перед ним теперь были два перекрещивающихся луча, а дальше между обломками койки лежало ружье. Он замер ненадолго и вдруг сделал широкий шаг, высоко задрав ногу. Я аж подскочил, решив, что промедол до сих пор гуляет в его крови, бурлит в мозгу, забивая нейронные сигналы и перемыкая синапсы, и что как раз сейчас там произошло нечто вроде короткого замыкания. Но нет. Оказалось, пригоршник точно все рассчитал. Правое его плечо прошло буквально в сантиметре от одного из лучей. Каблук чуть не зацепил другой, и напарник благополучно миновал препятствия. Быстро нагнулся, поднял ружье, развернувшись, показал мне. Лицо расплылось в улыбке. Я подумал, он сейчас язык мне покажет. — Во! — донеслось до меня из сумерек. — Ладно, назад давай, — сказал я. — Только осторожно. Не забывай, теперь у тебя эта электропукалка еще. Он вновь сделал широкий шаг, присел и замер, глядя куда-то вбок. Я не видел, на что он смотрел. Тут часть пространства скрывали лучи. Никита выпрямился, повесил ружье на спину, затянул ремень и опустился на четвереньки. — Там ФН-П-90 лежит, — объявил он, оказавшись у стены и передавая мне оружие. — И не один, два. — Ну и ладно, — сказал я. — Пусть тебе лежат. Давай лезь назад. — Они по три кило весят, когда с магазином. — Черт с ними, Никита, опасно слишком. — Не, ну как же. Ты не понимаешь, натуральные ФНы. Я их люблю просто. Там пластик такой, чтобы видно было, сколько патронов в магазине, как платье на женщине прозрачное. Я повысил голос. — Слушай, а ну лезь назад. Платье. Ты больше вообще ни одной женщины никогда не увидишь, если станешь там между лучами шастать. — Полсотни патронов на магазин, — страдал пригоршня. — Почти тысяча выстрелов в минуту. Калибр 5,7, застренная пуля, сердечник стальной, кевлар со ста метров на раз прошивает, на двести метров дальность и фонарик тактический. — Ну ты, оружейник, — обозлился я. — Лезь назад, — говорю. Он помотал головой. — Не могу. Звиняй, химик, но я их просто обязан достать. Я сам себя уважать перестану, если такие стволы здесь брошу. А нафига тебе нужен партнер, который себя не уважает? — Я быстро. Я сейчас. И он зашагал обратно. Но теперь немного другим курсом, чем в первый раз. Я плюнул в сердцах, стукнув прикладом ружья по перегородке. Он не отреагировал. И загнувшись, будто человек-змея стал боком протискиваться между двумя лучами, рискуя зацепить их одновременно и грудью, и спиной. Мне даже захотелось глаза зажмурить, чтобы не видеть этого. Все же пригоршня благополучно лучи миновал, после чего почти пропал из виду. В сумерках, чуть подсвеченных ртутным мерцанием, едва различалась смутная тень, в которую превратился его силуэт. Но потом исчезла и она, и светлое пятно Никитиной шевелюры. Некоторое время было тихо, и казалось, что там ничего не двигается. — Эй! — позвал я. — Партнер! После паузы донесся его голос. — Здесь! Все в порядке, химик! Не нервничай! Вот они! Ух, лапочки! Уже взял я их, возвращал... — А-а-а! — что? — выкрикнул я. Раздался стук, потом вопль пригоршни, лязг, звук удара. — Он живой, сука! — Кто живой? Машинально я вскинул тяжелое ружье, не посмотрев даже, в каком положении стоит верниер, и сунул ствол в окно. Из полутьмы вынырнул Никита, прополз под горизонтальным лучом, волоча на спине человека, сомкнувшего руки на его шее и крепко прижавшегося к спине. Просипев что-то неразборчивое, напарник встал на колени, и я увидел безумное лицо темного сталкера, повисшего сзади. Глаза Никиты были выпучены, в обеих руках он сжимал по пистолету пулемету необычной формы из матового черного пластика. Обнаженные смуглые руки сжались крепче. Никита вскочил, крутанулся, и я увидел, что у повисшего тела нет правой ноги, а левая — только до колена. Я прицелился, но не выстрелил, слишком рискованно. — Сюда! — прокричал я, почти по пояс высовываясь в окно. — Ко мне! Беги ко мне! Никита стал поворачиваться в мою сторону, и тут сталкер вцепился зубами в его загривок. Заорав, напарник открыл огонь из двух стволов, пули забарабанили по перегородке, свизгом оставляя в ней рваные дырки. Сообразив, что сейчас он прострелит меня, я отпрянул от окна и нырнул вбок за мгновение до того, как несколько пуль пронеслось сквозь проем. Я оказался прямо перед дверью, смутно понимая, что ее нужно побыстрее раскрыть, чтобы впустить Никиту, ему не пролезть в окно с этой ношей на плечах. Но дверь заперта снаружи, значит, надо садануть по ней из электрооружья. Поднял оружие, и тут она затряслась, заходила ходуном, по другую сторону пригоршни из обоих стволов впалил в навесной замок. Раздался хруст, выстрелы смолкли, их сменил на растающий хриплый рев, напарник бежал сюда. Должно быть замок уже сломан, лишь в последний миг я понял, что сейчас произойдет, и попытался отскочить в сторону, чтобы подставить Никите ножку, чтобы не дать ему... Но опоздал. Пригоршня врезался в дверь, она распахнулась, и мы втроем, напарник, темный сталкер и я, упали в объятия карусели. Глава восьмая Нас почти сразу разбросало в разные стороны. Еще несколько мгновений темный висел на шее пригоршни, сжимая ее сначала обеими руками, потом одной, а затем поток воздуха отшвырнул его далеко вправо. Пронзительные шипения и дрожь наполняли пространство. Я дернулся, стараясь ухватиться за край окна, но не смог, вместо этого потерял ружье. Тело скрючилось, будто я пытался сделать обратное сальто. Спина сгорблена, голова вниз, ноги согнуты так, что колени почти касаются ушей, и в этот миг рядом протащило пистолет-пулемет, который Никита, оказывается, тоже упустил. Вокруг бушевали искры, пол превратился в размытый диск, растущая ниже других пухлая гроздь артефактов с гудением проносилась мимо каждые несколько секунд, напоминая свернутую клубком гирлянду из круглых кроваво-красных ламп. Я попытался выпрямиться, но тугой поток воздуха норовил согнуть тело коромыслом. Пригоршни темные исчезли из виду. Электричество покалывало тело сотнями иголочек, воздух выл, будто волк на луну. Все, конец сталкеру по прозвищу «Химик». И другу его пригоршня тоже конец. Через несколько секунд превратимся в конфетти. Откуда-то из дымной полутьмы выдавнул темный, оскалившись, ударил меня ножом. Лезвие пронеслось в сантиметре от шеи. Я отпрянул и вонзил колено ему между обрубков ног. Сталкера отбросило в сторону, а меня самого крутануло так, что он остался где-то за спиной. Я не видел центр воронки, различал лишь фонтан голубого пламени, бьющий оттуда. И с каждым витком он становился все ближе. Меня пронесло мимо перегородки, но ухватиться за окна или дверь было невозможно. Сзади, среди сплошной околокочущей серости, что-то мелькнуло, я кое-как извернулся, разглядывая предмет. Какой бы хаос ни царил внутри аномалии, в извивах воздушных потоков была своя система, и более массивные тела двигались немного медленнее. Электро-ружье нагоняло меня, хотя я вращалась на два витка дальше от центра. Я следил за ним, изгибая шею, пока в ней не хрустнуло. Затем рядом будто взорвался воздушный пузырь, поток горячего воздуха вместе с колючими искрами пыхнул в лицо, и меня стремительно провернуло на 180 градусов. В голове загудело, к горлу подступила тошнота, я сжал зубы, сглотнул, не хватало еще уйти в небытие в клубе собственной рвоты. Мелькнул дверной проем, сквозь который внутрь лился свет осеннего дня. Вытянув руку, я вновь попытался уцепиться за него, но кто-то дернул меня за ступню. Я оглянулся. На мне висел темный. Он замахнулся, нож почти вонзился мне в колено, но в последний момент я успел перехватить и вывернуть худое запястье. Пальцы темного соскользнули с ноги, поток воздуха отнес его прямо на пригоршню, которого выбросило из бушующих сумерков ближе к нам. Напарник пнул сталкера в копчик. Тот завращался елой, метнул в Никиту нож, но промахнулся. Никита ухватил сталкера за волосы, подтянул к себе, его тяжелый кулак врезался в смуглое чернобровое лицо. Удар был очень силен, но тут темный повел себя неожиданно. Двумя руками вцепился в напарника, не позволяя отбросить себя, согнулся в три погибели. На мгновение мне показалось, что сейчас он ткнется обрубками ног в плечи напарника. Но вместо этого темный вдруг резко развел их и тут же замкнул, как ножницы, сильно ударив пригоршню по ушам. Должно быть, в голове напарника после этого слегка помутилось, потому что пальцы его разжались, а тело расслабилось. Дальше я не видел. Прямо передо мной оказалось ружье. К этому времени безумная турбуленция карусели привела к тому, что я летел дальше всех от центра спирали, оружие чуть ближе к нему, а Никита и темный еще ближе. Недолго думая, я схватил электро-ружье, прижал приклад к животу. В этот миг напарник, изогнувшись, врезал лбом в подбородок темного, отбросив его от себя, и тогда я выстрелил. И не попал. Слишком быстро все вокруг двигалось, слишком сильно дрожало, сложно было направить ствол точно в цель посреди этого хаоса. Молния прошила сумерки, миновав темного, попала в центр спирали. Голубое свечение полыхнуло в ответ, и тут в голове мелькнула безумная мысль. Я начал стрелять. Еще раз. Еще. Еще. Вой оружия не был слышен в реве воздуха, но молнии с периодичностью в полторы-две секунды вылетали из ствола, почти каждый раз ударяя в центр воронки, отзывающейся вспышками. Потом оттуда посыпались искры, узкий сноб их шибанул в невидимый потолок, и одновременно искрящийся стержень упал вертикально вниз, к полу. Воздушная спираль стала напоминать колесо, насаженное на сияющую ось. Карусель взревела и закачалась, выписывая восьмерки. Мы были уже совсем рядом с центром, когда передо мной вновь оказался темный сталкер. Мимо как раз несло упущенный Никитой пистолет-пулемет, мы заметили его одновременно и потянулись, я одной рукой, темной двумя. Он успел первым. Я видел, как за его спиной центр воронки окутался слепящим огнем, как свечение все усиливалось, норовя сжечь сетчатку. Сталкер поднял ФН, а я машинально вскинул ружье, прикрываясь им. Он выстрелил и попал в приклад. В отличие от электро-ружья, пистолет-пулемет дает отдачу. Темного бросило назад, он покинул наш виток спирали и плечами вломился в центр карусели. Его тело набухло светом, который палился сквозь каждую пору на коже, но особенно ярко, густо белыми лучами из глаз, ноздрей и разинутого рта. Я выстрелил. Разряд впился в сталкера. Я выстрелил еще раз. А потом темный исчез во вспышке. Нет, мне не удалось разрушить аномалию электроразрядами. Сияние стремительно разрослось, напоминая диск с острыми, как бритва, краями. Я еще успел заметить в его центре блеклый зелено-синий овал, похожий на человеческий глаз. Так вот в чем дело. Карусель срослась не с мясорубкой. Нет, она слиплась с оком. Он стал ядром и влиял на ее структуру. После чего ревущая волна света накрыла меня. Первое, что я услышал, это звук, какой бывает, если небольшую дыню уронить на бетонный пол с полутораметровой высоты. А первое, что увидел, Никита, стоящий на коленях, с электро-ружьем в руках, склонившийся над темным сталкером. — На мини переведи! — выкрикнул я, но он то ли не услышал, то ли уже сделал это и выстрелил. Точнее, не выстрелил, а нажал на курок. Ничего не произошло. Оружие не сработало. Темный приподнялся и пригоршня дважды обрушил ствол на его голову. Сталкер упал, Никита отбросил ружье, потянулся к лежащему рядом Эфену, схватив, выстрелил в смуглый лоб. — Никогда не узнаешь, сколько мозгов у человека, пока они не разлетятся по земле! — проворчал я. Никита на заду отполз от мертвеца и уселся по-турецки. Я привстал, упираясь ладонями в щебень. После карусели тошнило, ваншафт вокруг плыл и покачивался. — Живы, химик! — пробормотал напарник. — Слышишь, живы мы! Не разорвала нас карусель, а? Он стукнул кулаком по щебенке и всклинул на меня. Я молча изучал пейзаж за его спиной. — Ведь думал, все, конец. Из карусели не выбираются. То есть, когда она нас затянула, я не просто подумал, что смерть пришла. Я это понял. Всем сердцем проникся. До печенок уверовал, что вот сейчас, еще немного, и сдохнет Никита Ильич Новиков, конец ему настанет. С этим стемным я так машинально дрался. Ну, потому что инстинкт самосохранения, никуда не денешься. Но реально уже ощутил, что конец мне, да непростой, еще и больно сейчас будет очень, когда нас станет на части рвать. — Ну, связло нам, а, химик? Зона за нас, потому что она любит удачливых. И Никита пнул темного. Тело перевернулось, ткнувшись разбитым лицом в мелкие камни, после чего стало вместе с ним медленно сползать. Потому что мы находились на относительно широком и длинном уступе, а выше и ниже был склон горы. — Зона против нас, потому что она не любит идиотов, — сказал я не то чтобы недовольна, но несколько кисло. — Я тоже рад, пригоршня. Ты только скажи, куда это мы попали? Он привстал, оглядываясь. — Не, я таких мест в зоне не знаю. — Зона? — переспросил я. — Ты что, напарник, какая же это зона? По-моему, мы не в зоне теперь. Светло, солнечно, хотя солнца не видно, то ли оно скрывалось за вершинами гор, то ли его невозможно было разглядеть сквозь желто-белую дымку, окутывающую окрестности. Вершины тоже тонули в этом прозрачном пушистом тумане. Тепло. Даже, пожалуй, жарко. И как-то очень сухо, будто в пустыне. От одного вида окружающего пейзажа пересыхало во рту. Сглотнув, я поднялся, качаясь как пьяный, добрел до края уступа, на котором мы находились, и посмотрел вниз. Каменистый неровный склон, крутой, но не отвесный. Я присел на корточки. Невозможно было разобрать, что внизу, хотя мне показалось, что горы тянутся большим кольцом, там есть круглая долина. Но она терялась в дымке, будто залитая теплым засахаренным кремом. Далеко слева, на краю выступа, стоял бревенчатый домик, и высокий, и длинный, торцом примыкающий к склону. С другого торца виднелись крыльцо и навес, за ними короткий настил из досок, свисающий над обрывом. Над крышей домика был ветряк с жестяными крыльями, он вращался на ветру, приглушен на скрипя и чем-то лязгая. И все. Больше здесь ничего не было. Камни со всех сторон, дом с ветряком. Невидимая долина у подножия гор, небо. И мы на щебне посреди всего этого. — Где мы? — спросил Пригоршня. Я молчал, и он, задав вопрос, тоже надолго умолк, покачивая электроружье. Потом, практически одновременно, мы повернулись друг к другу, но я успел сказать первым. Беру свои слова обратно. — Какие слова? — О том, что пространственные пузыри — сказочка. — Ну, понял, что старина Пригоршня глупого не расскажет. Хотя что-то мне все-таки не верится. — Ну тогда объясни, куда мы попали. — Ну, — протянул он. — Может быть, куда? — Ты говори, говори, я тебя слушать буду. Он приоткрыл рот, оглядываясь. — Ну, перебросило нас куда-то. Аномалия, то есть в другую точку Земли. В Африку там или в Танзанию какую-то. Танзания и есть в Африке. — Ну и вот, если аномалия так сработала, что перебросила нас в другую точку планеты, то есть если ты допускаешь телепортацию, то почему не допускаешь пространственных пузырей? То есть почему одно тебя удивляет, а другое нет? И вообще, утром ты меня убеждал, что это все не сказки. А теперь мы что, ролями поменялись? Я встал и не спеша пошел к нему. Голова еще кружилась, но тошнота прошла. — Ну, если на Земле, то ладно, — сказал Пригоршня. — Но если какой-нибудь параллельный мир, то это слишком. Фантастика какая-то. Вся зона сплошная фантастика. И потом не думаю, что параллельный мир. — Что, целый мир? То есть это же не просто планета, а и космос вокруг. Вселенная, значит? — Нет, вряд ли. Мне почему-то кажется, тут речь именно про такие пузыри идет. Ну, типа карманы пространственные, складки. Вот что-то такое, локальное, да, могло, наверное, в зоне образоваться. То есть раньше я бы ни в жизни поверил. Но теперь, короче, тут же выбросы то и дело происходят. Представь, разглаженная простыня. Большая такая, квадратная. А теперь представь, что выбросы — это когда кто-то за центром простыни берется и ее кверху дергает, а потом отпускает. Раз, потом еще, еще. Что будет? Ну, сморщится она. Ну, вот. И эти морщины, складки на ней. И есть то, что вы пузырями называете. То есть не вы, уже мы, потому что теперь я в их существование тоже, пожалуй, верю. Пожалуй. Пробормотал он. И тут темный сталкер, лежащий в метре под уступом, дернул ногой. При горшнях, хекнув, направил на него ружье и нажал курок. Тишина. Оно не выстрелило. Бестолку, — сказал я. Так и думал, что тут работать не станет. Возьми лучше этот свой ФН и мне второй дай. А темный все одно сдох. Это у него подсмертное мышечное сокращение. — Почему не будет? — спросил он, отложив ружье. Подал мне пистолет-пулемет, который до того лежал на его коленях, и поднял из щебня второй. Сунув ФН за ремень на спине, я уселся, поджав ноги, и взял электроружье. На стволе серебрились мелкие буквы. ГАН СОЛЯЧИЧ. Две стороны приклада были решетчатыми. Внутри что-то тускло светилось и едва слышно гудело. Я произнес, поворачивая ружье из стороны в сторону. Я в этом не очень разбираюсь, но слышал, в общем, такие опыты проводили. Короче, от обычной антенны электромагнитное излучение во всех направлениях идет. То есть оно рассеивается в окружающем пространстве. Ну и недавно относительно изобрели такое устройство с долгоживущим резонансом. Оно излучает энергию иначе. И если в его поле ввести какой-то другой объект, излучающий энергию на той же частоте, то между ними резонанс возникнет. Благодаря этому создастся туннель для передачи электроэнергии, которая не будет рассеиваться. В смысле, башня с тарелками — это был источник энергии для всех ружей на базе? Тогда получается... Ага, тарелки те излучали энергию, ну, типа передачи электричества без проводов, да? Накрывали этим своим полем базу, и потому ружья стреляли. Но теперь, когда мы в другое место попали, они не стреляют, потому что за границу поля вышли. Во-во! В зоне вообще заметил, сколько оружия разного и нашего, и заграничного? Это потому, что его тут вроде как испытывают, на мутантах проверяют. Ну, и на людях. Воякам с кордона постоянно новые модели дают. Наемники тоже любят всякий хай-тек притаскивать. Ну, и когда эту систему изобрели, видно, тоже здесь решили проверить. В полевых условиях. Ясно, химик. Значит, надо нам выбираться из этого пузыря. Он не договорил, упав плашмя на камни, направил пистолет-пулемет в сторону дома и процедил. Ложись! Быстро! Но я уже и так лежал рядом, со вторым ФНом на изготовку. Кривой дом стоял на едва заметном пологом возвышении. Возле его дверей появился человеческий силуэт. Помаячил на фоне склона, нагнулся, переставил что-то и присел, сутулившись, склонив голову на худой длинной шее. — Видишь, кто это? — спросил я. После паузы Пригоршня откликнулся. — Мужик! — Ясно, что не старушка. — Кто? Сталкер обычный или, по-моему, это темный? Я помолчал, вглядываясь. — Почему так решил? — Ну, кажется, одет так же, как те на базе. Комбез старый на голое тело. — Слушай, так может, на самом деле их база здесь, а туда не случайно забрели? Ну, или не случайно, а что-то искали? — Может, да, а может и нет. Слишком пока фактов мало, чтобы понять что-то. Но если так, мы, Никита, кажется, во что-то серьезное вляпались. Я имею в виду, что-то происходит в зоне, и мы в это дело ненароком влезли. — Откуда такие выводы? — скептически осведомился он. — Оттуда, что ощущение у меня такое. Чувство, будто что-то важное происходит. — Эх, чувства у тебя. — Ладно, что делать будем. Имею в виду, чувствительный. В моем автоматике патронов мало. Да и в твоем тоже. Сам погляди. Там прямо сквозь стенку магазина видно. — Пятнадцать, — сказал я, сосчитав. — У меня семнадцать. А сколько там темных этих внутри и за домом, хрен знает. И еще химик. Устал я, честно скажу. Жрать хочу. Пить и спать. И плечо. Как бы оно ни загноилось. Обработать его нормально надо. Я приподнял голову, оглядываясь. — Можно попробовать наверх забраться. Ну или спуститься. К вечеру придем куда-нибудь. А темные, или кто они там, пусть себе в доме дальше сидят. Что нам до них? — Да она здоровая какая. Гора эта. Я ни низа, ни вверха отсюда не вижу. — Не, до вечера не дойдем. — И есть что. У меня в животе уже давно бурчит. Барана какого-нибудь подстрелим. Или козла горного. — Ага, радиоактивного такого, с двенадцатью рогами. — Или орла. — Ну хорошо. Что ты предлагаешь? — Давай, как ты сказал, вверх или вниз. Но для начала все же в дом заглянем. Хоть какие-нибудь, может, припасы найдем. И потом, даже не в припасах дело, а в том, что вдруг у них бинокли есть, у доходяк этих. — Да, бинокли у них может быть, — согласился я. — Ну вот, станем спускаться, даже если они сразу нас не заметят, то все равно позже могут в бинокль начать окрестности оглядывать. Что если увидят и за нами пойдут? Мы тогда совсем в невыгодном положении окажемся. Они нас преследуют, а мы про то и не знаем. Мне, химик, в горах воевать особо пока не приходилось. Опыта маловато. А у тебя и подавно. — Ладно, уломал, — сказал я. — Давай ползем к дому тогда. Но только пригоршне без геройства. Ползем медленно и печально. То есть осторожно. Глава девятая — Если ты его пристрелишь, те, кто в доме, услышат, — прошептал я так тихо, что сам едва разобрал свои слова. Мы находились метрах в пяти от крыльца, неподвижно лежали плашмя, приподняв головы. Оба грязные и потому примерно такого же цвета, как и темно-серый щебень вокруг. Сталкер — это был человек из компании, которая крутилась на базе возле Припяти, теперь-то уж сомнений не осталось. Сидел на ржавой канистре. Его лицо мы видели в профиль. И он был еще грязнее нас, да к тому же на щеке, лбу и шее виднелись волдыри, мелкие ранки и прыщи. Вообще, очень странный тип. Я припомнил, что те на базе тоже были, мягко говоря, необычными, хотя особо их рассмотреть возможности тогда не было. Не только внешностью, но и поведением, жестами, манерой двигаться. Ведь не зомби они, точно. — Если повернется, заметит, — прошептал я. Пригоршник чуть двинул головой, кивая. Затем, скривив губы, краем рта прошептал. — Вроде нет у него оружия. — Черт знает, не вижу. Он что-то прикинул и, наконец, решил. — Ты тут лежи, ствол не опускай. Я к стене. Вдоль нее пройду и бесшумно его сниму. Руками. Это было опасно, но других способов я не видел и потому кивнул. Пригоршник поползу вбок. Очень медленно, очень тихо. Сидящий на канистре человек неподвижно глядел себе под ноги, напоминая какое-то чучело или статую. Интересно, что у него в голове происходит? И вообще, это действительно темный, побывавший в центре зоны, существо с изменившейся психикой, которого уже нельзя назвать человеком в полной мере? Или все-таки зомби? В этот момент он поднял голову, некоторое время глядел вдоль склона. Выражение смуглого лица оставалось прежним. Вернее, прежним было полное отсутствие какого бы то ни было выражения на этом лице. Затем отвернулся от меня, показав бритый затылок. Нет, не зомби, конечно. Они совсем не так двигаются. Но и необычный человек. Неожиданно я поймал себя на мысли, что он напоминает насекомое. Но не только этот на крыльце, но и те, кого я видел раньше в бараке. Хотя я не смог бы сказать, что именно в их повадках было от муравьев или кузнечиков или скорпионов. Темный повернул голову. Я застыл, даже моргать перестал. Его зрачки сдвинулись, после чего глаза уставились прямо на меня. Мы глядели друг на друга. Он продолжал сидеть. Я распластался на щебне. Нет, он все еще не видел меня. В конце концов, рожа у меня грязная, тело не чище и штаны такие же. Да и лежу я не под самым крыльцом. Слева в поле зрения показался пригоршня. Он шел вдоль стены, прижавшись к ней грудью. В доме с этой стороны не было окон, так что напарник не рисковал быть замеченным изнутри. Но вот охранник на канистре вполне мог услышать его. Сталкер отвернулся. Я бесшумно выдохнул. Никита в этот момент добрался до угла дома. Я видел обоих, а они пока не видели друг друга. Продолжая стоять в той же позе, напарник опустил пистолет-автомат и сунул его за ремень сзади. Потом слегка присел и, сделав шаг в сторону, прыгнул. Долговя за тело взметнулось в воздух, руки ухватились за доску под крышей крыльца. Пригоршня качнулся вперед, вскинув ноги, коленями сжал шею темного. Я вскочил. Дверь позади них приоткрылась. Никита, как обезьяна, провернулся вдоль продольной оси, отпустив доску. Сталкера сбросило с канистры, его верхние позвонки отчетливо хрустнули, шея выгнулась под неестественным углом, и он упал на крыльцо. Из открывшейся двери высунулась смуглая лысая голова. Напарник на лету, выхватив пистолет-пулемет левой рукой и, крутанувшись, ввинтившись в воздух, будто сверло, рухнул на правый бок, не отпуская ногами свалившегося с канистры сталкера. ФН начал стрелять. Пригоршня поднял руку, и пули соединили пах и шею второго сталкера цепочкой рваных дыр. Я вспрыгнул на крыльцо. Раздвинув ноги, напарник поднялся на колени, продолжая держать дверь под прицелом. Голова высунувшегося из нее человека откинулась, лицо его блеснуло, потекло темно-красным, и он опрокинулся на спину. Дверь распахнулась. Никита вскочил, пригибаясь и выставив перед собой пистолет-автомат, который теперь сжимал обеими руками, нырнул в нее. Перепрыгнув через труп сталкера со сломанной шеей, я последовал его примеру, хотя, наверное, мог бы этого не делать. В тот миг, когда я только достиг порога, а напарник был уже внутри, из дома донеслась короткая очередь. Мгновенная пауза, звук перекатившегося тяжелого тела и опять выстрелы. На пороге я присел, шаря стволом по обширному помещению с низким потолком. Никита был слева, стоял на коленях, позади кресла без ножек, целясь. Посреди комнаты в луже крови лежал темный, к дальней стене привалился второй. Я вскинула ФН. — Он готов. Готов уже, — громко сказал напарник. Сталкер сползал спиной по стене, оставляя широкий потек крови. Его грудь и живот превратились в кашу, руки свисали вдоль тела, правая все еще сжимала дробовик с обрезанным стволом. Мы с Пригоршней молча наблюдали за ним, не забывая контролировать окружающее. Я бочком в полуприсядку засеменил вправо, чтобы не маячить на фоне светлого дверного проема. На другой стороне помещения была еще одна дверь, закрытая, и оттуда в любое мгновение мог кто-нибудь появиться. Ноги темного подогнулись, он плюхнулся задом на пятки, после чего мягко завалился вбок и упал под стеной. — Жмурик! — выдохнул Пригоршина, привстав за креслом. — Так, теперь дальше давай поглядим. Только ты осторожно, за мной иди. Никого здесь не оказалось, лишь эти трое, которых мы убили. Вернее, Пригоршня убил. — Ну ты крут! — сказал я ему, пересекая следующее помещение. — Прыжки с переворотами, выстрел в падении. Ковбой! — Скорее уж, Джеки Чан! — возразил напарник Хмуро. — Слушай, что это за дом такой странный? — Дом и вправду казался диковатым. На всем лежала печать нечеловеческого, хотя мне трудно было сказать, в чем именно это нечеловеческое заключалось. Мебель почти обычная, деревянная и грубо сколоченная, только почему-то вся без ножек. Пол, стены, потолок. Но что-то витало в воздухе, будто какие-то тени клубились по углам. Нет, на самом деле не было там никаких теней, скорее они появились в моей голове, после того, как я вошел сюда. — Ты чувствуешь? — пробормотал напарник, раскрывая шкаф и разглядывая потрескавшуюся глиняную посуду. — Будто три медведи тут жили, а? Только не из сказочки, а из фильма ужасов. И они девчонку, которая к ним зашла и на их кровати поспала, съели живьем, когда вернулись. — По-моему, здесь не темные эти обитали, — сказал я. Никита энергично закивал. — Ага, я как раз тоже хотел сказать. — Не знаю, откуда это, с чего взял, но... Короче, они сюда пришли так же, как на ту базу. — А зачем? — спросил я. — Вот этого уже не знаю. Но они, наверное, снизу поднялись, из долины, или что там под горой находится. Залезли сюда и осматривали все. Ну, как мы вот сейчас все равно. Или, может, караулили. — А-а-а! Значит, хозяина они караулили, правильно? — Поджидали его. — Ну, точно. — Но кто хозяин? Он вроде и не человек вовсе. — Почему ты так решил? — спросил я с любопытством, глядя на него. Пригоршня развел руками. — Фиг его знает. Такое вот ощущение у меня. Не могу объяснить, но что-то необычное тут. — И сквозит, да? Ты чувствуешь? Я через силу улыбнулся. — Еще как. Ты, Никита, пенек вообще-то, ну, в смысле тонкости душевной организации, поэтому до тебя все слабее доходит. Радуйся. А меня с самого начала, как мы сюда вошли, мутит. В животе крутит что-то, а в башке, как ты тогда сказал, пасмурно. Вроде как сквозняк постоянный в этом доме, но не воздуха, а... Ну, ментальный сквозняк, короче, дует тут и сильно дует. Из других пространств задувает, из каких-то таких щелей невидимых. Странное место. Ога, смурное. Вот представь, ты в доме, с виду нормальный дом, но потом ты находишь погреб, отворяешь крышку в полу и видишь, там внизу все затоплено. Только не водой, а кровью, в рост человека. И ступеньки деревянной лестницы уходят прямо в кровь. Даже невозможно поверить, что столько может быть. Она густая, темная, почти черная. Спокойно стоит, как вода в пруду, и не убывает ни на капельку. И вот ты опускаешься на колени, протягиваешь руку, и твои пальцы касаются ее поверхности. Видишь? Красное. Густое. Ты не ошибся. — Ой, блин, химик! — сказал Никита. — Ты чё? Что ты говоришь? Совсем крыша съехала. Тебе в психушку пора. Собирай вещи, скоро за тобой приедут. — Ладно, расслабься. — Шучу. Сам свой страх высмеиваю, чтобы он, ну, не таким страшным казался. — Ага. Так ты про себя высмеивай. А то мне только страшнее и делается. — Идем дальше. — А погреба тут вроде нету никакого. — Нету, нету. Успокойся. — Потом. Кровь бы свернулась давно. Не может она стоять в человеческий рост, как ты вот это придумал. Совсем псих больной. — Не обязательно. В нее цитраты можно добавить. — Тогда б загнила. — Ну, еще и антибиотики можно бросить, чтобы не гнила. — И потом. — Ну, ладно, хватит. — Хватит так хватит, — согласился я. — А что это? — Блин, таки погреб, — испугался Пригоршня. — Где? — Да нет. Я говорю, вон, твои пули стенку насквозь пробили, что ли? Он подошел к стене, оглядел ее, удивленно покосился на меня, попятился и вдруг со всей силы саданул ногой. Раздался треск, часть стены обвалилась. Приподняв брови, я подошел ближе, встал рядом с Пригоршней, рассматривая. На самом деле она была из фанеры, а сверху для маскировки обита дощечками. Внутри узкая комнатенка, почти что ниже. Два табурета в ней, и на одном стоял ноутбук. Я присел возле него на корточке и сказал. — Ну, очень любопытно. — Что любопытно? — спросил он. — Очень уж редко в зоне такая техника встречается. — Ты когда, комп, в последний раз видел? Не считай наших ПДА. — Ну, давно увидел. Хотя у курильщика, по-моему, в задней комнате один был. А может, и до сих пор стоит. Склонившись, Никита посмотрел через мое плечо на слабо мерцающий экран. Я провел пальцем по черному квадрату тачпэда, переместив курсор и разглядывая изображение. Какая-то карта, но очень уж непривычная, незнакомые условные обозначения и надписи. Похоже на кириллицу, но, опять-таки, незнакомые значки, будто ребенок свой алфавит, играясь, выдумал. И вдруг лэптоп сам собой выключился, мигнув напоследок экраном. — Что такое? Я нажал кнопку питания, но ничего не произошло. — Я не знаю. — Фигня какая-то, — сказал пригоршний, выпрямляясь. — И ради этого тайник делать? — О, а вон люк в углу, возле двери. И под ним, ну точно, погреб. — С кровью? — Не знаю. — Нет! Какая кровь? — Иди, проверь, сам увидишь. Нет там никакой крови. — Да я и так знаю, что нет. — рассеянно ответил я, со всех сторон изучая лэптоп. — Я ж сказал, шучу. Тут большого погреба и быть-то не может, разве что яма какая. Дом ведь на камнях прямо стоит. — Но если хочешь, загляни туда, конечно. — И загляну, — отрезал напарник, выходя из тайника. Он направился к двери, через которую мы попали сюда. А я попытался включить машину, но не смог. Черт-те что и сбоку бинтик. Только что работал, и вдруг на тебе. Карта там была какая-то странная. Вроде изображение части зоны, но с пунктирными кругами и овалами, и стрелочками красными. И что-то, кажется, написано кириллицей, но прочесть я не успел, только увидел знакомые буквы. Еще деталь. Сбоку из лэптопа торчал переходник USB-VGA, и на нем, как на вбитом в стену гвоздике, висели четки. Я взял их, покрутил в пальцах. Бусины непонятно от чего. Вроде пластик. Но теплый. Вроде едва заметно светится. Выпрямившись, я шагнул наружу. Из соседней комнаты послышались шаги, и вскоре появился Никита с дробовиком темного в руках. «О какой!» Сказал он, показывая оружие. «Это Бенелли Ново, итальянский. Нехилая вещь, и патроны тут супермагновские, мощные. И удлинитель на магазине, поэтому патронов аж семь штук влазит. Правда, запасных я не нашел. Все равно с такой штукой с подручней по комнатам шастать. Там окошко за мешковиной в дальней стене. Погляди, что я в него увидал!» Перебирая теплые бусины четок, я обошел табурет, на котором стоял лэптоп. Сзади торчал толстый крученый шнур, свисал к полу, вился по нему, затем взбирался по стене, закрепленной изогнутыми гвоздями, доходил до дырки в потолке и там пропадал. К чему он подключен, интересно? «Ага, это ветряк электроэнергию дает. Тут, наверное, ветер постоянно дует». «Ну так иди ж сюда!» позвал напарник, вновь ушедший в соседнюю комнату. Когда я приблизился, он стволом откинул в сторону мешковину. Я выглянул. Там были все те же камни, на них, рядом с задней стеной дома, стоял приземистый мотоцикл с коляской, какой-то импортный, неизвестной мне модели, со спущенными шинами и простреленным бачком. Рядом с ним была небольшая гусеничная платформа. В середине виднелось основание круглой турели, с которой сняли верхнюю часть. «Черт с ним, с мотоциклом. Но вот эта машина ничего тебе не напоминает?» спросил Пригоршня. Я прищурился, соображая. «Такую же штуку мы в кратере бетонном видели, на болоте. Точно. Только там на ней еще ствол был. Это, выходит, самоходная электропушка. И как она сюда попала?» Он пожал плечами. «Ладно, я хочу все же подвал еще осмотреть». Он позволил мешковине упасть на прежнее место. Когда я вернулся в комнату с тайником, Пригоршня спускался в подвал по крутой лестнице, медленно, с напряженным выражением лица. Наверное, все еще ожидал увидеть бассейн крови на шестьсот шестьдесят шесть литров. Я направился ко второй двери, но на полпути оглянулся. Никита, спустившись в подпол на пару ступеней, присел и стал пялиться вниз. «Что там?» спросил я. Он ответил. «Выключатель вижу. Ну, такой старый, рычажок черный, пластмассовый. От него провод идет дальше и... Ага, лампочка. Так включи свет», — посоветовал я. «Да он в самом низу лестницы, выключатель этот». «Ага. Ну, ладно. Тогда погоди минуту. Я только на крышу гляну и назад». Никита поднял голову и многозначительно посмотрел на меня. Я кивнул с кривой ухмылкой. «Знаю, знаю. В фильмах ужасов герои всегда в незнакомом месте за каким-то хреном расходятся в разные стороны, и их по одиночке мочат. Ну так ты не спускайся без меня, а я сейчас вернусь». Очутившись на крыльце, я перешагнул через тело сталкера и, придерживаясь за один из шестов подпирающих навес, поглядел вверх. Так и есть. На крыше, дальним краем примыкающей к склону, была антенна. Довольно дорогая тарелка. Что-то непонятно мне все это. Откуда лэптоп здесь, да еще и к такой антенне подключенный? Для чего он? И вообще, дом необычный крайне. Странный человек тут раньше жил. Если, конечно, человек. Здание стояло так, что от края крыльца до склона было не больше метра. Дальше тянулся на стил из хлипких досок с широкими щелями между ними. Я шагнул на доски, встал возле самого края. Немного подавшись вперед, посмотрел. Теплый сухой ветер подул в лицо. Очень светло там, под склоном. Светло и жарко. Дымка лежит толстым ватным пластом, скрывая подножие гор. Я глянул вверх. Та же дымка висела над головой, и солнце пряталось где-то в ней, как в стоге сухого сена. Странное место. Вроде и тихое, спокойное, но одновременно пугающее. И дымка эта. Казалось, что в ней или за ней должны таиться зловещие, опасные твари, не те, что любят темноту, но такие, которые нападают посреди яркого дня в жаркий душный полдень, и передвижение их сопровождается шелестом песка, хрустом мелких костей, звяканьем чешуек. Какие-то, черт знает, солнечные демоны прятались там, в светло-желтом тумане. Я плюнул со склона, повернулся и вошел в дом. Никита все же спустился вниз без меня. Включил свет. Когда я появился в комнате, его голова возникла из широкого люка, ярко подсвеченная снизу. «Химик», — сказал он, блестя глазами, — «а я знаю, кто в этом доме жил». «Три медведя». Когда у него становилось такое выражение лица и такой голос, это как сигнал. К словам напарника надо относиться с повышенным скептицизмом. И точно, пропустив мимо ушей мое предположение, он объявил. «Картограф». «Кто?» — удивился я. «Это еще что за хрен с горы?» «Ну как же, его еще Троповым называют, потому что он тайные тропы знает. Ты разве про него не слышал? Легендарная личность, но вроде доктора». Тут я что-то стал припоминать, но очень смутно. «Никита, я тебе уже говорил, доктор не легендарный, в том смысле, что он не из легенд. Такой человек действительно есть, живет прямо сейчас, и никто в этом не сомневается». «Да я его и видел как-то». «А картограф этот твой?» «Сказочки, да?» «Да. Зона места хитрая и запутанная. Из-за выбросов тут иногда целые области перестраиваются, тропинки новые образуются сами собой, холмы с места на место переползают, русла смещаются. Ориентироваться здесь трудно даже бывалым сталкерам-бродягам. Общее расположение больших районов, вроде свалки, милитари, агропрома, остается прежним. Но мелочь всякая». «Это что значит?» «Это значит, обязательно должна была возникнуть легенда о картографе, то есть о человеке, который во всем этом круче всех ориентируется, чуть ли не о маге каком-то. Это такая потребность человеческой психики, понимаешь? Нужно объяснить, откуда вселенная взялась. Но вместо того, чтобы разбираться в этом с научной точки зрения, придумали бога. Нужен кто-то, чтобы в географии и топографии зоны хорошо шарил. Придумали картографа». «Тропов существует», — отрезал Никита. «Да ты спустись, погляди». Я недовольно шагнул к лестнице. «Ну и что у тебя внизу? Труп с биркой на запястье. Это я, картограф?» «Не, карты там». Лестницу вела в квадратную комнату с каменными стенами, вдоль которых протянулись кривосколоченные стеллажи из реек. Оттуда торчали гвоздики, и на них во множестве висели карты. Точнее, когда-то висели, а теперь осталось всего парочка. Остальные кто-то сорвал. В спешке, скорее всего, потому что на некоторых гвоздях белели обрывки бумаги. Но те две, которые еще были здесь, я вместе с пригоршней внимательно рассмотрел. Самодельные, нарисованные от руки, без всяких линеек и циркулей, на неровно отрезанных кусках ватмана. На одной я узнал план зданий агропрома, а на второй... «Слушай, по-моему, это катакомбы, которые от мили торитянутся», — сказал пригоршня, тыча в карту стволом обреза. «Необычная какая-то. Что это за кружочки красные? А вон крестик». «И стрелки какие-то пунктирные», — вставил я, снимая карту с гвоздя. «Возьми вторую, сверни. С собой захватим. Я изучу на досуге». Еще в помещении был стол с высокими ножками и наклонной столешницей, где в неглубоких выемках по краям лежали несколько карандашей и цветные мелки. «Это он здесь рисовал», — важно пояснил Никита. «Тропов, да?» — уточнил я. «Ага. А ты типа до сих пор сомневаешься?» «Напарник, карты — не доказательство. А то, что в доме этом странно так, дух такой, нечеловеческий, ну так что?» «Да то, что картограф и есть не совсем человек. Ну как доктор, он по-твоему нормальный?» «Это как, ну как новое такое существо, понимаешь? Которое под влиянием зоны из человека получилось, у которого мозги иначе уже работают. Вот и Тропов. Про него-то такие вещи рассказывают. Но он не как доктор, он на глаза почти никому не показывается, а чтобы найти его, сильно постараться надо. Я что думаю? Думаю, он этими пространственными пузырями этим занялся. Стал их изучать, да на карты свои наносить. Ну и поселился в этом пузыре. А когда темные появились, он отсюда свалил. «Зачем? Ты же вроде говоришь, он могучий такой». «Ну могучий. Во-первых, он же не боец, его могучесть в другом. Он с пространством умеет обращаться, всякие пути секретные отыскивать и ходить ими. А во-вторых, зачем ему вообще с темными воевать? Может, как раз время пришло ему в другое место перебираться. Тут увидел как раз, что они идут. Ну, собрался да ушел по своим делам. Или даже сам по себе ушел, а они позже подгребли. Или наблюдали за ним тайны и явились только после того, как он ушел. Всякое может быть». «Куда?» — спросил я, поднимаясь по лестнице обратно. «Куда ушел? Каким путем? Как? Я тоже хочу уйти пригоршню куда-нибудь отсюда. Не нравится мне здесь». «Ладно, там вон еще помещение какое-то. Давай и его изучим». Пока напарник выбирался из-под пола, я осторожно открыл очередную дверь, стоя сбоку от нее. Сначала сунул туда ствол, потом заглянул. Оглядев комнату, позвал. «Эй, партнер!» Он в это время чем-то скрипел позади, должно быть, пытался закрыть люк, и я повысил голос. «Никита!» «Ну, чего надо?» — откликнулся он. «Мне?» «Мне ничего. Это тебе надо. Ты же оружие любишь, малыш? Вот тебе счастье приварило. Сколько игрушек!» В конечном счете оказалось, что счастья в соседнем помещении не так уж много. Под оружием была отведена стойка у стены, где стояло пять слабеньких английских штурмовых винтовок Enfield L85, две снайперки СВД и пара спецавтоматов ВАЛ, которые, как я знал, Никита страстно любил за бесшумную и беспламенную стрельбу. Ну, почти бесшумную и почти беспламенную. На нижней полке лежали три Браунинга «Хай Пауэр», при виде которых у напарника загорелись глазки и участилось дыхание, как у девушки после первого поцелуя. Магазины, пистолетные обоймы и в специальном длинном чехле с кожаными петлями полтора десятка гранат. «Семьдесят третий тип», объявил пригоршня, доставая одну и взвешивая ее в руке. «Видишь, небольшая. Хотя там слой уже готовых осколков выложен, которые при взрыве разлетаются. Замедление у нее секунды три с половиной. Хорошее. Люблю. С собой возьмем». «Остальное тоже с собой возьмешь?» спросил я и прошел к шкафу в дальнем конце комнаты. Там оказалась одежда. Комбинезоны, куртки, несколько пар штанов, плащи. На крючках висели ремни, внизу стояла обувь, сапоги и ботинки, на верхней полке лежали головные уборы, несколько военных фуражек без кокард, каски, вязаные и клеенчатые шапочки. Справа от шкафа были армейские ящики, в которых нашлись консервы, бутылки минеральной воды, пакеты с сухарями и аккуратные стопки спецпайков. «Хороший у картографа схрон», одобрительно произнес Никита сзади, и я оглянулся. «Пятнадцать гранат весит килограмма три, но он решил ни одной не оставлять, нацепил кожаную полоску на плечо, пристегнув концами к ремню спереди и сзади». «Или не его все же?» «Ну, то есть, картограф тут точно недавно обитал, но, может, до него кто другой жил? — Потому что зачем ему столько оружия?» «Слушай, что-то плечо опять разболелось. У тебя лекарство-то осталось?» «Очень оно мне хорошо тогда...» «Позже», — ответил я. «Надо, чтобы время прошло между двумя уколами, а то еще сделаю тебя наркоманом. Давай поедим и переоденемся, раз тут такое богатство. А потом будем решать, что дальше делать». Через пару часов, успев немного поспать после сытного обеда и экипироваться, мы вышли на крыльцо. Я переставил канистру на доски и пристроился сверху, а при горшне уселся на край настила, свесив ноги. Он таки уломал меня вколоть ему еще промедола, а под стеллажом мы нашли деревянный ящик, где лежали бинты, йод и прочее. Напарник обработал мне спину, после чего я съел еще пару таблеток пенталгина. Пока мы находились в доме, снаружи ничего не изменилось. Все та же пуховая желтая дымка вверху и внизу, такое же освещение и тишина. «Здесь, как на той базе», произнес Никита, задумчиво озираясь. «Че ты тогда сказал? Будто время остановилось». Он поглядел на часы. «Слушай, а ведь уже часов пять прошло, как мы на базу попали». «Что ты молчишь?» Еще некоторое время я смотрел остановившимся взглядом себе под ноги, потом встрепенулся и сказал. «Медведь же их сам и положил». «Что? Кого положил?» «Тех, кого курильщик с ним отправил». Пригоршня вылупил на меня глаза. «Андрюха, ты что говоришь?» «По-моему, медведь их специально через ловушки повел». «Чтобы отделаться от них?» «Да. Он ведь этот район лучше всех изучил, сам знаешь. Они с Рваным и Турком тут много шастали и на грузовике своем разъезжали». «Я, конечно, не в курсе, откуда к нему сведения попали, что поле артефактов где-то возле Чернобыля. Но ты вспомни, он уже больше полугода с этой идеей носится». «Медведь на поле головой поехал», согласился Пригоршня. «Это само собой, но я о другом. Он с чего-то взял, что оно именно где-то в районе Чернобыля. Значит, выходит, как дело было?» Потеряв напарников, медведь сам сюда опять пришел и его чуть зомби не кончили. Но что-то он тут разведал тогда, обнаружил и хотел за этим вернуться. Но после зомби, да еще и попав в заросли ржавых волос, остался, во-первых, без ничего, во-вторых, раненый. Ему средства были нужны, чтобы к Чернобылю вновь идти. Амуниция всякая, оружие. «Где взять?» «У курильщика ясное дело». Но курильщик тоже не последний болван. Он навязал медведю своих людей. А медведь не хотел, чтобы они узнали то, что знал он. И делиться ни с кем не хотел. Тогда что? Тогда он пришел с ними со всеми к башне, как-то заставил их дверь открыть, сам свалил, но не один, возле башни лишь одного потерял, а еще пятерых заманил на паром, сам оттуда избежал, ну а на базе военной темные пришили последнего, горбуна. Он, получается, медведю от них отбиться помог, а сам в ящик сыграл. «Урод этот медведь, вот что я тебе скажу». «А теперь он где? Тоже в пузыре этом. Слишком много случайностей, чтобы и он, и мы в одну и ту же карусель угодили. А вдруг она на базе не одна такая? Хотя, может, он возле Припяти остался, ищет дальше свое поле, или нашел уже, если, конечно, оно вообще есть». «Ага. Значит, отставим пока медведя в сторону», заключил Никита. «Ну так что теперь будем делать?» «Идем дальше». «И что там? Неизвестные мутанты? Ужасные аномалии? Темные группировки?» «А тебе будет легче стоять на месте?» «Нет». «Ну тогда идем». Привстав, я поглядел на крышу, потом кинул взгляд под ноги. «Куда дальше-то, химик?» «Лучше вниз, чем вверх». «Ясное дело. Там чем выше, тем склон круче. Жаль, бинокль совсем сломанный. Ничего в него не видно». Чего не нашлось в схроне, так это нормальной оптики. Единственный обнаруженный нами бинокль оказался без одной линзы и стреснувшей второй. Я окинул взглядом напарника. Он напоминал ходячий оружейный магазин. Сам я взял лишь пистолет-пулемет, обычный пистолет, да запасные рожки. И еще кое-что, найденное в шкафу. Особый контейнер, который, как говорили, недавно стала производить какая-то японская фирма. Вроде бы он стоил чуть ли не 10 тысяч евро. Точно не знаю, сам я раньше таких не видел, только слышал рассказы про них. Длинный, гибкий, со множеством ячеек разных размеров и форм. Он вешался на спину, где почти не мешал. В нем можно было разместить до 15 артефактов, причем предполагалось, что перегородки между ячейками не позволят им взаимодействовать. Правда, весил он прилично, так что я не был уверен, что смогу долго тащить его вместе с оружием. — Ну так что? — спросил напарник, и я поднялся с канистры. На мгновение мелькнула мысль. — Закурить бы? Но я тут же передумал, потому что ситуация располагала к этому еще меньше, чем тогда на холме возле водонапорной башни. Вместо этого я достал четки и принялся перебирать их. — Ладно, идем так идем. — Вниз, правильно? Пригоршник кивнул. Мы сошли с крыльца и стали спускаться по осыпающимся камням. Часть вторая Два негодяя в скрытой долине Глава первая — Что это там блестит, химик? На артефакты похожи, а? У бинокля мы отломали половину, то, что с выбитой линзой, и стали пользоваться им как подзорной трубой. Теперь напарник, присев и привалившись боком к склону, смотрел на то, что невооруженным глазом я увидеть не мог. — На! Он сунул мне полбинокля и задрал голову. Кривой домик давно исчез из виду, желто-белая кремовая дымка будто спускалась вслед за нами. Должно быть, я как-то выдал себя. Допускаю даже, что у меня все тело это сладострастно содрогнулось, потому что пригоршник тут же спросил примерно с таким же выражением, с каким я в домике говорил ему про то, что в соседней комнате полно оружия. — Эх, жаль, тяжело отсюда до артефактов добраться, а, химик? Сквозь треснувшую линзу видно было плохо, но все же я разглядел золотистые проблески, перелив искр. Ну да, похоже на шарапнель, а рядом, кажется, заросли ржавых волос. — Да, и незачем сейчас туда добираться, — сказал я как можно равнодушнее. — Далеко слишком, но место запомнить надо. Артефакты, если это были они, находились на самом краю большого выступа, напоминающего ребром вонзенную в склон тарелку. Выступ виднелся далеко вверху и в стороне, под ним и над ним склон тянул соответственно, дальше, как мне показалось, тоже, а вот с нашей стороны подобраться было можно. В этом месте висело облако особо плотного густо-желтого тумана, поэтому толком я ничего не разглядел, хотя мне показалось, что в тумане что-то движется. Я отдал бинокль пригоршне. Ладно, нечего пялиться, пошли дальше. Мы спускались уже долго. Хорошо, что успели поспать, пусть и немного, а то бы я с ног валился. Собственно, я и так валился, но пока лишь в том смысле, что то и дело оступался посыпающимся мелким камням, падал, прижимаясь спиной или боком к склону, соскальзывал, как по горке, какие обычно ставят на пляжах, чтобы счастливые отдыхающие свизгом сыпались в воду. «Вроде вижу что-то», произнес напарник, и я расставил ноги, упершись ступнями в два валуна, между которыми протянулся вертикальный каменный желоб. «Где?» я поднял голову. Пригоршин присел на валуне справа, подавшись вперед. «Внизу, где же еще?» «Кажется, земля близко. Ну, еще не совсем. Так давай дальше». Желоб был почти гладким, в тонких трещинах, которые не могли поранить спину. Кивнув, я сдвинул ноги и скользнул между валунами. И увидел, как два бюрера едят третьего. Самец и самка, хотя различил я их не сразу, лишь через пару секунд заметил две груди, будто полные свалявшегося пуха мешочки, свисающие на живот бюрерши. Морщинистые серые карлики в обносках, он в сгвозданных армейских штанах с подвернутыми штанинами, она лишь с тряпкой обмотанной вокруг поясницы. Уродцы пристроились на корточках возле трупа сородича и срывали с него лускуты мяса, отправляя в рот. В груди плоти виднелись арки ребра. Твари сидели на другой стороне небольшой расселины, оказавшейся под валунами. Когда я вернулся на камни, они повернули ко мне почти одинаковые морды. Из зубов самки будто сигара торчала кость. Они заворчали, забормотали что-то. Башки у них были бугристые, в круглых ямках и шишках, и почему-то напомнили мне полную луну. Нет, скорее два астероида, только у этих имелись тупые злобные глазки и пасти с клыками. — Харрр, — сказал самец, оскалившись. Я замер, не зная, что делать. То ли хвататься за пистолет, то ли звать напарника. Он, должно быть, все еще пытался разглядеть в бинокль, что находится у подножия горы. Самка привстала, неразборчиво лопача и двигая костью во рту, словно пыталась ее раскурить. Выпрямившись, я негромко позвал. — Никита! После чего бочком пошел вдоль склона, положив ладонь на рукоять форта за ремнем. — Эти украинские пистолеты не слишком надежные, хотя обойма на двенадцать патронов, да и рукоять такой формы, что лежит в руке удобнее, чем, к примеру, у ПМа. Расселена была окружена завалами камней со всех сторон, кроме одной, прямо за бюрерами. Оттуда лился дневной свет, и там, по идее, опять начинался склон. — Никита! — повторил я, но он не слышал. Головы обедающих поворачивались, глазки продолжали пялиться на меня. Я двигался так, что вскоре должен был оказаться за спиной самки. Самец вдруг всхрапнул, будто сосна, вытянул руку и с натугой вырвал из мертвой плоти косточку, на которой, как мороженое на палочке, был кусок мяса. Бюрер чуть ли не вонзил его в свою пасть и принялся с хрустом жевать, а самка в ответ заволновалась, заворчала, испугавшись, должно быть, что он сожрет все без нее и не подавится. Повернувшись к самцу, бюрер шарявкнула на него и принялась отламывать от трупа ребрышка. Я выпустил воздух из легких. Поглощенные едой и перебранкой они забыли про меня. Напарник сверзился между валунами, по дороге громко выругавшись. — Химик, я там воду, кажись, заметил. — Ухю! Он умолк и схватился за пистолет-пулемет. Я же, поняв, что теперь миновать бюреров тихо не получится, рванул из-за ремня форт. Оружие пригоршни находилось за спиной, к тому же он был увешан тяжелым железом, поэтому у меня на то, чтобы направить ствол в сторону карликов, ушло куда меньше времени. Но самец отреагировал быстрее. Он взвыл и швырнул в меня плоским камнем, на котором лежал их обед. Швырнул не значит поднял руками и бросил. Бюреры телекинетики и умеют проделывать всякие штучки волевым усилием, поднимая вес немногим меньше, чем способен поднять взрослый человек. Недоеденные останки мертвого тела полетели на камни, большой галыш подскочил в воздух сантиметров на десять и будто торпеда рванулся в мою сторону, поднимаясь. Но я-то стоял сейчас за спиной самки. От ярости самец позабыл про это. Бюреры никогда не отличались мозгами, скорее всего, отсутствием он их. Ахнув, карлица упала на лопатки, но отклониться не успела. Край камня врезал ей по подбородку. Она взлетела, напоминая человека, который ухватился за нос быстро движущегося катера, припав к нему грудью и распластав ноги вдоль бортов. Я успел выстрелить дважды. Первая пуля высекла искра из галыша, вторая попала в спину карлицы. Ее тело смягчило удар. Мне не проломило ребра, только в груди ёкнуло, будто там столкнулись две гранитные глыбы. Задрав ноги к небу и выпустив пистолет, я опрокинулся. А ведь подо мной была не земля, все те же камни. Стиснув зубы, чтобы не заорать и не привлечь других бюреров, которые, вполне возможно, находились неподалеку, я вцепился в загривок самки. Она лежала на мне, а на ней камень. Вереща, обдавая меня потоком вони, бюрерша дернула головой, оставила в пальцах клок волос. Разинутая колыкастая пасть оказалась прямо перед глазами. Карлица попыталась вцепиться мне в горло, припав ртом к лицу. Я вдавил большие пальцы в ее глазницы, сжимая выступающие надбровные дуги. Бюрерша заорала, пронзительно, мерзко. Раздался выстрел, потом грохот. Никита сражался с самцом. Я не видел, что там происходит, зато хорошо видел розово-коричневую влажную пасть самки, закрывшую небо. Ее голова приподнялась, когда я нажал сильнее. Когти полоснули по шее, оставив глубокие борозды, в которых тут же проступила кровь. Под одним пальцем что-то пискнуло. Неужели я раздавил глазное яблоко? Карлица сипл вдохнула и мотнула головой, моя рука соскользнула, и тут же кривые клыки впились в запястье. Застучал автомат. Очередь быстро смолкла, и вместо нее расселину огласил вопль Никиты. Зубы бюрерши приникли к моей шее, но я удерживал самку за ухо, тянул изо всех сил, стараясь не то оторвать ее башку от шеи, не то и ухо от башки. Кончики пальцев нащупали что-то металлическое на камнях. Я всем телом потянулся вправо, и одновременно самка, сумев преодолеть мое сопротивление, подалась вниз. Острый клык продырявил кожу, по шее побежала теплая струйка. Согнув запястье, я взмахнул рукой. Зажатый в ней форт описал дугу, ствол ударил под левую лопатку бюрерши, и я выстрелил. Раз, второй, третий. Крик Никиты пару секунд, как смолк. Вместо него раздавался непрерывный стук камней, будто они катились и катились. Потом вновь заговорил автомат. После третьего выстрела что-то сильно кольнуло в грудь. Скрижетнув зубами, я спихнул карлицу. На груди лежал сгусток кровавого, похожего на комок фарша мяса. Последняя пуля пробила тело карлицы насквозь. В рубашке появилась рваная дырка, а в коже под ней ранка, из которой сочилась кровь. «Никита!» Я уселся, оглядываясь, водя пистолетом из стороны в сторону. В ушах звенела, шея ныла. Из груды камней торчали широко расставленные ноги и голова напарника с выпученными глазами, и сбоку рука с автоматом. Я видел, как напряжены сжимающие оружие пальцы, как указательный пытается согнуться, и не может, потому что из решеченной пулями едва живой бюрер, валявшийся рядом с объединенным трупом, не давал нажать на курок. Но он не понял еще, что я справился с его красоткой-подружкой. Я поднял пистолет, прицелился и вогнал три пули. В узкий морщинистый лоб, в поросшие шерстью ухо и в правую скулу. Бюрер что-то бормотнул, прокашлялся и замер лежа на спине. Но перед тем, как испустить дух, вскинул правую руку, будто фашист, слютующий своему фюреру. Должно быть, при этом он освободил курок, потому что Никита, крякнув, начал стрелять. Пули выбили красно-коричневые фонтанчики из кучи мяса и костей, которыми стала тварь, а после рожок опустел и все смолкло. — Чтоб ты сдох! — с чувством сказал напарник. — Ты как? — спросил я, прижимая ладонь к шее и поднимаясь на колени. — Я... — он помолчал. — Глупо, блин! — Что? — Глупо себя чувствую, как дурак. — Идиот! Завалили камнями! — Не сломало ничего? — Не-е-е-е! Он заворочился и принялся выбираться. Я в него попал несколько раз, и он их не сильно швырял, так, подбрасывал только. — Это что там шумит вверху? Сунув пистолет за ремень, я задрал голову. Волуны, между которыми мы с Пригоршней соскользнули в расселину, нависали, загораживая то, что находилось выше. Но все же не настолько, чтобы под ними можно было толком спрятаться. Я перевел взгляд на вытянутую руку мертвого бюрера. Грохот нарастал. — Э-э-э, партнер, — начал я. Грохот, как бы это сказать, продолжал нарастать. Не прекращал. Нарастал все сильнее. Усиливался, наращивал свои усилия. Склон задрожал. — Он свой предсмертный импульс вверх бросил, — рявкнул я, лихорадочно оглядываясь. Камни со всех сторон. — Так что оно на нас сверху сейчас как? — пробормотал Никита, выбираясь из завала. Глыбы дрожали, грохот катился к нам, приближаясь. Не сговариваясь, мы одновременно попятились, и тут над краем валунов взметнулись клубы пыли мелкого каменного крошева. — Берегись! — заорал Пригоршня и прыгнул назад. Я метнулся за ним и своплем рухнул вниз. За краем расселены склон был отвесным. Хорошо я не на Никиту упал. Рядом, а то бы сломал ему спину. Под нами оказалась вода, край озера, вплотную подходящего к склону. Неглубокое, ниже пояса. Когда я своплем свалился в него, напарник как раз встал на четвереньки, над поверхностью показалась широкая спина. Подняв фонтан брызг, я ушел под воду, ткнулся грудью и лицом в земляное дно, оттолкнулся от него, захлебываясь, вскочил. Пригоршня к тому времени уже выпрямился. Как только я показался на глаза, он ухватил меня за шиворот, рванулся прочь от склона. Ноги запрелись, я упал, и напарник проволок меня по поверхности несколько метров, как легкую лодочку. Потом сзади что-то словно взорвалось, озеро всколыхнулось, и высокая волна накрыла нас. Пальцы Никиты сорвались с воротника, меня бросило вперед, протащило животом по дну, вновь вынесло на поверхность. Когда волнение успокоилось, я кое-как встал и огляделся. Последние камни еще падали. На краю озера образовался завал, булыги рушились на его вершину, скатывались в воду или застревали на склоне. Еще чуть-чуть, и быть бы мне под грудой каменюк, и захлебнувшимся, и раздавленным. Напарник длинно выругался, плюясь водой, скосил глаза на раненое плечо. Бинт размок и потемнел, но кровь не шла. — И по нему попал, урод гадский! — жалостливо протянул Никита. — Только болеть перестало. — А у тебя на шее кровь, Андрюха! — Царапина, — ответил я, — но глубокая. — Эту воду ты сверху заметил? — Ну да. Озеро тянулось метров на триста, ровная гладь зеленовато-синей воды, окруженная с трех сторон пологими земляными берегами, а с четвертой — отвесным каменным склоном. Теперь, когда мы попали внутрь желто-белой кремовой дымки, она уже не так застилала взгляд, и в светлом мареве проступили очертания холмов, поле между ними, деревья, едва различимые на таком расстоянии. — Слушай, а ведь поле засеяно вроде? — спросил Пригоршня. — Не вижу. Ты в бинокль погляди. Он виноват и ответил. — Да я потерял его там. Он же в руках был, когда я в ту расселину соскочил. Вот и выпустил с перепугу. Теперь не найти. Завалило. — А, ну и черт с ним, — сказал я. — Все равно покопанный совсем. — Обветшалый. — Обветшалый, да. Я открыл сумку, захваченную из Кривого дома. Так и есть. Бинты размокли, и таблетки тоже. В сумке хлюпала вода. Выудив бутылочку с перекисью водорода, вытер бинтом шею, наклонив голову, полил, под ухом зашипело, запузырилось. Пригоршня тем временем тяжело шагал вперед, оставляя две расходящиеся волны и напоминая речной буксир. Спрятав перекись, я пошел за ним, проверяя оружие. Все намокло, будто искупался. Собственно, не будто, а так и есть. — Птиц вижу, — сказал напарник, не оборачиваясь. — Вон над холмом кружат. — А людей? — Пока нет. Наконец добрались до берега, где разделись и выжали одежду. Пригоршня разложил оружие и напоросший куцей травкой земле и любовно отер своими штанами, что-то ласково приговаривая, поглаживая, словно тело любовницы, то приклад, то цевьё. — Гранатом конец? — спросил я. — Да нет, почему? Надо только, чтобы просохли нормально. А вот... Я поднял руку, и он смолк, потом спросил шепотом. — Чего ты? — Только что выстрелы были, — сказал я, все еще вслушиваясь. Мы надолго замолчали. — Тихо, — сказал Пригоршня. — Теперь да, а до того вроде так очень приглушенно. — Во, опять! Он кивнул. — Ага, теперь и я. Со стороны тех холмов. Но что-то совсем уж тихо. Не разобрать, выстрелы сильно далеко или где-то поближе ящики с грузовика сгружают. Или гром. Может, и гром. Или обвал в горах на той стороне долины. Мы начали одеваться. Прыгая на одной ноге и пытаясь попасть в штанину, напарник сказал. — Вот мне тоже чудится, что долина это, а вокруг такие же склоны, как тот, по которому мы вниз. Чудится, но не уверен я. Потому что не видно пока, что там. Туман этот. Надо просто подальше отойти. Может, сейчас, считай, на самом краю. Из центра наверняка видно станет, что вокруг. Гранаты не забудь, вояка. Когда мы достигли гряды холмов, склоны проступили в дымке со всех сторон. Видно их было смутно, но все же стало понятно. Вокруг высокие каменные стены. Холмы отделяли одну половину долины от другой, и та, по которой мы до сих пор шли, располагалась несколько выше, так что теперь нам открылась обширная область, состоящая из полей, рощ и озер между ними. Дальняя часть скрадывалась все той же дымкой. В ней очень смутно проступали очертания приземистых зданий. Гляди, вроде два поселка там. Напарник ткнул пальцем. Вон, это вроде обычные дома. Ну, сельские такие. Да, видишь? А вон там, он показал намного правее, что-то большое. Кажись, тоже здания, но необычные какие-то. Эх, бинокля нет. Идти-то далеко. О, ну так пошли, сказал я. Вскоре вместо засеянного поля мы увидели дикий луг, зато ниже, между двумя озерами, действительно была пшеничная нива. Сарай на краю стоит, сказал пригоршня. Вижу. Давай к нему. Может, внутри что интересное. Че там внутри? Я и снаружи интересное вижу. Телега вон рядом. Я пригляделся. Ога. Почти за сараем, поэтому плохо видно. А вон лошадь. Напарник вдруг сорвался с места и побежал. На ходу оглянулся, крикнул. Поймаю сейчас, пока не ускакало. Ты к телеге иди, химик. Возле телеги на земле лежал труп, при виде которого меня слегка замутило. У него был выеден живот. Над телом кружили крупные зеленые мухи и жужжали так напористо, будто уговаривали друг друга не робеть и доесть его до конца. На середине телеги была расстелена промасленная тряпка, посреди которой лежал одинокий патрон. Я поставил ногу на колесо, приподнялся, глядя вдаль. Пригоршня поймал лошадь и тянул ее за собой. Их головы виднелись над морем колышущихся на ветру колосьев. Сжимая пистолет в опущенной руке, я направился к сараю, заметив приоткрытые ворота в торце здания. Шагнул внутрь, остановился, привыкая к тусклому освещению. Тихо, пахнет соломой и черноземом. Сквозь щели в крыше падают полосы света, озаряя загородку в углу, небольшой сток сена, яму в земляном полу. Приблизившись к ней, я присел на корточки, взял пригоршню земли и пропустил между пальцами. Свежая яма. Недавно выкопали. Но и о чем нам это говорит? Телега, труб, яма в сарае, трепица с патроном в телеге. Я наморщил лоб, пытаясь сложить два и два. Кажется, к промасленной тряпке на телеге тоже прилипла земля. Выйдя из сарая, поглядел. Так и есть. Значит, но почему тогда живот? При чем тут этот живот? А! Пригоршню был уже рядом, вел под усцы низкорослого пега в оконягу. Тот дергал головой и тихо ржал, испуганно кося темным глазом. — Расслабься, парень, расслабься, сказал напарник, лучась с счастьем и успокаивающе похлопал животину по шее, отчего конь всполошенно захрипел и попытался встать на дыбы. Ишь, переживает как. Чего это он переживает? А я знаю. Боится, наверное. Что дальше будем делать, партнер? Надо людей найти, если они в этом месте есть. А здесь что? Тут он заметил труп. Ага, есть люди. Потому-то он и боится. А ты думал. Что здесь произошло? — Значит так, Ватсон, сказал я. Мужик этот на телеге приехал за оружием, которое в сарае было закопано. Можешь посмотреть, там яма свежая. Откопал, положил на телегу. Тут на него напали какие-то... Другие мужики. Прострелили ему голову. У него в виске дырка. Забрали то, что он выкопал и свалили. Ага. А живот? Живот у него как от псов. Не лепится что-то, а? — Элементарно, доктор. Уже после того, как убийцы отъехали, прибежали слепые псы и поели ему внутренности. — А, точно. Нет, а почему тогда конь? Ну, то есть, тогда бы они и его сожрали, а он... Хотя... Пригоршня обошел скакуна, приглядываясь к свисающим с мордой обрывкам веревки. — Вот, теперь понял. Этот, который за оружием приехал, его распряг, прежде чем яму начинать копать, и привязал вон там, где, видишь, трава, чтоб, значит, кушало животное. А когда псы появились, конь веревку порвал и убежал. — Молодец. Хороший. Напарник вновь ласково хлопнул животное по шее, и оно в ответ попыталось его легнуть, но как-то боязливо, без энтузиазма. — Пригоршня, вот скажи, произнес я, усаживаясь на телегу, ты что больше любишь, оружие или лошадей? — Женщин, — честно ответил он. Глава вторая Псы появились, когда поле с сараем давно осталось позади. Пегги и без того оказался нервным зверем, я даже предложил пригоршня сдать его в психбольницу на стационарное лечение. А тут он заржал и попытался встать на дыбы, после чего рванул вперед с такой скоростью, что телега застонала, готовая рассыпаться в любое мгновение. — Что там? — выкрикнул напарник, вцепившись в поводья и качаясь на передке, как хилые деревца на ураганном ветру. Я распластался позади, широко расставил ноги и упер локти в бортик телеги, целясь из пистолета. — Псы! — Обычные? — Нет, слепые. — Наверное, те, что мужика погрызли, — предположил Никита. — Наверное, я выстрелил. И попал. Но пес лишь клацнул зубами в ответ. Их было три, больших чернобыльских зверя, безглазых лобастых урода, ориентирующихся благодаря ментальному нюху. Они ощущали ауру живого. Они видели это живое. Конь опять заржал, хрипло и как-то надрывно, горлом. Совершенно неожиданно ржание это отчетливо напомнило человеческий вопль, будто он заорал от ужаса. И рванул вперед быстрее прежнего. Телега содрогнулась. — Давай назовем его безумным! — прокричал я, суя пистолет за ремень, и снимая с плеча ФН, к которому в домике на склоне мы нашли боезапас. — Безумно быстрым! — крикнул Никита. — Безумно нервным! Я полоснул очередью. Попасть смотающейся из стороны в сторону телеги, вскачущих по ухабам и рытвенам зверей, не так-то легко. Пули взбороздили землю перед лапами тварей, а после взобрались по телу одной из них, пересекли тупую бугристую морду и перескочили на грудь второй. Очередь уже готова была последовать дальше, чтобы добраться до третьего пса, но тот, будто что-то почувствовав, оттолкнулся от земли и одним мощным длинным прыжком расстояние до телеги, оказавшись прямо за ней. Два зверя кубарем покатились в пыли. Патроны закончились, я полез в сумку за магазином. Тут Безумный опять заорал нечеловеческим голосом, а вслед за ним завопил Никита. Телега резко накренилась и меня бросила в сторону. Я бы выпал, если бы не боковой бортик. Он громко треснул, но задержал движение. Привалившись к нему спиной, чувствуя, как инерция вдавливает тело в дерево, я повернул голову и увидел, что мы несемся по крутой дуге мимо отвесного земляного склона в пару метров высотой. Он был справа, а слева, сразу за краем дороги, тянулся глубокий кривой овраг, над которым закручивался смерть. Что это там, карусель или птичья плеш? «Черт!» выкрикнул Никита. Выискивая глазами последнего пса, я перезарядил ФН. Небо на мгновение затмило тень, и с откоса через меня перемахнул еще один слепой мутант. Напарник заметил его раньше, и, развернувшись на одной ноге, носком ботинка со всей силы залепил в морду твари. Оба упали. Никита рухнул на спину, а пес, кувыркнувшись в воздухе, боком на самый передок. Пригоршня вскочил на колени, рванул оружие, но с перепугу ухватился не за одну из многочисленных рукоятей на боках, а за гранату. Услышав рев зверя прямо позади себя, безумный совсем обезумел. Я хочу сказать, он с самого начала не показался мне адекватным конем, а тут в голове у него должно быть окончательно соскочила какая-то пружинка, и он, издав звук, на который, как мне казалось, никакая лошадь от природы не способна, прыгнул. Нормальные лошади обычно не прыгают, разве что встают на дыбы, да и то не так уж часто. Прыгают спортивные скакуны, подчиняясь приказу наездника, преодолевая препятствия во время состязания. Так или иначе, безумный скакнул, а потом еще раз, и еще. Крутой поворот внезапно закончился. Телега наклонилась сильнее, я услышал треск за спиной, потом она подскочила, выравниваясь. Я же свалился вместе с бортом, не выдерживавшим давления. Задняя его часть оторвалась, но передняя лишь надломилась, и борт упал наискость, скребя концом по земле. Я скатился, выпустив оружие, рухнул на дорогу. Окружающий мир взорвался искрами и потемнел. Плохо понимая, что делаю, я схватился за широкую наклонную доску, волочащуюся сбоку от телеги. Рядом бежал пес. Голова и шея зверя были явно длиннее, чем у других представителей его породы. Я заелозил пальцами по шершавой в сколах и сучках поверхности. Пронырнув между колес, пес метнулся ко мне. Он прыгнул, но промахнулся, потому что я, наконец, смог влезть на доску и кое-как подтянулся. Лишь ноги оставались на дороге, подскакивая, судорожно дергаясь на ухабах и кочках, которые уже превратили нижнюю часть штанин в индийскую бахрому. Челюсти лязгнули в сантиметре от колена. Я подтянул тело выше, упираясь каблуками в торчащие из нижнего конца гвозди. Пес прыгнул опять, но теперь я был готов. Согнул ноги и с силой распрямил их, вмазав подошвами тяжелых армейских ботинок ему в морду. Голову зверя отбросило назад, перевернувшись в воздухе, он упал на край доски. Прямо на длинные ржавые гвозди. Я зашарил у пояса. Пес взвыл, дергая лапами, пытаясь сорваться с гвоздей, будто Мюнхгаузен за волосы, вытаскивающие себя из болота. Я видел его коричневый брюхо и обращенную ко мне задницу между раскоряченными задними лапами. Подняв голову, он мучительно заскулил. Я направил в безглазую морду ствол форта, который держал в вытянутой левой руке. Расстояние между пистолетом и целью было не больше полутора метров. Как уже было сказано, в этом пистолете двенадцать патронов. До того я выстрелил дважды. Пуль оставалось десять. И семь из них я всадил в голову зверя, которое под конец стало напоминать рыхлый муравейник. Я разинул рот, увидев, как что-то ползает там, в развалах покалеченного пулями черепа. Маленькие гибкие кельца сновали из стороны в сторону, жирно поблескивая, копошились, пытаясь уползти вглубь, подальше от дневного света. Черный сталкер, что же это такое? Паразиты, живущие в голове прямо в мозгу слепого псателепата? Только этого или у всей их породы? Это болезнь или симбиоз? Быть может, именно он и сделал их телепатами? Мысли пронеслись в голове мгновенно. Доска под спиной стремительно провалилась вниз. Последние древесные волокна, скрепляющие ее с бортом, лопнули. Я повернулся, бросая форт на дно телеги, обеими руками вцепился в ее край и повис. Обломок доски улетел вместе с псом, а моему взгляду предстала живописная скульптура, вроде той, где Самсон разрывает пасть льву. Пригоршня, опустившись на одно колено, левой рукой сжимал шею пса, а правый пытался скормить ему гранату, просовывая ее в разинутую пасть. Гранату без чеки. — Взорвется сейчас, заорал я, не знаю, что делать, то ли лезть на телегу, то ли наоборот прыгать с нее. Напарник взмахнул рукой и нанес сокрушительный удар, на мгновение став похожим на машину для забивания свай. Кулак врезался в морду зверя, вогнав гранату глубже в пасть. Клыки заскрежетали полибристые оболочки. Никита привстал, обхватил извивающееся тело, поднял, когти оставили на его боку глубокие царапины, и он отбросил зверя. Я схватил лежащие неподалеку на дне форт, и когда массивное тело взлетело в воздух, дважды выстрелил в летящую мишень. Одна пуля впилась в брюхо, другая в бок. Никита упал на колени, прижался лбом к телеге и накрыл голову руками. Бросив пистолет, я отпрянул, повис за бортом, спрятавшись за ним. Граната взорвалась. Привести безумного в чувство мы так и не смогли. Кое-как заставили умереть бег, но никакие увещевания Никиты, который спрыгнул с телеги и пошел рядом с этим психом, никакие похлопывания по шее и ласковые слова, произнесенные в нервно подрагивающее ухо, ни к чему не привели. Должно быть, больному сознанию коня мы представлялись этакими зловещими демонами, в одночасье перенесшими его из привычного мира в какое-то иное пространство, полное ужасных непонятных врагов. А давай его пристрелим, предложил я, когда безумный в очередной раз попытался встать на дыбы и заржал. — Сделаем хорошее дело, ему же легче станет. Никита оглянулся на меня чуть ли не с презрением. — Да он же шизофреник, продолжал я, едва заметно дергая возже, отчего длинный облезлый хвост коня нервозно засновал из стороны в сторону. — Еще, может быть, маньяк, чикатило какой-нибудь, наверное, по ночам молодых жеребцов в лесополосу заманивает, и там... — Город, объявил Пригоршня. — Полноценным городом назвать это было все же нельзя. Обогнув холм, дорога вывела нас на окраину небольшого поселения, пыльного и тихого. Состояло оно в основном из одноэтажных домиков, давно покинутых, судя по слепым окнам без стекол и проломленным шиферным крышам. — Никого не вижу, — сказал напарник, ведя коня под узцы. — Мы достигли земляной улицы, и я выпрямился во весь рост напередке телеги, глядя по сторонам. Домов стало меньше, вместо них потянулись длинные приземистые строения. — Да это ферма бывшая, — объявил Пригоршня. — Или колхоз. — Ну, небольшой совсем. — Что там, площадь? — Люди, — сказал он. Сараи и амбары тянулись слева, дома были справа, а впереди мы увидели площадь и небольшую толпу народа. — Что они делают? — я прищурился, выглядываясь. — Слушай, а ну-ка давай телегу тут оставим и тихо к ним подойдем. Что-то там непонятное происходит. — Да что непонятного? — начал Пригоршня, и тут раздался выстрел. Звук далеко разнесся в тишине, царившей над поселком и окрестными полями. Безумный, к моему удивлению, не заржал, но встал, как вкопанный, опустив голову между бабками. — Но! — напарник схватил поводья и потянул коня в сторону под прикрытие домов. Я спрыгнул с телеги. Никита набросил поводья на покосившийся плетень, погладил коня попегой шеи и ласково сказал в подрагивающее ухо. — Мы за тобой вернемся. Безумный попятился, кося на Пригоршню выпученным глазом. Мы пошли к площади. Возле нее выселось единственное здесь двухэтажное здание, еще и с деревянной башенкой над скошенной крышей. В башне виднелось узкое окно, заколоченное досками. — Военные, видишь? — Я сказал тихо. — Ага. Теперь осторожно надо. — Я понял уже. Слушай, у них и машина. — Так, держись слева от меня, химик. Чуть что, в кусты ныряй. Возле коровника вон. — Это, по-моему, курятник, возразил я. А вон поле с этим, с Бураком. Зачем им столько Бурака? Он не ответил, сосредоточенно разглядывая две группы людей на площади. Нас пока не замечали. Одна группа, в основном мужчины, хотя среди них было несколько женщин, вытянулась длинным рядом. Сомнительно, что люди встали так сами, скорее их выстроили, чтобы каждый был на виду. Одеты обычно для зоны, без оружия, во всяком случае я его пока не заметил. Они выстроились спинами к полю и к кустам, глядя на солдат в обветшалой грязной форме ооновских войск. Я такую видел у вояк с кордона, тех, кто из иностранного контингента. Среди них выделялся один, в форме офицера, выглядевший более опрятно, чем остальные, высокого роста, с черными гладко зачесанными волосами. Капитан, или кто он там был, стоял возле армейского автомобиля, нечто среднее между джипом и небольшим грузовичком, с массивными колесами и бронированной кабиной. В открытом кузове лежали мешки и ветхие деревянные ящики, в кабине виднелся одинокий силуэт. Теперь мы шли совсем медленно, стараясь не привлекать к себе внимания. В толпе селян, как я мысленно окрестил тех, кто выстрелился рядком, нас пока никто не заметил, а вот вояки заметили, но особого значения нашему появлению не придали. Издалека оружие пригоршни не бросалось в глаза, и они, должно быть, приняли нас за припозднившихся жителей поселка. Автоматы у солдат висели за спинами, да и стояли все, кроме капитана в непринужденных позах. Кажется, они чувствовали себя здесь в безопасности. Все на этот дом пялятся, край морта негромко сказал пригоршня, который из башни. Чего это они? Ждут, чтоб кто-то вышел, предположил я. И оказался прав. Дверь распахнулась, двое солдат вывели оттуда девицу, которой они заломили руки за спину. Девица была красивой, это как-то сразу стало понятно. Молодая брюнетка невысокого роста, одетая в закатанные до колен мужские брюки и рубашку на выпуск. Я мысленно вздохнул, заранее предчувствуя недоброе. Брюнетки были слабостью пригоршни, он от них таял. И как многие здоровяки под два метра ростом, он любил именно таких, мелких, щупленьких. К тому моменту, когда они вышли из дома, мы успели подойти почти вплотную к толпе селян. Некоторые удивленно оглянулись, заметив незнакомцев, один из которых был увешан оружием и гранатами, как какой-нибудь шахид, но никто не сказал ни слова, все чего-то напряженно ждали. Черноволосый капитан с появлением девицы подался вперед, и я увидел в его руке короткоствольное ружье. Стой! Едва слышно прошептал я напарнику. И молчи, ради бога! Девица, злобно выругавшись, пнула в голень идущего слева от нее солдата. И тут же в щель между досками, закрывающими оконца на башне, просунулся ствол. Оказывается, капитан ждал именно этого. Мгновенно вскинув ружье, он выстрелил. Тот, кто прятался в башне, не попал. Его пуля подняла фонтан пыли у колес машины, а пуля уоновца с треском проломила доски на окне. Она упала внутрь, исчезнув в полутьме, вторая закачалась на гвозде и сверзилась вниз. — Don't shoot, — приказал офицер. — Spare the cartridge. — Что он сказал? — прошептал Никита. — Кажется, чтобы не стреляли, потому что патроны надо экономить. — Ага. — Он кивнул, явно намотав этот факт себе на ус. — Пригоршня, ты не вмешивайся, — напряженно прошепел я. — Да я не собираюсь. — Хотя почему это? — Я вижу три причины. — И какие? — Тебе достаточно одной. Их девять человек. — Ага. — Да, это много. — Даже для тебя, пригоршня. Теперь мы стояли в конце ряда возле краснощекого юнца и рыжего вихрастого деда с большим носом, напоминающего грустного Эйнштейна, только без усов. Юнец, облаченный в армейские брюки и гражданскую рубаху, подался вперед, переводя напряженный взгляд с капитана на девицу и обратно. Ему явно было не до новичков, а вот дед то и дело с удивлением косился на нас. — Козел, дебил, отпусти, урод американский! — донеслось со стороны девицы и двух солдат, уже почти подтащивших ее к грузовичку. В оконце, теперь частично свободным от досок, вновь что-то мелькнуло и капитан тут же выстрелил. Стрелял он быстро, ничего не могу сказать. Направленный в землю ствол ружья взлетел и обратился точно к окну, на котором после выстрела треснула и зашаталась еще одна доска. — Крутой капитан, да. — Но я знал одного человека, который стрелял еще быстрее и точнее. Человек в окне отпрянул. Офицер громко сказал — Окей, calm him down. — Че он? — спросил Пригошня. — Хочет, чтобы успокоили того, кто там засел. Дальнейшие мои слова заглушил грохот. Солдаты, все как один, достали автоматы из-за плеч и стали палить по башне. Задрожал весь поселок, вихрастый дед прижал ладони к ушам. Доски на окне разлетелись, но и вокруг были те же доски, просто лучше сколоченные, более плотно друг к другу подогнанные. И они заходили ходуном, треща, проламываясь. Через несколько мгновений башенка стала напоминать тонкий ломоть дырчатого сыра. Затем она на глазах развалилась. Плоская квадратная крыша наклонилась и поехала в сторону, стены ссыпались вниз, будто состояли из песка. Надстройка исчезла в столбе пыли. Тут у солдат закончились рожки, выстрелы смолкли. С улицы позади нас донесся хриплый вопль безумного. Не очень-то боезапас экономит, проворчал напарник. Но фиг они того, кто внутри положили. Если не дурак, бросился сразу на пол и лежит там сейчас под обломками, живой. Я заметил, что Никита только одним глазом поглядывает на башню, а вторым то и дело косил в сторону девицы, которую уже подтащили к грузовику. И черноволосый капитан глядел на нее же. Солдаты попытались подсадить пленницу, а она ударила одного коленом между ног. Вырвавшись из рук второго, отпрыгнула к офицеру и что-то выкрикнуло ему в лицо, после чего обеими руками толкнула в грудь. Капитан размахнулся и дал ей пощечину. Никита пробормотал. Хорошие манеры. Но компания плохая, ответил я. Девица чуть не упала, отшатнувшись от него, вскрикнула. Зажав ружье под мышкой, офицер грубо схватил ее за локоть, дернул к себе. И напарник не выдержал. Никита! Нет! Зашипел я вслед, попытавшись схватить его за ремень, но было поздно. Он шагнул вперед и сказал, «Эй, придурок, отпусти ее!» К тому времени на площади наступила тишина, так что голос показался особенно громким. «Ты, ты! Я к тебе обращаюсь! Хрен моржовый!» Он пошел к солдатам, свесив длинные руки. Матерясь сквозь зубы, я бочком засеменил вдоль ряда людей, повернувшись спиной к ним, сжимая форт. Капитан отпустил девицу, но скорее от удивления, чем подчиняясь приказу, и повернул к нам худое, холеное лицо. Я заметил, как стоящий возле рыжего деда юнец в армейских брюках, помедлив, направился следом за мной. Офицер толкнул девицу к двум солдатам. Его рука дернулась, одновременно над бортом грузовика возник еще один солдат. Никита выстрелил. Он выхватил браунинги, висящие в кобурах на левом и правом боку. Два выстрела слились в один. Солдат в грузовике, вскрикнув, полетел спиной назад, другая пуля выбила ружье из рук офицера. Тот качнулся, с недоумением поднес запястье к лицу. С пальцев текла кровь. — Ты кто? — с ощутимым акцентом спросил капитан на русском. Дернулся, вскидывая автомат, стоящий далеко с левой солдат, и Никита выстрелил снова. Рядовой, согнувшись, упал на колени, схватившись за правое плечо, разевая рот. Автомат отлетел далеко в сторону. Я остановился возле напарника. Он наставил хай-пауэры на толпу перед собой, готовые выстрелить в любого, кто шевельнется. У большинства солдат оружие еще не было перезаряжено, а те, кто перезарядил, не успели направить его в нашу сторону. Девица попятилась, бочком протиснулась между вояками и неуверенно пошла к нам. — В сторону, — велел я ей. — Не закрывай. И тут же узнал ее. Я даже вздрогнул, когда понял, кто это. — Вот тяна. Неожиданная встреча. — Стволы на землю, — громовым голосом скомандовал пригоршня. Солдаты посмотрели на капитана, а он сверкающими глазами глядел на нас. — Бросить оружие, — повторил напарник, поднимая пистолеты. Я видел по лицу офицера, что еще немного, и он прикажет открыть огонь. Поэтому я сказал как можно более успокаивающе. — Капитан, мой друг распереживался. Я-то понимаю, что вы, ребята, просто в шутку тут стреляете. Но вот друг, он шуток не понимает. Скомандуйте своим, чтобы бросили стволы, а то... Я поднял форт и прицелился в высокий офицерский лоб. — А то я пристрелю тебя. А друг, он пристрелит всех остальных. Что-то не в порядке было с капитаном. В его голове словно пылала мощная газовая горелка, и огонь лился наружу сквозь глаза, придавая лицу довольно-таки безумные выражения. Я сказал — Капитан, ты меня вообще слушаешь? Наплевать, что ты военный, офицер. Я не так меток, как мой друг, но тоже умею. Меня учил стрелять Иван пистолет. Беда только в том, что он учил нас, как стрелять, но не учил в кого. Я уже решил, что он все равно сейчас отдаст приказ, а сам попытается схватить лежащее на земле ружье и приготовился всадить ему пулю между глаз. Но тут он быстро оглянулся на сидящего в кабине грузовика человека, а когда вновь посмотрел на меня, огонь притух, напоминая теперь свет ярко тлеющих углей. — Трофте эмс энтерибали, — велел капитан солдатам и добавил на русском, обращаясь ко мне. — Мы не оставим вам эти автоматы. — Но вначале разрядить, — сказал я, — рожки на землю, ремни патронташи снять. Черноволосый повторил мой приказ, и солдаты подчинились без раздумий. Он их хорошо вымуштровал. Выщелкивая рожки и бросая в пыль вместе с ремнями, они стали подходить к грузовику, класть туда автоматы и отступать в сторону, освобождая дорогу другим. Тем временем девица встала рядом, с любопытством нас разглядывая. Меня она не узнала, впрочем, этого стоило ожидать. — Привет, Марьяна, — сказал я, и она удивленно переступила с ноги на ногу. — Откуда ты меня знаешь? — Ты ж дочка Вани пистолета. — Кого? — А, ну да. — А ты кто? — Я не... Тут с остатков башни упала доска, а после кто-то зашевелился под обломками. Растерянные лица солдат стали настороженными, а капитан глянул вверх. — Ну да, если прячущийся в башне остался жив, то сейчас он спустится и, наверное, сразу же начнет палить вне другов. — Вам пора уезжать, капитан, — сказал я. — Садитесь в грузовик и валите отсюда. — Ну, чего встали? — Вы их отпускаете? — возмутилась девица. — Пристрелите их. Убейте, я сказала. — Химик, а давай их в плен возьмем, — предложил Никита. — Девять человек, да плюс тот, кто в кабине сидит. — Без стрельбы не получится, — сказал я. — И потом, откуда ты знаешь, кто за ними может приехать? — Здоровяк, застрели их, — взвизгнула Марьяна. — Слышишь, ты... — Заткнись, — рявкнул я. — Капитан, я что сказал? — Раз, два, ноги в руки. Розовощокий юнец вдруг оказался между мной и Никитой, шагнул к Марьяне, протянув руку, и она оттолкнула его. Шум из башни не прекращался. Тот, кто находился в ней, пытался спуститься. Капитан что-то сказал на английском, и солдаты вновь зашевелились. Большинство полезли в кузов, а один и офицер, раскрыв дверцы кабины, забрались в нее, усевшись по бокам от находящегося там человека. В кабине могло лежать заряженное оружие, и мы с напарником, не сговариваясь, подняли пистолеты. — Я кузов контролирую, ты кабину, — тихо сказал Пригоршня. Инцидента не произошло. Марьяна стояла, гневно наблюдая за происходящим, разовощокий что-то говорил ей, кажется, пытался успокоить, мы с Пригоршней замерли с оружием на изготовку. Заурчал мотор. Солдаты в кузове уселись вдоль бортов, лицами друг к другу. Между ними были навалены мешки и ящики. Машина дала задний ход, развернулась и поехала прочь по улице. Дверь дома с разваленными башенки распахнулась, наружу вывалился пожилой мужчина с допотопной берданкой в руках. Седые волосы были присыпаны древесной трухой, лицо из царапана. Прихрамывая, он сделал несколько шагов, вскинул берданку, прицелился вслед к грузовику. Но было поздно, тот как раз повернул, скрывшись из виду. Незнакомец опустил ружье и, ругаясь сквозь зубы, заковылял к нам. — О, — произнес Никита удивленно, — Андрюха, это же злой, сталкер пропавший, помнишь, я рассказывал? Глава третья Злой был ранен, так что его отвели на второй этаж дома с башенкой и уложили там. Здание это местные называли трактиром. Тем временем пожилая женщина, в поселке их было четверо, не считая Марьяны и больше десятка мужчин, замазала и забинтовала наши спригоршние боевые раны, ссадины и царапины. Народ проявил к нам интерес, но не слишком большой, хотя его все же было куда больше, чем благодарности за спасение. Собственно, мы никого особо и не спасли, кроме разве что злого. Солдаты не собирались никого убивать, они, как вскоре выяснилось, приезжали за продуктами, а еще искали кого-то. — Сами ни черта не делают, — проворчал сталкер, лежа на койке в небольшой комнате второго этажа. С нас дань берут, америкосы чертовы. А теперь приперлись и зачем-то всех людей согнали, в ряд выстроили, потом дома стали шмонать. Явно искали кого-то, а кого не ясно. Не вас ли? Я отрицательно качнул головой. — Нет, мы тут совсем недавно и ни с кем еще зацепиться не успели. — Пока к вам в поселок не попали. И Марьянку еще хотели забрать. Злой похлопал по колену присевшую на кровать девицу, которая держала его за руку. А я аж как чуял, что приедут, и решил, пора бунт поднять, избавиться от прихлебателей. Послал Джона Корягу за оружием. — Это, которая в сарае закопана, за холмами? — спросил я. Глазки злого подозрительно уставились на нас. — Откуда знаешь? Мы его видели, когда мимо проходили. Телега возле сарая стояла, в нем яма свежая. А Коряга твой рядом лежал, с башкой простреленной. И еще его псы погрызли. Но это уже потом, видимо. Сталкер намуршил лоб, размышляя, и сказал. — Ну, тогда все ясно. Разведчики военных, значит, где-то неподалеку от селения прятались и выследили Джона. Тут у нас только винтовок несколько старых для охоты. Америкосы другое держать запрещали, отбирали. А там у меня автоматики были припасены, да взрывчатка. — Значит, они корягу положили и стволы отобрали. — Почему американцы? — спросил я. — Разве это не ооновские войска, не европейские? — Америкосы, европейцы — один хрен, — махнул рукой злой. — Иностранцы. Ненавижу их. — Так, теперь вы двое. Я вам, конечно, благодарен за спасение, то, сё, но кто вы такие и откуда в долине взялись? — Ещё на площади, после того, как солдаты уехали, я решил про дом на склоне и тёмных сталкеров ничего пока не рассказывать, ограничиться кратким описанием того, что с нами произошло, и успел об этом шепнуть Никите. Надо сначала разобраться, что тут к чему, выведать побольше. Поэтому я сказал. Нас карусель закрутила. Мы обычные сталкеры, бродяги, хотели око добыть. Это артефакт такой редкий очень, если не знаешь. Ну, там разное произошло, к делу не относится. Крысы попёрли, потом на контролёра нарвались. В общем, в конце концов, затянула аномалия. Думали обычная карусель, уже с жизнью попрощались. Но она... Сюда вас выбросила, заключил злой. — Бывает, да. В долину люди разными путями попадают. Я вот просто шёл себе по дороге. Ехал, то есть. Ну и приехал. И дороги-то и теперь не найти. А Потапыч говорил, что его тоже через аномалию, вставила Марьяна. — Злой, ты бледный совсем. Тебе отдохнуть, поспать надо. Хватит разговаривать. — Заткнись! — прикрикнул на неё сталкер, приподнимаясь. — Молодая ещё, учить, что мне делать. Он замолчал и скривился, упав обратно на подушке. Должно быть больно стало, когда начал шевелиться. Я заметил, что Марьяна недобро глядит на него и даже кулаки сжала, отпустив руку злого. Непростые у них, значит, отношения. — Ладно, вам внизу расскажут, что тут к чему, заключил, наконец, сталкер. Имейте в виду, в посёлке я старший, я командую. И она... Злой повёл морщинистым, небритым подбородком в сторону девушки. Она моя. Ясно это. Покрутитесь тут, переночуете, поговорите со всеми, и тогда будем решать. Военные это дело так не оставят. Капитан их псих конченый. Вы сейчас его оскорбили смертельно, и он так отомстить может. Не конкретно вам двоим, а всем в посёлке. Они уже давно подумывают нас проучить, чтобы мы в страхе оставались, не своевольничали. Завтра они наверняка сюда примчатся, и тир здесь устроят по бегающим мишеням. Я отлежусь за ночь. Тогда будем думать. У вас вонаружие, вижу, есть, значит, полегче будет. Ну всё, идите себе. Что-то мне плохо опять. Он откинулся на подушке и прикрыл глаза. Рыжего деда, как выяснилось, звали Илья Львович. И он был тут кем-то вроде трактирщика, заведовал этим двухэтажным постоялым двором и гнал из бурака самогон на заднем дворе. Дед его не продавал, а так наливал всем желающим, потому что денег в посёлке не водилось, но все поселяне, обрабатывающие землю, следящие за живностью или охотящиеся в окрестных лесочках, обязаны были каждую неделю притаскивать в трактир что-то съестное, а ещё иногда помогать Илье Львовичу по хозяйству. — Садитесь в петельном зале, молодые люди, — предложил старик, провожая нас по лестнице вниз. — Поужинаете? Никита кивнул. — Да, нам бы поесть и что-нибудь выпить. — Воду можете взять в бочонке, — напарник покосился на хозяина. — Нет, воды не надо, — я произнёс. — Злой сказал, долина тут у вас? — Что это за долина? — Просто долина, — тонёсся сверху голос Марьяны. Она вышла из комнаты сталкера и прикрыла за собой дверь. — Безвыходная, потому что наружу пути нигде нет. — Так откуда ты меня знаешь? — обратилась она ко мне, догоняя нас на ступеньках. — Я Ваню пистолета знал, когда ты ещё с ним жила, маленькой совсем. Он моим скупщиком был. — Ваню, — протянула она, — я его совсем не помню. — Что с ним теперь? — Мы достигли помещения, которое Илья Львович назвал пятийным залом. Старик показал на один из грубо сколоченных столов и ушёл, шаркая ногами. — Застрелился, — ответил я на вопрос девицы, — после того, как ты пропала. Он же, считай, ради доченьки только и жил, деньги копил, всё для неё. Говоря это, я поглядывал на Марьяну. Выражение красивого лица почти не изменилось, когда она услышала про смерть отца, и это вполне подтвердило мнение, которое у меня успело о ней сложиться. — Застрелился, значит? — Ага. Он с ума сошёл, как ты исчезла. — Ну, не совсем, но, в общем, такая глухая депрессия началась. Вот он, в конце концов, ПМ себе в рот и сунул. — А ты куда тогда подевалась, Марьянка? Тебе сколько? Тринадцать лет было? Четырнадцать? Мы сели под окном, сквозь которое была видна всё та же площадь. Люди уже разошлись, только двое мужиков вели под усцы запряжённого в телегу безумного. — А я сбежала, — ответила она. Мимо парня из свободы проезжали как раз обосы с грузовиков, и я с водителями, потому что надоел он мне. С батей жизни не было никакой. Он меня в комнате запирал и бил. — Он тебя любил, — вставил я. — Любил и бил, да? Не нужна мне такая любовь. — Ну, ладно, а сюда как попало, — спросил Никита. Выражение Марьяниного лица изменилось, стало почти ласковым, а голос — мурлыкающим. Блеснув на пригоршину глазами, она ответила. — Да я потом, ну, с сержантом одним жила. Не настоящим сержантом, он себя так называл просто. Он в свободе был, в группировке их. Мы в лагере обитали далеко, аж за янтарём. Потом на нас долг напал, большая бригада, на броневике и с огнемётами. Почти всех поубивали. И сержанта моего. А я сбежать успела, ночью, по лесу. За мной собаки погнались слепые, и пока от них убегала, попала в какие-то горы. Квишу вдруг деревья закончились, земли нет, каменный склон вместо неё. Собаки куда-то подевались, только что вылила, или рядом совсем, а потом раз — и пропали. Я стала спускаться, и здесь очутилась, в долине. Она замолчала, когда к столу подошёл Илья Львович с тарелкой и бутылкой в руках. В тарелке оказалась посыпанная укропом варёная картошка, а в бутылке — самогон. — Марьяночка, Настасья Петровна просит, чтоб ты ей на кухне помогла, — произнёс старик, и девица в ответ скривила недовольную рожу. Но всё же подчинилась. Напоследок, стрельнув в пригоршню глазами, ушла к двери в глубине помещения. — И принеси нам стаканы, пожалуйста, — сказал Илья Львович вслед. — Со злым живёт, — спросил я. Старик, усевшись напротив, сказал. — Так и да. Не могу не отметить, что он её тоже бьёт частенько. — А эти, остальные, кто здесь? — я махнул рукой в окно. — На сталкеров не очень-то похожи. — Это всё больше бродяги, бомжи. Я сам, молодые люди, был библиотекарем и школьным учителем в этом колхозе. Меня-то ниоткуда сюда не переносило, когда пространство закуклилось. Женщины, которые здесь у нас есть, всё больше из разных колхозов и ферм, или из Чернобыля. — Тот Настасья Петровна, которая у меня готовит постоянно, говорит, что дояркой была. — Закуклилась? — переспросил я, беря из тарелки горячую картошку и осторожно откусывая. — Что это значит? Илья Львович потёр большой нос с крупными порами на коже. — Это всё после выброса, юноша. Здесь всего несколько человек осталось, кто не покинул эти места или не погиб. По какой-то причине у нас мутантов мало было. Псы только иногда забегали, реже кабаны. Мы оружие раздобыли какое-то и их отстреливали. От выбросов прятались в подвале под домом председателя колхоза, то есть под этим самым. И как-то особо сильный выброс произошёл. Председатель Михаил Петрович, а он тоже остался, потому что после аварии жена его с дочкой и сыном тут погибли, и ему некуда идти было, как, к примеру, и мне. От сердечного приступа скончался прямо в подвале. Так на него выброс повлиял. Земля тогда гудела громко и словно весь воздух из подвала на секунду выкачали, а потом назад закачали. Потом землетрясение небольшое произошло. У нас упала балка и выход из подвала завалило. Выбрались только через два дня. И увидели, что теперь находимся здесь, в долине. Но это мы так её позже стали называть. Выхода из долины нет, а сюда новые люди иногда попадают, обычно во время выбросов. Хотя бывает, что и в обычный день объявится новичок. В пятинный зал зашли трое местных, в том числе разовощокий юнец в армейских штанах. Они сели за стол неподалёку, поглядывая в нашу сторону без особого любопытства. А парень тут же вскочил, когда в дверях показалась Марьяна с подносом. За ней появилась толстая пожилая женщина, должно быть, Настасья Петровна. Окинула взглядом зал и ушла обратно на кухню. Марьяна что-то сказала ставшему перед ней юнцу, он упустил голову и попятился. Она подошла, глядя на Никиту, положила на стол плоские алюминиевые вилки из тех, какие раньше использовали в советских столовых, поставила тарелки с огурцами, луком и нарезанным варёным мясом, стаканы и бутылку с жёлто-коричневой жидкостью. — Это квас, — пояснил Илья Львович. — Мы его сами делаем, как и самогон. — Вы пьёте, молодые люди? — Я не буду, — сказал я. — Огон точно выпьет. — И выпью, подтвердил Никита. Напарник налил себе и старику, я же наполнил стакан квасом. — Мясо — это не собачатина у вас случайно? — подозрительно спросил Никита. — Не конина? — Что вы такое говорите, молодой человек, — удивился Илья Львович. — Так и это натуральная телятина. Злой вчера молодую коровку забил. — Но вы же наверняка пробовали отсюда выбраться, — спросил я, когда они выпили. Илья Львович кивнул, жуя огурец. — Неоднократно. Злой чуть с ума не сошел, пытаясь обратно вернуться. — Нет его выхода. Нигде нет. — А за горами что? Старик пожал узкими плечиками. — Кто же знает. По склонам не забраться, они чем выше, тем отвеснее, и говорят, что в конце концов тянется уже сплошная вертикальная стена, гладкая. Несколько человек разбились, пробуя. Дальше всех злой залез, с год назад. Его почти две недели не было. Марьяночка извелась вся, испугалась, что он выход нашел и за ней не вернется. Но он вернулся. Не за ней, а потому что не нашел никакого выхода. Рассказывал, что поднялся чуть не до неба, а камень все тянулся и тянулся. Но назад путь всего полдня занял. То есть, понимаете, молодые люди, я подозреваю, что склоны эти до бесконечности в одну сторону длятся, а в другую, обратно если, вполне они конечны. — Пузырь, одним словом, кивнул Никита, вновь разливая напиток. Он почти все время молчал, предоставляя вести разговор мне, лишь хмуро поглядывал по сторонам, так как появлялась Марьяна на нее, причем с другим выражением. — А солнце? — спросил я. Старик пояснил. Его не видно никогда. Хотя день с ночью сменяются, как обычно. Еще то холоднее становится, то теплее, но настоящей зимы никогда не было. Еще, молодые люди, выбросы мы тоже ощущаем. Не так, как если бы в зоне находились слабее, но что-то и до нас докатывается. Вроде мгла с неба наползает, собаки выть начинают, и на душе так грустно, пессимистично. Вспомнив легенду Никиты о пропавшем взводе, я задал еще вопрос. — А злой ведь не с самого начала тут. Позже появился? Вместе с военными? И где, кстати, они обитают? А кто у них главный? Капитан этот? Какие отношения с ними? Рассказывайте все, Илья Львович. И старик принялся рассказывать. Сталкер злой действительно попал в долину позже. Прибыл вместе с военными. Приехали они на пяти машинах, броневике и мотоколясках. Старшим у них был генерал НАТО, который умер где-то с год назад. Не умер. Йен его убил. Перебила Марьяна, присевшая за наш стол. Это точно. Мне Уиллик, она мотнула головой в сторону розовощекого парня, стоявшего возле окна, рассказывал. Выяснилось, что Уиллик этот один из солдат, который еще с двумя рядовыми предпочел жить здесь. Из них, впрочем, один погиб почти полгода назад. Ушел охотиться в лес и не вернулся. А второй, которого называли Джоном Корягой, остался лежать под сараем за холмами с простреленной головой и выеденным животом. Военные, когда только появились, были очень удивлены и даже ошарашены. А пуще всех ошарашен сталкер злой. Впрочем, то, что он сталкер, выяснилось позже, потому что он был облачен в военную форму и разыгрывал такого же вояку, только русского, посланного сопровождать заграничных коллег. Осмотревшись, они предприняли несколько попыток покинуть долину, но ничего не вышло. Сначала иностранцы разбили лагерь на краю этого поселка и были с местными в ладах, но после что-то у них произошло. В общем, злой остался здесь, а они переехали дальше, на восток, поселились за водопадом, возле завода. Да-да, здесь был и небольшой водопад, подпитывающий местные озера, и за ним когда-то простиралась песчаная пустошь, но после очередного выброса появился там древний, еще, наверное, середины прошлого века кирпичный завод и даже часть глиняного карьера, из которого на таких заводах берут материал для работы. И после того отношения у поселян с военными стали портиться все сильнее. Троица солдат сбежала от них как раз тогда. По их словам, генерал умер и командовать отрядом стал капитан Йен Пирсняк. Он в меня втюрился, процедила Марьяна, кривя губы. Сначала просто подваливал несколько раз, с предложениями всякими приезжал. Гадкий мужик, скользкий, как рыба, не нравится мне. А злой ревновал очень. У сталкера была причина для ревности. Марьяна не отличалась праведным нравом, к тому же во всей долине она была, кажется, самой молодой и красивой, во всяком случае, судя по тем теткам, которых я успел заметить в поселке. Впрочем, Илья Львович тут же рассказал, что вскоре после того, как не стало генерала, военные увели к себе на завод нескольких молодых женщин, раньше живших здесь. Любовница Злова была единственной, кого они до сих пор не смогли забрать, хотя именно на нее положил глаз капитан Пирсняк. «Мы долгое время платили военным своеобразную дань», заключил Илья Львович, «и вот теперь взаимоотношения обострились до предела. Боюсь, таки, ничем хорошим это не кончится». «Злой говорил, завтра они точно припрутся сюда», перебила Марьяна. «А повариха ваша, деда, сказала, надо уходить, по лесам спрятаться и переждать». «Нельзя прятаться вечно, Марьяночка», возразил старик. «Не вечно, а только на время, пока солдаты тут». «А кто будет следить за скотиной?» «За курочками?» «К тому же, ведь мы обрабатываем землю». «Нет-нет, это не выход». «Но и воевать с ними мы не можем». «Значит, должно быть мирное сосуществование». «Это с пирсником-то мирное», возмутилась она. «Ты что несешь, дед? Да он же псих больной. Он меня к себе хочет забрать. Он...» Она еще долго ругалась на старика, а тот в ответ лишь жмулился и качал головой. В конце концов, я сказал. «Ну хорошо, Илья Львович, спасибо, наелись мы. Пройдемся по вашему селению, поглядим, как тут у вас. Ответьте только еще на один вопрос. Ничего не слышали про человека, который в домике на склоне жил, на южной стороне, откуда мы пришли?» Старик и Марьяна, непонимающе, поглядели на меня. «Нет, ничего такого никогда не слышал». «А ты, Марьяночка?» «Какой человек? Какой домик, юноша?» Я неопределенно махнул рукой и поднялся. «Просто аномалия нас на склон выбросила, ну и когда спускались, видели какой-то дом. Да, неважно, он, кажется, разрушенный совсем был. А где у вас тут ночевать можно?» При этих словах Марьяна вскинула голову и посмотрела прямо на пригоршну, который, в отличие от меня, взгляда этого не заметил. «Любой домик выбирайте», ответил старик, тоже вставая. «Кроме тех, что уже заняты, а их немного. Люди ближе к площади обитают, потому что иногда появляются псы или кабаны наскочат. А можете, молодые люди, в моем гранд-отеле поселиться, то есть в этом здании? На втором этаже есть комнаты. Настасья Петровна убирает здесь, мы готовим. Но тогда, конечно, вам надо будет как-то оплачивать это продуктами или еще чем». «Чем же?» спросил я. Илья Львович улыбнулся. «Мнится мне, молодые люди, что вы станете охотниками, и, возможно, охранниками нашими. Но поглядим, поглядим». «Проводить вас?» спросила Марьяна, когда мы пошли к выходу. «Я поселок покажу». Никита собрался уже, было радостно закивать в ответ, но я к его неудовольствию решительно сказал. «Нет, красавица, мы и сами не заблудимся. Иди лучше, Настасье Петровне на кухне помоги». Она сверкнула на меня глазами, что-то пробормотала и ушла, а мы покинули трактир. «Что думаешь?» спросил напарник. «Ну, хоть что-то прояснилось, хотя все равно ситуация темная. Мы не спеша пошли посередине улицы. С этими доходягами останемся или к воякам потопаем? Или, может, вообще в сторону отвалим и сами по себе станем? По-любому, надо же выход отсюда искать, чтобы Львович там не говорил». «Что? Ты и к военным согласен?» переспросил я. «А я уже решил, ты на Марьяну успел запасть. Ее с собой захватим. Там же капитан, пирсник этот, который ее и сам хочет». Он махнул рукой. «Ну, так я его убью». «Ага, да только у него там целый взвод». «Взвод?» «Да, взвод», Никита поразмыслил. «Неважно, убью всех». «Какой ты кровожадный». «Не получится, партнер, надо иначе решать». «Как?» «Пока не знаю». «Что ты от меня хочешь? Я тебе гений какой-нибудь?» «Мы же сюда только попасть успели, только первую информацию получили, что к чему. Надо еще осмотреться». «Ну вот и осматриваемся», пробурчал он, но потом, что-то вдруг вспомнив, поднял голову, глядя в бледно-желтое с синеватыми пропрешными небо и сказал, «Еще ведь дом тот, где, может, картограф жил». «И темные, Андрюха, база-то военная. Как оно все к этому лепится?» «Я уже давно надо всем с нами произошедшим размышлял и теперь пояснил, хоть не слишком уверенно. Водонапорная башня с аномалией и паром — это все случайности, Никита. Таким способом медведь от парней-курильщика отделывался. Вот и вся связь. А база-то опытная, в смысле испытательная, для нового вида оружия. Помнишь, мы там еще пушки видели, да? То есть не только те электроружья, но и более мощные. И думаю, они, когда свое поле, которое башни генерируют, на полную включили, когда попытались из пушки стрелять, у них катастрофа произошла. База их провалилась. «Куда провалилась?» — спросил он. «Ну, в пространстве провалилась, в другое место перескочила. Потом еще в другое. Такой призрачный голландец вышел, который с одного места на другой прыгает. В зоне пространства не такое, как везде. Структура у него повреждена. Тем более тут иногда глубоко вакуумное оружие используют, которое еще сильнее эту структуру разрушает. И военные своим энергополем его пробили. А потом база через аномалию сцепилась с пузырем с этой складкой пространственной. Ну, а темные... Что-то там говорил. Как-то военные базу случайно опять обнаружили и послали туда десант? Вот, наверное, этот тот десант и был. «Может, на базе долго находиться нельзя? Поле на мозги влияет. В них ведь тоже свое электричество есть». Мы помолчали. Впереди между домами выселось необычное сооружение. Кривая башни метров пять высотой из неумело сбитого в объемную решетку штакетника. На вершине был настил из хвороста и деревянная рама, которая что-то тускло поблескивала. «Ну, как-то не того», сказал наконец пригоршня. «Неказистые чего-то я и сам вижу. Но другого нет. Больше ничего придумать не могу. Поэтому возьмем это за рабочую гипотезу». «Ладно. А дом этот, а? Где картограф жил? А может, и не он? С ним как?» Я покачал головой. «Вот этого не знаю, партнер». «Картограф, говоришь?» «Может, и картограф. Я теперь готов хоть в сатану, который по земле бродит и честных сталкеров с истинного пути совращает поверить». Мои слова прервал звон «Там возникла сутулая фигура, одеянием напоминающая пьеру, что-то светлое, обвисшее с длинными рукавами. Оказывается, на башне висел небольшой колокол, вроде тех, какими до сих пор пользуются на некоторых кораблях. Человек раскачивал колокол и трезвонил на весь поселок. Мы с напарником ненадолго остановились, наблюдая, затем пошли дальше. Незнакомец, заприметив нас, звонить перестал и слез с башни. Одет он был в мешковатую на голове соломенная шляпа с дранными полями. Подбежав, мужчина стащил ее с головы, прижимая к груди, быстро заговорил. «Добро пожаловать, незнакомцы! Ха! Меня называют Звонарь!» «Я Звонарь!» «А вы зачем пришли? Хотите встретиться с хозяевами зоны?» «Они с нами, в этом поселке, бродят среди нас, хотя сейчас нет. Ушли, охотятся, но скоро вернутся обратно». «Нет, не с ними. Тогда, наверное, с картографом». «Ну, может, и не с картографом. Узнать тайны зоны хотите? Да? Ну, тогда вы приехали туда, куда надо». Говоря это, он то подступал ближе, наклоняя голову и горбясь, то отскакивал от нас. И в какой-то момент, когда Звонарь вновь оказался рядом, я выбросил вперед руку, схватил его за ворот и рывком притянул к себе. «Картограф?» спросил я. «Что ты знаешь о картографе?» «Ходит, бродит везде, кусочки собирает», заголосил мужчина. Его бледное, в оспинах лицо было прямо передо мной, и я увидел, кользят из стороны в сторону, а глаза пусты, как у месячного младенца. Никита склонился над ним. «Где ходит?» «Везде, везде!» Звонарь слабо дергал меня за руку, пытаясь освободиться. «А кусочки чего он собирает?» добавил я. «Ну так кусочки пространства же!» «Можешь нас к нему отвезти?» «К кому?» удивился Звонарь. «Колокол, мой колокол, пойдемте к нему, отведу, позвоню». «Нет, к картографу отвезти». Но Звонарь смотрел так, что было ясно. Он не помнит, о ком говорил только что, не понимает, что это за картограф и что от него хотят. Сумасшедший продолжал терзать мое запястье, и я разжал пальцы. Он чуть не упал. Нацепив шляпу, неразборчиво забармотал и припустил прочь со всех ног, не оглядываясь, чуть не налетев при этом на худого, разовощекого юнца в армейских штанах. Тот поспешно шагнул в сторону, а затем подошел к нам. «Что надо?» спросил я, помня о том, как он пярился на Марьяну и предполагая, что паренек сейчас попытается закатить Никите сцену ревности, а то и в драку полезет. «Вы должны помочь нам очень», звонким голосом сказал он, становясь чуть ли не по стойке смирно. У парня акцент был слабее, чем у капитана, но при этом понять его было сложнее. «А вы нам», ответил я, «помогите нам выбраться отсюда, и мы потом тоже как-нибудь поможем». Он покачал головой. «Но из данной долины нет выход. Дело в другом. Мы должны напасть солдат». «Напасть на солдат?» удивился я. «Чего ради?» «Они... они делают рэкет, они принуждают отдавать половину продукта, которые мы...» Я перебил. «Еще капитан положил глаз на девушку, да?» «Ты знаешь, что это значит?» «Положил глаз». «Слушай, она ведь и так со злым...» «Тебя как звать?» Он опустил глаза. «Я есть Уильям Блейк. Я...» «У тебя есть табак, Уильям Блейк?» Перебил я, но потом хлопнул себя по нагрудному карману и передумал. «Нет, не надо, свое покурю. Ты же самый из тех солдат, правильно?» «Это так есть. Сбежать от них, когда пирсник пристрелял генерала Моргана. Я собственноручно видел, как он стрелять в генеральскую грудь, после голову, прямиком в ухо загнать патрон дважды. И лесник ему помогал. «Это была ужасная скульптура, картина, то, как Йен мочить нашего шефа-генерала. Данный пирсняк, он есть безумный псих сумасшедший, но он такой...» Блейк поднял руку с тонким запястьем и сжал ее в кулак. «Есть твердый человек, стальной. Он умеет командовать, он умеет заставить принудиться, поэтому его слушают все там. Но мы трое бегом сбежали, мы... То есть это я, есть еще Джон и Ирвин, хотя они погибнут, оба два». Я кивнул. «Это мы знаем уже. Чего тебе от нас надо, Уильям? Вы есть бойцы, я таких видеть в зоне, перед тем, как сопровождал генерала Моргана. Вы есть бродяги, убийцы-мутантов и друг друга, смелые парни, без страха. Отважные люди, ес. Не бояться пальбы, не страшась от слепых псов, то мужество большое. Киллеры без жалости, да? Два негодяя, такие есть. Жрать, пить и убивать, это все, на что вы способны». «Я смотрю, глаз у тебя наметанный», сказал я. «А то», согласился он. «Я есть многое повидал и шутил. Вы должны стрелять по данному пирснику и солдатам, должны мочить их смело. Не всех солдатов, им все равно, кто слушаться, но убить капитана и его помощника-лесника главный факт совершить необходимо. «Андустените?» «Тут...» Блейк широко развел руками. «Есть парней без страха мало, одни только вумены олды, скорее все, и есть еще олдбой, пьяницы...» «Андустеним», согласился я. «А таким был в отряде, который генерала сопровождал. Обычный рядовой?» «Я есть... Радист был. Радист. И еще программер есть. Программер... Эээ... Программист? Так, так. Добрый компьютерщик. Хорошо в этом понимать. Но ты слушай, слушай. Только злой ганфаер у нас. Да я... Есть еще охотники, но они ушли теперь. Мало их. А вы... Вы нас поведете на солдат и пирсника. С вами мы окружим их, и...» Парень пошевелил губами, припоминая чьи-то слова, и заключил. «Уделаем нахрен!» Я видел по лицу. Он не хитрил, не плюл интриг. Он просто был влюблен в Марьяну, единственный объект, в который мог влюбиться здесь, и ненавидел пирсника. Конечно, девица была со злым, но об этом парень пока не думал. Его глаза блестели неподдельным энтузиазмом. Я похлопал паренька по плечу. «Горяч!» сказал Никита, отворачиваясь и глядя вдоль дороги. «Давай, химик, дальше осмотримся». Мы развернулись и пошли, оставив Блейка стоять возле обочины в полной растерянности. Дневной свет, просеиваясь сквозь кремовую дымку, приобретал непривычный оттенок. Весь поселок будто купался в яичном желтке, смешанном с молоком. Густо желтые, почти рыжие тени лежали под стенами ветхих домов, сараев и амбаров, среди которых не было ни одного целого. Обветшало я оно, сказал Пригоршня. Хотя здесь не так тревожно, как на той базе, да, Андрюха? Там вроде грызло что-то изнутри, неприятное место. Тут спокойнее все же. Под стеной одного дома был загон, в нем квохтали куры, а рядом стояла, покачиваясь пьяная женщина в рваном платье и глядела на нас из-под руки. Издалека донеслось протяжное мычание, где-то заржала лошадь. Улица закончилась остатками баррикады, кое-как наваленный хворост, кучи земли, бревна и доски. Раньше все это перегораживало проезд, но теперь превратилось в завалы на обочинах. Я сказал, это не от военных, должно быть, пытались заграждение устроить. Но те пару гранат кинули, а потом разогнались на своем грузовичке и протаранили их баррикаду. Справа куча обломков лежала вплотную к стене покосившейся мазанки, почти достигая крыши. Мы залезли наверх, окинули взглядом накрененные балки и поперечные доски с остатками засохшей глины между ними, забрались по скату, осторожно переступая через дыры, сквозь которые был виден поросший травой пол внизу, и уселись на кривом коньке из двух склепанных полосок жести. Отсюда открывался вид на засеянное поле, тянувшееся в сторону гор. Сейчас мы находились в западной части долины, примерно в километре от каменного склона. Он был виден смутно, но я разглядел лесок, растущий вплотную к нему. Дальше что-то серебрилось. — А, да это тот водопад, про который старичок говорил, — сообразила пригоршня. — Видишь? Опять мы без бинокля. Надо было Львовича спросить, наверняка хоть один бинокль есть у этих доходяк. — Так что, химик, все же что дальше делать будем? — Не знаю, — сказал я. — Не понимаю пока. — Выход искать надо. — Да если местные его уже много лет ищут, с чего ты решил, что мы вдруг найдем? Может, его и нету вовсе. — Но ведь Тропов-то как-то свалил отсюда. — Откуда знаешь? Может, он до сих пор где-то в долине прячется. Или не было никакого Тропова. Или был, но ушел он отсюда путем, который для нас закрыт. — Хотя в одном ты прав, напарник. Единственное наше преимущество перед местными — мы знаем про этот домик на склоне. Видели ноутбук в тайнике, антенну, схрон с припасами и стволами. А они вообще про него ничего не слышали. — Как-то эту информацию, наверное, надо использовать к своей выгоде. Только сначала разобраться, что этот домик означает, какой в нем смысл. — Че там смысл? — недовольно махнул рукой Никита и потом вдруг расправил плечи, выпрямив спину, улыбнулся. — А девчонка, ничего это, а? Марьяна. Красивенькая. Я б ее... Только не вдохновляйся. Спокойно, спокойно, партнер. Мы должны сейчас быть осторожными, поступать взвешенно, расчетливо. А ты какой головой думаешь? — Просто она на меня глаз положила, а не на тебя. Вот тебе и завидно. Что, не так скажешь? — Очень завидно, очень, не стал спорить я, и мы замолчали, продолжая разглядывать ландшафт. Я решил, что, наконец, настало время закурить. Хотя общее положение дел до сих пор было неопределенным и тревожным, но прямо сейчас нам, судя по всему, ничего не угрожало, и до завтра осложнений вроде не предвидится. Военные, по словам Злова, позже появятся, так что... Я отщелкнул клапан квадратного кожаного чехольчика, висящего на ремне, нащупал зажигалку, но достать ее не успел. Будто невидимая рука просунулась сквозь грудь и сжала сердце твердыми руками. Я сипло вдохнул, чуть не потеряв равновесие и кубарем не покатившись с крыши, уперся ладонями в скат. Голова закружилась, раскинувшийся перед мазанкой пейзаж поплыл, качаясь. — Что, химик, что с тобой? — голос напарника донесся, как сквозь вату. Я прилег на бок, вытянув ноги, зажмурил глаза, потом открыл их. Сердце колотилось часто-часто, дышалось тяжело, но хоть голова перестала кружиться. Назаду я стал сползать с крыши. — Да что случилось? — повторил пригоршня. — Выброс, — ответил я, не поворачивая головы. — Выброс начинается. Голова четвертая Я пережил более сотни выбросов, и напарник немногим меньше меня. Давно ставший вторым я рефлекс кричал, вопил внутри обоих. Беги, прячься, вниз, поглубже, найди подвал, яму, любую нору, щель, залезь в нее, чем дальше, тем лучше. Закрой уши, зажмур и глаза, и затаись, замри, пока не пройдет выброс. Мы помнили слова старика о том, что в долине они не так страшны, но все равно поспешно скатились по крыше. Небо потемнело, пошло морщинами, напомнив мне огромную грязную простыню из целлофана, натянутую над горами, которую невидимые пальцы пытались порвать. Комкали, мяли, продавливали ее. Я поглядел вдоль улицы. Она была пуста. Женщина возле курятника куда-то подевалась. — В дом давай, — сказал Никита. Он переносил все это спокойнее. У меня же ноги дрожали и подгибались, а сердце колотилось о грудную клетку, словно ночная бабочка в абажур. Подвала в мазанке не оказалось, и мы метнулись обратно, но за это время стало темнее, а потом в распахнутую дверь и окна без стекол полилось багровое светение. — Все, поздно, — выдохнул напарник. — Теперь здесь сидим. Должно пронести, если не соврал дед. Я захлопнул дверь и набросил ржавый крючок, понимая бессмысленность этого поступка, после чего сел в углу, обхватив себя за колени. Напарник присел на корточке рядом у стены. — Андрюха, не трясись ты так. Сказал же Львович, они тут не такие, как везде. Легче переносятся. — Тебе легче, — возразил я, — потому что ты дуб-дубом, как и остальные, а у меня чувствительность к этому делу повышенная. Да ладно, переживешь как-нибудь. Снаружи заполыхали, быстро сменяя друг друга белые зорницы, но никакого грохота не было. Наоборот, в воздухе разлилась тишина. После каждой вспышки у меня мозги будто переворачивались в голове, и волна дрожи пробегала по телу. Я закрыл глаза. Сквозь сомкнутые веки проник свет еще одного сполоха, разгорелся и тут же потух, сменившись темнотой, в которой плавали, сливаясь и распадаясь блеклые круги. Никита сопел рядом, шуршал и позвякивал, должно быть, снимал с себя оружие, чтобы дать мышцам расслабиться. По моим подсчетам, он тягал на себе килограмм пятнадцать, если не больше. Навалилась слабость, будто я заболел, и температура тридцать восемь с половиной. Вроде и не сорок, не совсем еще хреново, но как-то болезненно все. В голове гудит, за ушами щелкает, если сглатываешь. Я вытянул ноги и лег на бок, прижавшись скулой к шершавой холодной глине. Меня потрясли за плечо. Что? С трудом разлепив веки, я поднял голову. Закончилось? Вроде да, ответил напарник, тихо чем-то лязгая. Хотя черт его знает, тут не разберешь. Слышишь, знакомый звук вроде. Но что это такое? Я сел и прислушался. Сообразив, о чем толкует Никита, кое-как встал, придерживаясь за стену. После выбросов я всегда некоторое время чувствую себя, как сильного будуна, разве что не тошнит. Вертушка, понял наконец он. Ну точно, а? Елки-палки. Нацепив на себя последнее оружие, пригоршня бросился к двери. За окнами было светло, багровое зарево исчезло. Я направился за напарником, осторожно переставляя ноги. — Химик, сюда давай! — донеслось снаружи. — Точно, вертолет! Ты глянь, что-то я у военных наших раньше таких не видел. Снаружи было, как после сильного весеннего дождя. Воздух чистый, ясный и пахнет озоном. Вздохнув, я поморщился. Это только неучи считают, что, мол, озон, концентрирующийся после грозы, полезен. На самом деле, он один из самых вредных газов. На улице пока никто не появился. Никита стоял возле дверей, уставившись вверх, и я поднял взгляд. К поселку приближалось нечто вытянутой формы, ярко-красное и жужжащее. — Точно, у военных с периметра таких никогда не было, сказал я. — Это SW-4, пояснил Никита. Я на учениях видел такое, на нем оператор летал с камеры, снимал для нас чего-то. — Хороший вертолет? Он только пожал плечами. — Хрен его знает. — Польский. Там часть из стекловолокна. Легкий. Пятиместный, что ли. Куда это он летит? Мне сначала показалось, что вертушка собирается сесть посреди поселка, возможно, на площади перед трактиром, но она вдруг закрутилась на месте, как собака, пытающаяся зубами поймать себя за хвост, а потом полетела вбок, быстро опускаясь. — Да он падает, ахнул Никита. Из-за выброса пилот с управлением не... — Так, а ну давай за ним. Это ж, может, наш выход отсюда, а, химик? Билет обратно. Давай бегом, коней надо найти. Вертолет тем временем улетал в сторону и мы припустили по дороге, заглядывая между домов во дворы и боковые переулки. Впереди показалась одинокая фигура, пересекающая улицу с ведром в руках. — Эй! — крикнул Никита, и тут же слева донеслось ржание. Не сговариваясь, мы повернули туда, пробежав мимо колодца и почти обвалившегося сарая, выскочили на поляну возле еще одного сарая, целого. Здесь стояла телега. Мужчина, один из тех, кого я видел в трактире, когда мы разговаривали с Ильей Львовичем и Марьяной, распрягал безумного, о котором, оказывается, до сих пор так никто и не позаботился. — Эй, дядя! — громовым голосом рявкнул пригоршня. — Брось его, мы сами разберемся. Мужик, пожилой тощий тип с бегающими глазами, отпрянул и попятился, опасливо моргая. — Химик, ты как? — спросил Никита. — Лучше уже. Давай залазь. Я кивнул, и мы подбежали к пегому, а он повернул голову, уставившись на нас. Выпученный глаз коня расширился еще больше и стал размером с блюдце. Что-то быстро темнеет. Но едем-то мы точно в правильном направлении. Он туда падал. Если только в конце, а уже над самой землей, не повернул в другую сторону. Напарник, как и в прошлый раз, управлял конем, я же устроился позади. Вал, один из двух, который Никита захватил с собой, я положил рядом. Еще передо мной лежали три ремня с патронташами и рожками, оставшиеся от солдат, которых напарник выставил из поселка. Мы уже проверили. Девяти-миллиметровые патроны подходили для вала. На ствол был навинчан длинный черный цилиндр глушителя, а сзади имелся выдвижной приклад, но я его использовать не стал. С прикладом оружие становилось громоздким. Не видно ни черта, пожаловался пригоршня. Я выпрямился, широко расставив ноги, чтобы не упасть на качающейся телеге, и ухватился за его плечо. Дороги здесь не было в принципе. Мы ехали по рыхлому полю. Хорошо, что земля не заболоченная, казалось, а то бы давно увязли. Колеса шелестели в высокой желтой траве, безумный притих, наверное, впал в глухую депрессию. — С пути можем сбиться, — сказал я. — Ты уверен, что мы куда надо едем? — Да вроде уверен, — протянул он. — Вроде уверен? Это хорошее выражение, пригоршня. Четкое и ясное. — Ладно, ладно. — Да, уверен. Где-то там он. — Где-то? — Все понял. — Где-то, значит, в той стороне, он махнул рукой вперед. — Едем мы правильно, не приставай. Просто он может быть немного левее или правее, но там он, впереди, а не с боков где-нибудь или сзади. Я отошел, уселся на задке телеги с автоматом в руках. Нас никто не преследовал, и по сторонам в поле не мелькали кабаны, псы или другие твари, но надо быть на стороже. После выброса гон начинается. Зону наводняют мутанты, причем у меня всегда такое впечатление, что выбросы им мозги сильно туманят, нарушают какие-то функции, потому что большинство местных тварей становятся тупо агрессивными и почти начисто теряют инстинкт самосохранения. Поселок исчез из виду, небо потемнело, и каменные склоны растворились в сумерках, так что вполне можно было решить, что вокруг зона, а не какая-то там долина. Я даже подумал, вот сейчас напарник довезет нас до бара-курильщика, выйдут долдоны или заика, Никита передаст по воде, и мы войдем в знакомую пахнущую плесенью и алкоголем нору старого барыги и скупщика в теплый полумрак, где под потолком, вернее, под самодельной деревянной люстрой, висит на веревочках принадлежащий когда-то его злейшему недругу по кличке Костяшка. Это такая тонкая шутка у скупщика. Убив Костяшку, достать его Костяшки и подвесить к люстре. Под дальней стеной стойка, рядом лестница скрипучая, еще столы стоят и... Ррррр! Телега скрипнув встала. Совсем темно, пожаловался напарник. Хватит, нельзя так ехать. И что предлагаешь? Мы оба выпрямились, оглядываясь. Вон холм впереди, сказал пригоршня, а под ним дерево валяется засохшее. Видишь? Я прищурился. Вижу. Ну вот, встанем на холме, костер разожжем и там переночуем. После выброса ночевать на открытом месте плохая идея, напарник. У тебя другая есть. Мы далеко уже от поселка. И потом, это же вроде как и не зона. Если здесь выбросы такие ослабленные, то гоном вообще может не быть. Сколько мы ехали, а ни одной твари не заметили. Так это сейчас, а раньше. То бюреры, то псы. Значит, здесь тоже мутанты живут. И не только обычное зверье. Зайцы, лисички всякие. Ну хорошо. Все равно делать нечего. Давай на холм. От лежащего у подножия холма высохшего дерева мы отломали все ветки и подняли их на вершину, а потом напарник принес безумному чуть не сток травы на ужин. Конь нервничал. Впрочем, я бы удивился, если бы было иначе. Прядал ушами и со страхом косился на нас, так что неясно было, кого он боится больше. Пассажиров телеги, которую тащит. Или тварей, что могли появиться из обступивших холму сумерек. Сумерки эти быстро превратились в ночь. Лишь свет костра, который мы разожгли в паре метров от телеги, отгонял тьму от вершины. Нам самим ужинать было нечем. Слишком поспешно мы выехали, ничего не успев захватить. Глупая затея, сказал я. Ты так засуетился тогда, забегал, что я тебя не успел остановить. Меня своим энтузиазмом с толку сбил. Какая нам польза от этого вертолета? Да на нем, может, отсюда улететь получится, возразил Пригоршня. Одно дело по склонам ползать, другое на вертолете. Не думаю. Скорее всего, будешь лететь и лететь, а склон будет тянуться и тянуться, пока топливо не закончится. А все одно, вертушка перед военными преимущество дает. Да если же он не боевой, какое преимущество? Боевой не боевой, а я заметил у него что-то такое на носу. Ну, посмотрим, в общем, когда его найдем. Если найдем, поправил я. Найдем, точно. Он сейчас уже недалеко совсем, если бы знакомая местность была и в темноте бы доехали. Но там болото может быть, завязнем еще. А утром сам поглядишь, меньше чем за час до него доберемся, глаза не успеешь протереть. Кто первый дежурит? Я сказал. Ложись, посижу. Оружие только разложи свое. Пригоршня оставила в кобуре на поясе один браунинг, а все остальное, что у него было, второй хай-пауэр, два вала, итальянский дробовик, ФН и ленту с гранатами, аккуратно распределил вдоль борта, чтобы в случае чего удобно было схватить. Безумный к тому времени не то заснул, не то впал в беспокойное полозабытье, ну а напарник сгреб остатки соломы в кучу на дне телеги, влез туда и быстро затих. Я походил вокруг вершины, посидел у костра, потом уселся возле спящего напарника, свесив ноги и положив автомат на колени. Ночное небо в середине было непроницаемо черным, а по краям, где горы, мерцало едва заметным пепельным свечением. Долину окутывал мрак. Нигде не горело ни одного огонька, вообще никакого света, кроме нашего костра, будто мы попали на дно чернильного озера. Пару раз из-за холмов долетал собачий вой, но рядом с нами никто не появлялся. Иногда я подбрасывал сучья в костер, а когда, по моим подсчетам, давно перевалило заполночь, разбудил пригоршину, сам занял его место и тут же заснул. Вставай, вставай быстро! Я вытащил голову из соломы и поднялся на колени, моргая. Только рассвело, кремовая дымка в небе была еще светло-розовой, а не желтой. Напарник пригнулся назад к телеге, и я спросил, что? Две новости, ответил он. Хорошая и плохая. С какой начать? С хорошей, сказал я, не задумываясь. Люблю хорошие новости по утрам. Он ткнул пальцем в ту сторону, где пританцовывал безумный. Вон вертушка. Я встал на ноги, поглядел. За холмом был луг, за лугом в низине рощица, и за ней виднелось что-то красное. Что же, это хорошая новость, начал я, поворачиваясь, но пригоршни перебил, ткнув в противоположном направлении. А вон те, кто тоже за ней едет. Три машины, две точно такие, как та, на которой ооновцы появились в поселке, и одна скрытым кузовом, ехали далеко позади и слева, но явно в том же направлении, что и мы. А это плохая, сказал я. Чего мы тут тогда стоим? К ходу. То ли они заметили нас еще до того, как напарник разбудил меня, то ли когда мы покидали вершину холма, так или иначе, скорость машин резко увеличилась, и позади в них в воздух поднялись клубы пыли. Гони, гони. Он и так гнал. Ничего не понимающий безумный, далеко выбрасывая длинные ноги и размахивая хвостом, как лассо, несся с холма, волоча телегу. Холм скрыл от нас машины, но ненадолго. Дороги за ним не было и в помине, я подозревал, что тут вообще никто никогда не ездил, ни на лошадях, ни в автотранспорте. Пегий помчался по нехоженному лугу, взрывая копытами землю и разбрасывая клочья пожухлой травы. Для него это была, должно быть, сумасшедшая скорость, но нас с пригоршней она совершенно не удовлетворила. Нагоняют, выдохнул он, оборачиваясь и потрясая вожжами, чтобы добавить безумному упрыти. Машины действительно нагоняли, теперь я видел головы солдат позади кабин. «Но-о-о!» зажал напарник. «Давай!» Но бежать быстрее конь был не способен, хотя рощица, за которой опустился вертолет, приближалась. «Ты вертушкой разве умеешь управлять?» прокричал я. «Тем более такой, гражданской!» «Такой как раз легче!» ответил он. «Ну так умеешь!» «Сам ни разу этого не делал, но видел, как другие!» «И меня учили!» «Но не доучили, раз сам ты не летал ни разу!» «Не-е-е!» «Держись, поворачиваю!» «И вовремя!» Роща была прямо перед нами, в неглубокой низине, а ворваться в нее на всем ходу означало разбить телегу и, возможно, размозжить бедовую голову безумного о первое же дерево. Поэтому напарник избрал обходной путь и заставил Пегова повернуть влево. Машины были совсем близко. Сквозь лобовое стекло я уже видел силуэт водителя в кабине первой, далеко опередившей остальные две. Конечно, военные давно поняли, что мы не просто так появились здесь, а стремимся к той же цели, что и они. Но ни я, ни солдаты пока не стреляли. На таком расстоянии это было бессмысленно. «Капитан Пирсник этот с ними?» прокричал Никита. «Не вижу его», ответил я. «Эх, если бы СВД была, сейчас бы в прицел и шмальнуть. Я и так на себе много таскаю. Надо было тебе снайперку взять из того дома. Я ж просил, почему ты ее не взял? Потому что у нее длина больше метра, весит она больше четырех кило, а с прицелом и патронами все пять. А я люблю налегке передвигаться. И потом, я бы не смог сейчас попасть ни в кого, на такой скорости. С холма надо было сразу стрелять. С вершины, пока стояли», перебил он. «Я бы половину их успел перемочить. Остальные бы испугались и отступили». Телега качнулась, подскочила на ухабе. Рощица теперь тянулась справа. Всего в паре метров я видел деревья. Пригоршня дернул поводья, вновь поворачивая, и нашим взглядом открылся вертолет. Он стоял, накренившись в центре разделяющей склон и рощу поляны. Красные и с виду будто из пластмассы. На лыжах я разглядел в них прорези и вставленные туда небольшие черные колеса с трехлопастным винтом. Мы видели его левый бок. Дверца там была выломана, хотя в целом машина не производила впечатления, вышедшая из строя. Пилот опустил ее в нескольких метрах от границы камней, которых постепенно становилось все больше, так что в конце концов они образовывали горку, переходящую в почти отвесный склон. Роща скрыла от нас машины военных, а нас от них. Сунув форт в кобуру, я на четвереньках перебрался к пригоршне. — Пулемет, видишь? — спросил он обрадованно. — Это самодеятельность уже. Не должно там пулемета быть. Я кивнул, разглядывая оружие. Под обтекаемым носом вертолета обшивка была частично содрана, там виднелись черные потеки, следы сварки. К тому месту была примонтирована турель с толстенным стволом. Впрочем, через несколько секунд я увидел, что на самом деле их там несколько, не то шесть, не то восемь, соединенных круглыми скобами. Я глянулся, преследователи были еще за рощей. — Но! — взревел Никита, выпрямляясь, и что было сил дергая вожи. — Химик, слышишь? Бросаем телегу и внутрь заскакиваем. Я соображу, как эту хрень в воздух поднять, а ты смотри, откуда пулемет управляется. И долби по ним, отбивайся, пока не взлетим. У меня было множество возражений. Пулемет могло заклинить, а в вертолете мог отсутствовать боеприпас, либо закончится топливо, либо он был сломан. Я не стал ничего говорить, потому что смысла в этом не было. Приподнялся на полусогнутых ногах, готовый соскочить на землю, как только напарник остановит телегу, и тут она остановилась без его участия. Но вначале позади раздался грохот и нарастающий свист. Мы оглянулись, двух машин видно еще не было, а третья с открытым кузовом появилась в поле зрения. И от нее в нашу сторону протянулся дымный стержень. Он удлинялся, будто выталкивая к нам то, что находилось на его конце. Что-то небольшое, темное, вытянутое. Граната! Мы с Никитой выкрикнули это одновременно. И одновременно прыгнули в разные стороны. Я сильно оттолкнулся от проломленного борта телеги, согнувшись, почти прижав голову к груди, рухнул боком и кубарем покатился по мягкой земле. Позади громыхнуло, потом меня накрыла волна треска и рядом в кочку вонзилась горящая доска. Вертолет был прямо передо мной. Вскочив, я метнулся прочь от взрыва, прикрывая голову руками. Обернулся. Телега исчезла, превратилась в большой клуб темно-коричневого дыма с проблесками огня. Безумный, к моему удивлению, был жив. Он бежал на передних ногах, поджав задние. Нет, на самом деле, это должно быть взрывная волна, ударило пегов в круг, приподняв его. Но так или иначе, он сейчас напоминал улепетывающего дворового пса, которому кто-то сильно нападал ногой под зад. Ко всему прочему, хвост его дымился. Обломки телеги попадали на землю, ветер понес дым в сторону. Перед выломанной дверцей я развернулся, краем глаза увидел появившегося с другой стороны вертолета Никиту и упал на колени, когда понял, что машина, из которой стреляли, все еще мчится к нам. Порыв ветра бросил в лицо клок горящей соломы, он обжег щеку, и я заорал, стряхивая его. Отплевываясь от Гарри, поморгал слезящимися глазами, прицелился и нажал на курок. Форт успел выстрелить трижды, до того, как Никита открыл огонь из автомата. Мои пули оставили в лобовом стекле аккуратные дыры, и затем оно разлетелось, перечерченное очередью. Грузовичок вильнул влево, вправо, и вдруг перевернулся на бок, взметнув фонтан черной земли. От него обратно, на кроще поползли и побежали те, кто еще был на это способен. А я полез в кабину. В кресле пилота сидел мужчина в теплой куртке и штанах. Наголо обритая голова откинулась назад, глаза неподвижно смотрели в потолок. Крови на нем нигде видно не было. Всунувшийся с другой стороны Никита прижал пальцы к шее пилота, подождал немного, затем схватил за плечо и дернул. Тело безвольно упало вбок, напарник перескочил через мужчину, выпихнул его из кабины на траву. Мертв. Что здесь? На приборной доске было не так много датчиков, рычагов, кнопок, и все же их хватало. А напротив второго кресла, того, что занял я, торчал джойстик с кнопками, явно установленный позже. Вокруг виднелись потеки пластмассы и вздутие. Сверху стоял небольшой монитор, напоминающий лэптоп без клавиатуры, и я хорошо представил себе, как оно должно происходить. На турели точно над стволом пулемета стоит видеокамера, передающая изображение сюда. Стрелок поворачивает джойстик и видит на экране, куда стреляет. Там даже может высвечиваться электронный прицел, этакое несуществующее в реальности перекрестие, как в компьютерной игре. Вот только здесь ты стреляешь по материальным объектам, а не по созданным программой изображения. За лобовым стеклом виднелись догорающие остатки телеги, луг, перевернутая машина и роща за ней. Из-за деревьев выехала машина. — Никита, если у них еще гранатомет есть... — Так... Так... Пригоршник крутил головой, лихорадочно осматривая панель управления. — Сейчас... Погоди... Я только... Я подумал, что военные вряд ли станут стрелять по нам из гранатомета, ведь они примчались сюда, не чтобы убить нас. Главный для них вертолет. Мы же сейчас в нем. Машина приближалась, из рощи за ней выехала вторая. — Никита! — Во, вспомнил! Он на что-то нажал и что-то повернул. Загорелись, замигали огоньки, под нами что-то заурчало. Установленный на приборной доске экран лэптопа мигнул, но не разгорелся. Возникшая в его центре точка погасла. Я схватился за джойстик. Он поддавался с трудом, двигать его рывками было невозможно. Что-то застучало, потом раздался стрекот. — Это сервомотор! — выкрикнул пригоршня. — Оно работает! Давай! Большим пальцем я вдавил красную кнопку в верхней части джойстика. Кабина затряслась. То есть это мягко сказано. У меня возникло ощущение, что я холодец, который сунули внутрь вибростенда, того, на котором испытывают крепость всяких устройств и приборов. Зубы лязгнули, кресло под задом задергалось так, что я чуть не вывалился. Немилосердный грохот наполнил вертолет, вонзаясь в уши, продавливая барабанные перепонки. Из-под прозрачного лобового колпака наискось протянулся дрожащий мерцающий след. Будто марево, какой в жаркий день поднимается над железными крышами, но только сейчас оно приняло вид широкого стержня из струящегося воздуха. Стержень уперся в землю метрах в десяти перед нами. Я потянул джойстик на себя, и он поднялся, вытягиваясь. Сбоку в поле зрения появился Никита, перед лицом мелькнула рука, и он нахлобучил мне на голову наушники. Тут же грохот, который грозил взболтать мои мозги, как коктейль, стих до хорошо слышимого, но уже не мучительного, не оглушающего стука. Напарник вновь исчез, но я уже позабыл про него, налегая на джойстик. Машины впереди резко повернули в разные стороны. Мгновение я колебался, а потом наклонил джойстик вправо, ведя стволом к той, что успела дальше отъехать от роще. К стуку пулемета добавился новый звук, приглушенный рокот. Я обернулся. Ухватившись одной рукой за руль высоты, Никита показывал мне большой палец. Двигатель включился, винт над нами раскручивался. Я вновь посмотрел за колпак и увидел, что попал. Полоса струящегося воздуха уперлась в крытый грузовичок. Тот как раз находился боком к нам, поворачивая, чтобы нырнуть обратно в рощу вслед за вторым, который уже исчез между деревьев. Кабина и стекла в ней наверняка были бронированы. Кузов покрыт квадратными железными листами, но это не помогло. Сквозь рокот и стук донесся виск-пуль. Грузовичок качнулся, будто сбоку в него вмазали тараном. Боковое стекло не разлетелось осколками, не взорвалось. Оно просто исчезло. Мгновенно пропало из виду. И тут же исчезла голова сидящего за ним водителя. Хоть она именно взорвалась. Я увидел темно-красную вспышку. Турель с пулеметным стволом была слишком громоздкой. Без электронного наведения толком прицелиться я не мог, но попытался сначала направить огонь чуть ниже, а после обратно вдоль корпуса машины. Дверца, корежась, как в замедленной съемке, начала проламываться внутри кабины, покрываясь вмятинами, будто снаружи кто-то невидимый приставил к ней метровое зубило и принялся со всей силой колотить тяжелым молотком, сдвигая инструменты со стороны в сторону. Через мгновение дверца провалилась, вся изломанная, смявшись как бумажный лист. Пули вбили ее внутрь кабины, забрызганной кровью и мозгами. Очередь опустилась, превратив кресло водителя в скелет из пружин и проволоки, на котором висели лохмоти того, чем стало человеческое тело, а после взломала приборную доску и руль разбросала их пластиковыми осколками. Затем очередь прочертила кузов, наполняя его рваным металлом с крежетами воплями людей. И еще через секунду грузовик, почти развернувшись к нам задом, врезался в дерево и встал. Я не отпускал кнопку. Пули пробили кору, переломили, будто спичку, ствол молодой осины, и пошли гулять по всей роще, содрогая деревья, срывая ветви и сучья, вздымая облака листьев, щепок и обломков. Уже через несколько мгновений роща с виду стала как-то меньше, словно лохматый спаниель, которого бросили в воду, а когда он выбрался, стал напоминать тощую облезлую крысу. Мой большой палец будто свело судорогой. Жажда разрушения, первобытная страсть убивать овладела мной, наполняя голову обрывками кровожадных мыслей. С таким оружием смогу перебить всех, перекрошить, превратить в фарш всех военных и бюреров на склоне, псов и всю долину. Вертолет оторвался от земли, картина за колпаком качнулась, ушла вниз, мелькнули почти лишенные листвы кроны деревьев, и это отрезвило меня. Я распрямил большой палец, позволив красной кнопке вернуться в прежнее положение. «Летим, Андрюха!» раздался в наушниках голос напарника. «Слышишь? То есть, видишь? Вышло у меня!» «Не вопи!» попросил я, наклоняясь вбок и облизывая пересохшие губы. Рука, которой я сжимал джойстик, еще дрожала, в висках стучали свинцовые молоточки. Сквозь пролом на месте дверцы задувал сильный ветер. Земля удалялась, роща осталась позади, хотя летели мы еще совсем низко. «Как вообще можно было додуматься на такую вертушку пулемет цеплять?» продолжал напарник. «Это же сдуреть можно! Ты видишь, как мотает? Еще б чуток тяжелее, и она вообще либо не взлетела бы, либо перевернулась бы сразу лбом в землю. Кулибины, блин! Умельцы народные!» «Сколько у нас топлива?» спросил я, и пригоршня нахмурился, разглядывая панель. «Черт его знает!» «Ну, то есть вот, оно показывает, что треть примерно. Но на сколько этого хватит?» «Долину вдоль склонов мы сможем облететь или нет?» Он пожал плечами. «Не знаю, химик». «Ладно, тогда давай мимо того водопада», решил я. «Посмотрим заодно, что там за завод, на котором уоновцы живут. А потом сразу вверх. Может эта штука вертикально подниматься?» «Не знаю», повторил он. «Неважно. Все равно вверх полетим, хоть вертикально, хоть зигзагами». «Ну, тогда давай выше, напарник». «Ага». Он что-то повернул, и вертолет начал взлетать в желтое небо долины. Глава пятая Водопад оказался небольшим. Вода лилась в голубое озерцо из дыры примерно в двадцати метрах над землей. Над отверстием полукругом шел естественный навес, засыпанный землей каменный козырек шириной метра три. На нем росли кусты, несколько деревцов, и стояла большая железная будка с плоской крышей, вплотную примыкающая к склону. «Это что интересно такое?» спросил я. «На козырьке вертолет посадить было невозможно, а внизу у озера бродила стая кабанов-мутантов, так что мы полетели дальше. Мне пришлось подавить желание расстрелять тварей из пулемета, чтобы понаблюдать, как их громоздкие туши разлетаются, будто ком снега, которым швырнули в бетонную стену. Вертолет трясся, а иногда начинал покачиваться, опасно рыскать с закругленным носом. Но все же мы не падали, летели дальше. Летели, в общем, именно туда, куда хотели. Внизу открылась зацементированная площадка, от которой шла прямая асфальтовая дорога. Вместе они напоминали большую букву «Г». Вдруг эта картина мне что-то напомнила, нечто виденное недавно. Я даже глаза закрыл, пытаясь вспомнить, но так и не смог. «Завод», — объявил напарник. Асфальтовая дорога вела к воротам большого серого здания, бетонного куба, стоящего рядом с парой других таких же. Между ними выселась узкая постройка с деревянной лесенкой. От вершины наискось, будто трос, крепящий мачту, тянулся конвейер, забранный железной решеткой. Нижний его конец исчезал в проеме под крышей еще одного здания. Среди цехов на узкоколейке замерло несколько вагонеток. На одной даже оставались сложенные пирамидой кирпичи, серые, из сырой глины, не успевшей пройти термообработку. А дальше, между задней стеной крайнего цеха и склоном, тянулся глиняный карьер, напоминающий фантастический лунный пейзаж или антураж из Fallout 3, Eternal Returning, в который я играл еще студентом. «Можем на крышу цеха сесть», предложил Никита. «Вон где электрокар перевернутый. Как он туда попал, интересно?» «Нет, не будем садиться», сказал я. «Аномалия на крыше. Не видишь, что ли?» Слева от кара воздух чуть искрил и будто пенился. Там притаилась жарко. «И потом, здесь же военные живут», добавил я, и будто в подтверждении моих слов из окна цеха слева выстрелила струя дыма. «Улетай, Никита, в сторону!» заорал я. Напарник выругался. Вертолет накренился, задрав посадочные лыжи чуть не к небу, и граната пролетела мимо лобового колпака, перечертив мир за ним, так что мне даже показалось, что я на мгновение увидел ее хищные очертания с заостренным носом. Сквозь рокот винта мы не услышали звуков выстрела, тем более, что на головах у обоих были наушники. Но я заметил, как из дверей другого цеха высыпали несколько человек и принялись палить вверх. «Давай, давай отсюда!» повторил я. Когда и водопад, и завод остались позади, Никита повел вертолет вдоль склона, но вскоре, приглядевшись к датчику на панели, сказал, «Не хватит, наверное, всю долину облететь. Хотя, черт его знает, может и хватить. Все равно, давай сейчас вверх попробуем подняться, чтоб потом жаба не давила, если топливо закончится. «Давай», согласился я, «ты только контролируй ситуацию, чтоб не получилось, что оно закончится, как раз, когда мы под облаками будем». «Я контролирую, контролирую», ответил он. «А вон там что такое? Видишь?» Впереди по курсу, вплотную к склону, высилась скала, на вершине которой росла одинокая пихта. Вскоре стало ясно, что дальше стоит еще одна скала. Между ними поблескивала вода, защищенная камнем с трех сторон мелководное озерцо. То, что оно неглубокое, стало ясно после того, как мы увидели прямо посреди озера домики на сваях и деревья вокруг них. «Есть там кто?» спросил я, приглядываясь, но не замечая никакого движения. Пригоршня покачал головой. Пусто вроде. Мы пролетели мимо скал, и тогда напарник сказал, «Ладно, теперь точно вверх пора». Он повернул что-то на приборной доске, взялся за рычаги, и вертолет стал подниматься. Земля была расчерчена бледно-зелеными и светло-коричневыми квадратами, колхозные домики и коровники давно пропали из виду, лишь слева виднелись серые спичечные коробки заводских цехов и серебристая ленточка водопада, будто приклеенная к склону. Горы, казавшиеся размытыми из-за расстояния, обступили изогнутый овал долины. Вертолет, ракачам винтом, медленно всплывал сквозь бледно-желтое безмолвие. В ящике за креслом я нашел несколько спецпайков, мы вскрыли один и стали завтракать. — Помнишь стукача? — спросил я, зубами отрывая кусок вяленого мяса от плоского брикета, того, которого чуть бойцы издолго не завалили, когда он от темной долины шел. — Знаешь, как он погиб? — Ого! — промямлял пригоршня, разгрызая сухарь. — То есть да, помню, но не знаю, как погиб. — Из-за выброса. Он не успел спрятаться, на берегу был, когда началось. Не в Припять, в какой-то приток. Доплыл до дна, вцепился там в корягу и висел, сколько воздуха хватало. Потом вынырнул, а выброс, конечно, как раз вовсю свирепствовал. На берег кое-как выбрался, упал и отрубился. Потом его случайно сталкеры нашли, которые к курилищику шли. Притащили туда. Стукач в себя пришел, но как встал, чуть сразу обратно не упал. Ноги не слушаются, говорит. — Ничего, разомнулась, расхожусь. — Ну и пошел. Да только колени у него не сгибались. А потом свалился таки. Его подняли, в кресло посадили. Он испугался, встать пробует. Никак. А не менее дальше поднялось, до бедер, а через несколько минут и до поясницы. Потом еще выше. Он совсем перетрусил тогда. Кричать начал. Ему долдон амфетамин вколол, но без толку. В общем, через несколько минут стукать только губами мог шевелить. А потом умер. Сердце остановилось. — Так ты думаешь, с пилотом то же самое произошло? Я втянул в себя желе из пакетика и вытер губы ладонью. — Наверное. Попал в вертолете под выброс, но и тот на него вот так вот экзотично подействовал, как на стукача тогда. — Может быть. Пригоршню выбросил в пролом на месте дверцы справа от меня обертку рыбного брикета и добавил. Этот турист-охотник был. — Кто-кто? Он улыбнулся с чувством превосходства. — А ты не слышал про них, а? Ты как этот моллюск в раковине химик. Улитка. Забился туда и сидишь. Артефакты только свои перебираешь. Когда добудем, копаешься в них, света белого не видишь. Про потерянный взвод не знал, про картографы тоже и про туристов оказывается. — Ну так что, я просто внимание не распыляю на всякую фигню. Зато по артефактам я специалист. — Да не фигня это, раз они нам помогают, сведения эти. Короче, в последнее время стали у нас появляться такие вроде как туристы. Видно, на кордоне где-то дырка возникла основательная. С военными из какого-то лагеря удалось столковаться. Теперь вот впускают в зону охотников на мутантов. То есть не таких, как мы, которые тут живут, но и денежку потихоньку зарабатывают, а именно туристов. Прилетели, псов с кабанами постреляли и назад с трофеями. А то и на контролеров иногда охотятся или на кровососов. Представляешь? И я слышал, что недавно эти люди, которые такой вот туристический бизнес здесь открыли, стали новую услугу предоставлять. Охота с вертолетов. — Так вот, это может такой вертолет, а? То ли с охотником, то ли с инструктором. Испытательный еще. — Может быть, — согласился я. — Главное, что вертолет этот нам достался. — Как там топливо? — Пока хватает. Мы замолчали, переваривая содержимое пайка. Под приборной доской между креслами висел обрамленный пластиковой рамочкой портретик мужчины в хорошем костюме. Имиджмейкеры заставили его сделать лицо человека, который собрал волю в кулак, приготовившись одной силой мысли решить все проблемы государства. Мне, впрочем, оно больше напоминало лицо того, кто только что ограбил киоск, увидел выруливающий из-за угла ментовский патруль и теперь напряженно размышляет сдаваться или все же попробовать убежать. — Эки он у вас кривоватенький, — жалостливо сказал Никита, тыча в портрет носком ботинка. — Наш красавец того, представительнее будет. — Так после вашего прошлого гоблина любой Василисы прекрасной покажется. — Не, ну все же. — Пригоршня, они оба одинаковые восторженные обезьяны, — сказал я. — Ради своих интересов нас друг с другом стравили и конопатят нам мозги через телек, газеты и прочие радио. — Да мы ж сами их таких и выбрали. — Выбрали, потому что нам таких подсунули. Все равно не из кого выбирать, там все моральные уроды. Он возразил. — Ну, это ты преувеличиваешь. — Не, там все так выстроено, что приличный хороший человек на самую вершину залезть не может. То есть система такая образовалась со временем, сама собой. Чтобы сделать в политике карьеру и стать по-настоящему крутым, надо иногда совершать неблагоприятные поступки, а иначе не продвинешься. Политика — это среда такая, которая нормальных людей из себя выталкивает, как вода-пенопласт. Так что порядочный человек просто не попадет в то, что называется высшим эшелоном. Это теоретически невозможно, понимаешь? Но все равно как ты под водой дышать без акваланга не сможешь. Мы, нахмурившись, глубокомысленно размышляли о судьбах государства и всего мира. Я сказал, — Вообще настоящим мужчинам после сытной еды положено, конечно, о политике поговорить, но давай не будем о грустном. Смотри, как здесь тихо, покойно, так расслабься и получай удовольствие. Крепко держась за край проема на месте выломанной дверцы, я высунулся и поглядел вниз. — Ну что? — спросил Никита. — Слушай, теперь вообще ни черта не видно. Где это мы находимся? Теплый ветер бил в лицо, трепал волосы. Под вертолетом была только желтая муть, песочная дымка, больше ничего. Приоткрыв дверцу со своей стороны, пригоршня тоже посмотрел вниз, затем по сторонам. — Вроде раньше склон был виден, — произнес он растерянно. — Еще же недавно совсем, когда мы только жратву нашли и поесть собрались. Куда оно все подевалось? Мы крутили головами, высовывались и проникали лбами к колпаку. Нет, вертолет купался в сплошной желтизне, и кроме нее вокруг больше не было ничего. — Но мы все еще поднимаемся, точно, заверил меня напарник. Вот я же по приборам вижу. Я возразил. — Так может, не надо дальше? А то будем так лететь и лететь сквозь эту мочу, пока топливо не кончится. — Да не может туман этот вечно длиться. Как так? Не верю я в это. Чепуха какая-то. Не верю. Должен он скоро закончится. Что-нибудь увидим и тогда решим. Ты не Станиславский, чтобы верить или не верить, перебил я. Пусть не вечно, но ты же видишь со всех сторон одно и то же. Если это еще какое-то время будет продолжаться... В это мгновение мир перевернулся вверх тормашками. Мы рухнули в небо. Мгновение я видел землю над головой, деревья, холмы и озеро, вода из которого не выливалась, но невероятным образом оставалась в подвешенном состоянии. А после все перевернулось на сто восемьдесят градусов. Меня сначала подбросило, потом вжало в кресло. Двигатель надрывно загудел, застонал, дробно лязгая. Желтая муть плеснулась, заклубилась и разошлась, показав совсем близко поверхность земли. Тормози! заорал я, от неожиданности, позабыв, что мы не в автомобиле. Вцепившись в подлокотники, рефлекторно зажмурил глаза и тут же открыл их. Никита пытался управлять. Вертолет мотало из стороны в сторону, а потом хвост задрало кверху, но падать мы перестали. Напарник откинулся в кресле. Холм, в который мы почти врезались, провалился вниз. Машина пронеслась над вершиной, зацепив полозьями траву, накренилась, замедляя скорость. Перед нами открылось небольшое болото. Вертолет пролетел еще немного и начал опускаться. Пригоршня грязным рукавом вытер пот со лба. Чуть не навернулись. Что это было, химик? Если пространство тут такое закругленное, то мы вроде как вдоль поверхности шара изнутри пролетели и обратно вниз возвратились. Ты что, садишься? Как это вдоль поверхности шара? Да, сажусь. Ты против? Передохнуть мне надо. Тут как раз ржавые волосы вокруг. Толчок лыжи коснулись земли. А, ладно, сказал я, выглядывая, все равно сели уже. Над болотом висела мертвая тишина. В ней, казалось, вязли даже те звуки, которые могли бы долетать до наших ушей из окружающего мира. Раскрыв дверцу, напарник осторожно опустил ноги, придерживаясь за край проема, готовый в любой миг вскочить, чтобы поднять вертолет. Где это мы? спросил он. По-моему, где-то в северной части долины. Я выглянул со своей стороны. Недалеко от поселка. Я вроде это место сверху видел, когда мы на телеге еще ехали. И как ты его запомнил? Скептически осведомился он. Головой, Никита, головой. Вон, видишь, три осины? Я показал влево, где на краю болота росли высокие прямые деревья. Они мне в глаза и бросились. Только тогда я не разглядел, конечно, что еще на этом болотце любопытного есть. Собственно, любопытными были два факта. Поверхность покрывали ржавые водоросли, а ближе к осинам тускло искрила не слишком мощная карусель. В сухую погоду аномалию заметить очень сложно, поэтому там многие и попадаются, но чем больше в атмосфере влаги, тем лучше она видна. А здесь влаги было столько, что над каруселью воздух будто пенился, завиваясь белесыми колесами, воронками смерчи, которые, посверкивая с тихим гудением, у карусели нет четких границ, но мне показалось, что она висит примерно в метре над болотом, по которому стерились ржавые волосы. Как-то оно тут непривычно, заметил напарник, оглядываясь на меня, и я кивнул. Ржавые волосы иногда напоминают лианы, а иногда вьюнок или виноград. В любом случае, это мутантное растение паразит, либо как мохнатые веревки свешивается с ветвей деревьев, либо облепляет камни и стены развалин колочковатой бородой. Но я еще никогда не видел, чтобы волосы стелились по земле или, как в данном случае, по болоту. Новая разновидность, что ли? спросил Никита, упираясь ступнями в лыжи вертолета. Не знаю, меня больше вон то интересует, я показал в сторону карусели. Вокруг нее виднелись небольшие красные пятна, четыре артефакта, два с нашей стороны, два по бокам. Может, между аномалией и осинами были и другие, но сквозь струящийся воздух и смерчи я их не видел. Кровь камня? Ага, у тебя плечо болит еще? Еще, оно так ломит, особенно вечером, что спасу нет. Я просто терплю, молчу об этом. Ну вот, у меня со спиной до сих пор нелады, да и злого не помешало бы подлечить. Лучше не надо, возразил напарник. Я не про злого, а про артефакты. Как ты туда через волосы доберешься? А ты приглядись, они не по всей поверхности лежат, там вроде лабиринта, видишь, со стороны карусели проход есть, можно через него. Опасно, химик, мне один раз волосы кисть чуть не обмотали, еле сбросил их, так потом неделю болело, еще больше, чем плечо сейчас. Ну его, давай полетели. Но я его не слушал, вылез из вертолета и встал рядом с колпаком. Спросил «Машина крепко села? Не провалится?» «Вроде крепко», неохотно откликнулся он. «Химик, да куда ты их положишь-то? В руках, что ли, понесешь?» «Ты забыл, партнер?» Я снял куртку, отстегнул ремни на груди и стащил со спины контейнер, который нашел в домике на склоне. Тот состоял из двенадцати квадратных ячеек, то есть металлических коробочек, насаженных на общую резиновую основу, стенка к стенке, так что они образовывали что-то вроде сот, и каждая была закрыта отодвигающейся вбок металлической крышкой с отдельным замочком-фиксатором. «А, ну да», протянул Никита разочарованно, «так и забыл». Обойдя вертолет, который стоял на островке твердой земли посреди болота, я прижал контейнер к груди и сказал, «Застегни, неудобно самому». Он застегнул пряжки ремней в районе моих лопаток и теперь верхний край контейнера оказался на высоте кадыка. Я сел на лыжу, снял ботинки, закатал штанины до колен и рукава до локтей. Ботинки положил в вертолет, выпрямился, помахал руками, разминаясь, и шагнул с края островка. Болото было невелико, из центра, где опустился вертолет, мы видели его края со всех сторон, но оно оказалось глубже, чем я рассчитывал. Штаны закатал зря, тепловатая жижа сразу поднялась до колен, а потом и до середины бедер. Я остановился. Ржавые волосы были прямо передо мной, стелились, будто по твердой земле, но слева, там, где тускло поблескивала грязная вода, виднелся проход, и я повернул к нему. Дно под босыми ступнями было мягким и неприятно скользким, я шел, будто по спинкам тысяч лягушек. То и дело оттуда поднимались пузырьки, проскальзывали между пальцами ног и лопались вокруг меня. Я миновал свободную от волос полосу, обогнул кочку, из которой торчал весь увешанный колючий бахромой куст, и увидел, что дальше, между мной и каруселью, волосы затянули всю поверхность, кроме небольшого участка, покрытого округлыми красноватыми листьями, плоскими и пушистыми, неподвижно лежащими на поверхности. Между ними торчали блекло-розовые цветки, какая-то разновидность водной мяты. Занятая растениями область оставалась единственным путем к карусели, и я пошел туда, осторожно разгребая листья перед собой. Гудение смерчи над аномалией стало громче, я уже ощущал ток теплого воздуха, идущий от нее. Листья покачивались, шелестели, я не срывал их с протянувшихся от дна стеблей, лишь отводил в стороны, оставляя позади широкий след, который затягивался, когда листья постепенно отползали на место. Вокруг аномалии шла полоса воды, свободная и от ржавых волос, и от всех болотных растений. Карусель потрескивала, тихо шипела, распространяя волны теплого воздуха. До нее было метра три, и в метре от нее, то есть почти вплотную к той границе приближаться, к которой побоялся бы любой опытный сталкер, поблескивали три артефакта под названием «Кровь камня». Два передо мной, третий левее. Достигнув середины зарослей мяты, Никита стоял возле вертолета, ухватившись за дверцу, с пистолетом в руке и напряженно глядел на меня. Я кивнул ему, отвернулся, сделал шаг и замер. Передо мной на большом листе была жаба, пупырчатая, бледно-зеленая и тоже очень большая. А еще на листе, точно в центре, будто котлета на тарелке, лежал крупный морской еж. Глава шестая На самом деле он не морской и совсем не еж. Почему его прозвали морским, понятия не имею. А вот с ежом все ясно. Темный бугристый шар с иглами. У недавно появившихся артефактов они длинные и тонкие, как у настоящего ежа. У старых, начавших засыхать, напоминают скорее черные резиновые шипы сантиметровой длины с широкими основаниями. Морские ежи, как и кристальные колючки, обычно возникают неподалеку от ржавых волос. Я поначалу, когда мы только сели, здесь удивился даже, почему это ни одного не видно. И вот на тебе, увидел. Лучше бы не видел. Потому что это был взведенный еж. В обычных условиях еж штука малоопасная. Ну, уколоться можно, если голыми руками взять. Да только, кто же за артефакты голыми руками хватается? То есть, может, кто-то и хватается? Да только такие, как правило, долго не живут. Так вот, ежа можно взять рукой в толстой перчатке, и ничего тебе не будет. Но потом его можно сильно сжать, и тогда он начнет набухать, бугристая поверхность между иглами зашевелится, вздуваясь и опадая, на ней возникнут пузыри, а потом он как прыгнет, отскочит от твердой поверхности, ударится, будто каучуковый мячик, и прыгнет опять. И еще, и еще. Я как-то видел подвал под берлогой курильщика. Он там с пригоршней с пьяну его показал, похвастался. У него там, видите ли, сейф с честно нажитыми непосильным трудом, то есть, непосильной скупкой и перепродажей артефактов, а также непосильной спекуляцией оружием и краденым оборудованием, кровными сбережениями. И этот сейф двое придурковатых сталкеров-новичков, не успевших понять, что у нас к чему, захотели как-то ночью очистить от содержимого. Они смогли вырубить заику, нашему подвал, смогли отключить какую-то хитрую сигнализацию, которую скупщику соорудил борода. Но они не знали, что в небольшой комнате с бетонными стенами, где располагался сейф, хитромудрый курильщик поставил ловушку для дураков, два взведенных морских ежа. И когда новички забрались туда и на всякий случай прикрыли дверь за собой, чтобы никто не услышал, как они разбираются с сейфом, ежи разобрались с ними. Ну а потом, сияющий от гордости за свою предусмотрительность пьяный курильщик привел нас туда с пригоршни и продемонстрировал, что из этого вышло. Молодые сталкеры напоминали потекший от жары темно-красный сыр. Они стали дырчатыми, так что обоих теперь можно было приспособить в хозяйстве вместо дуршлагов. Если ежа швырнуть во что-то, он срабатывает. Если сильно сжать, то сработает, когда отпустишь. Если на него наступить, он сработает. Если рядом раздастся громкий резкий звук, он сработает, все равно как чувствительная сигнализация на автомобиле. Если его просто взять в руку, надев специальную перчатку или рукавицу, положить в контейнер и аккуратно закрыть крышку, он не сработает. Если только он не взведен, потому что тогда он сработает даже после того, как на него сильно дунуть или звонко хлопнуть рядом с ним в ладоши. Этот еж был взведен. Кожистый шар с тонкими и еще гибкими иглами, значит молодой, а такие скачут особенно резво. Слегка надувался и опадал. На боках его то распухали, то съеживались уродливые лилово-синие пузырьки, иглы шевелились. Ежи не такие уж простые штуки. Конечно, они неразумны, но это не предмет и не растение. Это, как мне кажется, именно организмы, пусть и с очень необычной физиологией. Как и кристалл, ведь он не просто протыкает воздуху лучами, он целится в органику. И ежей она будто притягивает, то есть даже если дело происходит не в замкнутом небольшом помещении, как тогда у курильщика, а на открытом месте, все равно разыгравшийся еж во время первых двух-трех прыжков скорее всего вмажется в стоящего рядом человека или зверя. Жаба сидела неподвижно, пялись на меня тупыми глазами. Сзади раздалось призывное шипение при горшне. Должно быть, я замер перед ежом слишком надолго и напарник забеспокоился. Я повернул голову, поднял руку и показал большой палец, мол, все путем, просто я, Никита, залюбовался красотой ваших украинских болот, расчувствовался и забыл, для чего залез сюда. Отвернувшись от него, я осторожно пошел в обход, так осторожно, как не ходил, наверное, еще ни разу в жизни. Жаба не шевелилась и не моргала. Интересно, она вообще заметила мое появление, осознала его или нет? В какое-то мгновение мне даже показалось, что она дохлая. Но нет, пухлой горлой едва заметно напрягалась. Лист с ежом был теперь сбоку. Очень-очень медленно я сделал еще один шаг. Вот они, два небольших красно-алых конгломерата, прямо передо мной. А чуть дальше карусель. Это вряд ли перебросит из долины еще куда-нибудь. Дважды подряд такие чудеса не случаются. Скорее вздернет, прокрутит пару раз, да разорвет на части. Из вертолета я захватил тряпку, испачканную машинным маслом, которую нашел позади кресел, и теперь достал ее из-за пазухи. Намотал на ладонь, вытянул руку перед собой, взял артефакт, лежал в руке.